Асидора Дункан Мой муж Сергей Есенин От автора Сознаюсь, меня охватил ужас, когда мне впервые предложили написать книгу. Я пришла в ужас не потому, что жизнь моя менее интересна, чем любой роман, или в ней меньше приключений, чем в фильме. Не потому, что моя книга, даже хорошо написанная, не явилась бы сенсацией эпохи, но просто потому, что предстояло ее написать. Мне понадобились годы исканий, борьбы и тяжелого труда, чтобы научиться сделать один только жест. И я достаточно знаю искусство письма, чтобы понять, что мне потребуется столько же лет сосредоточенных усилий для создания одной простой, но красивой фразы. Сколько раз мне приходилось повторять, что можно проложить себе дорогу к экватору, проявить чудеса храбрости в схватках со львами и тиграми, пытаться написать об этом книгу и потерпеть неудачу. И в то же время можно, не покидая веранды, написать книгу об охоте на тигров в джунглях так увлекательно, что читатели поверят в правдивость автора, будут вместе с ним переживать его страдания и тревоги, чувствовать запах хищников и ощущать страх приближения гремучей змеи. Казалось, будто все существует только в воображении, и что удивительные события, случившиеся со мной, потеряют свою остроту только потому, что я не обладаю пером Сервантеса или даже Казановы. Далее. Как можем мы написать правду о самом себе? Да и знаем ли мы ее? Существует множество представлений о нас, наше собственное, мнение наших друзей, любовника и, наконец, врагов. У меня есть основательные причины это знать. Вместе с кофе мне подавали по утрам газетные рецензии, из которых я узнавала, что я красива как богиня и гениальна. Еще не перестав радостно улыбаться, я брала другой лист и узнавала, что я бесталанна, плохо сложена и настоящая ехидна. Я скоро перестала читать критику своей работы. Я не могла требовать, чтобы мне доставляли только хорошие отзывы, а дурные, слишком расстраивали и пробуждали скверные инстинкты. В Берлине один критик осыпал меня оскорблениями, утверждая, между прочим, что я совершенно не музыкальна. Я написала ему, умоляя посетить меня и выражая безусловную уверенность, что мне удастся убедить его в противном. Он пришел, и я, сидя по другую сторону стола, полтора часа толковала ему о своих теориях зрительного движения, созданного музыкой. Я заметила, что господин этот очень солиден и прозаичен, но каково было мое удивление, когда он вытащил из кармана слуховую трубку и сообщил мне, что совершенно глух, и даже через рожок почти не слышит оркестра, хотя и сидит в первом ряду кресел. Вот каким оказался человек, взгляды которого мучили меня в течение нескольких ночей. Как же описать себя в книге, если посторонние, с разных точек зрения, видят в нас различных людей? Описать ли себя в виде целомудренной Мадонны, Мессолины, Магдалины или синего чулка? Где мне найти образ женщины, пережившей все мои приключения? Женщина или мужчина, которые напишут правду о своей жизни, создадут величайшее произведение. Но истину о своей жизни никто не осмеливается написать. Жан-Жак Руссо принес человечеству эту величайшую жертву и сдернул завесу с тайников своей души со своих самых сокровенных дум и мыслей, в результате чего и родилась великая книга. Уолт Уитман открыл правду Америки. Его книга была одно время запрещена как безнравственная. Выражение это кажется нам теперь нелепым. Ни одна женщина никогда не сказала полной правды о своей жизни. Автобиографии знаменитых женщин являются чисто внешним отчетом, полным мелких деталей и анекдотов, которые не дают никакого понятия об истинной жизни. Они странно замалчивают великие минуты радости или страдания. Моё искусство — попытка выразить в жесте и движении правду о моём существе. На глазах у публики, толпившейся на моих спектаклях, я не смущалась. Я открывала ей самые сокровенные движения души. С самого начала жизни я танцевала. Ребёнком я выражала в танце порывистую радость роста, подросткам — радость, переходящую в страх при первом ощущении подводных течений, страх безжалостной жестокости и уничтожающего поступательного хода жизни. В возрасте 16 лет мне случилось танцевать перед публикой без музыки. В конце танца кто-то из зрителей крикнул «Это девушка и смерть!» И с тех пор танец стал называться «Девушка и смерть». Но я не это хотела изобразить. Я только пыталась выразить пробуждающееся сознание того, что под каждым радостным явлением лежит трагическая подкладка. Танец этот, как я его понимала, должен был называться «Девушка и жизнь». Позже я начала изображать свою борьбу с жизнью, которую публика называла «смертью», и мои попытки вырвать у неё призрачные радости. Что может быть дальше от действительной жизненной личности, чем герой или героиня заурядной кинематографической пьесы или романа? Обычно, наделённые всеми качествами, они не были бы способны совершить дурного поступка. Он наделяется благородством, храбростью, смелостью и так далее, и так далее. Она — непорочностью, добротой и так далее. Все худшие свойства и грехи созданы для злодея и дурной женщины, в то время как в действительности, как нам известно, не бывает ни плохих, ни хороших людей. Не все приступают десять заповедей, но способны на это, безусловно, все. Внутри нас скрывается нарушитель законов, готовый проявиться при первом удобном случае. Добродетельные люди — только те, кто не имел достаточно соблазнов, потому что живут растительной жизнью. Или те, кто до такой степени устремляет свои помыслы в одном направлении, что не имеют времени взглянуть вокруг себя. Я однажды смотрела удивительную фильму, названную «Рельсы», созданную на тему о том, что жизнь человеческих существ подобна паровозу, идущему по определенному пути. Если паровоз сходит с рельс или встречает непреодолимое препятствие, происходит катастрофа. Счастлив тот машинист, который, увидя перед собой крутой спуск, не чувствует дьявольского желания пренебречь тормозами и ринуться к гибели. Меня иногда спрашивали, считаю ли я любовь выше искусства, и я отвечала, что не могу их разделять, так как художник — единственный настоящий любовник, у него одного чистый взгляд на красоту, а любовь — это взгляд души, когда ей дана возможность смотреть на бессмертную красоту. Одной из самых замечательных личностей нашего времени является, может быть, Габриэль Данунцио, хотя он невысок ростом и может быть назван красивым только тогда, когда его лицо освещается внутренним огнем. Но, обращаясь к той, кого любит, он становится настоящим Фебом Аполлоном и добивается любви самых великих и прекрасных женщин наших дней. Когда Данунцио любит женщину, он поднимает ее дух до божественных высот, где витает Беатричи. Он превращает каждую женщину в часть божественной сущности и уносит ее ввысь, пока она не проникается верой, что находится с Беатричи, о которой Данте спел свои бессмертные эстрофы. В Париже было время, когда культ Данунцио достиг такой высоты, что он был любим самыми знаменитыми красавицами. Он облекал тогда каждую избранницу по очереди в блестящее покрывало. Она поднималась над головами простых смертных и шествовала, окруженные чудным сиянием. Но каприз поэта проходил, покрывало спадало, сияние меркло, и женщина снова превращалась в обыкновенное существо. Не отдавая себе отчета в том, что, собственно, случилось, она лишь сознавала, что внезапно вернулась на землю и, оглядываясь на свой образ, перевоплощенный любовью Данунцио, начинала понимать, что никогда в жизни не найдет больше гения любви. Оплакивая свою судьбу, она приходила все в большее и большее отчаяние, пока люди, глядя на нее, не начинали говорить. Как мог Данунцио любить такую заурядную, заплаканную женщину? Габриэль Данунцио был таким великим любовником, что мог на мгновение предать облик небесного существа самой обыкновенной смертной. Только одна женщина в жизни поэта могла выдержать такое испытание. Она сама была перевоплощением божественной Беатричи, и Данунцио не надо было набрасывать на нее покрывало. Я всегда считала, что Элеонора Дузе истинное перевоплощение дантовской Беатричи, и поэтому, преклоняясь перед ней, Данунцио мог только пасть на колени. Во всех других женщинах он находил то, что давал сам. Одна Элеонора парила над ним, вселяя в него божественное вдохновение. Как мало знают люди о силе тонкой лести. Волшебная похвала Данунцио, по-моему, тоже для современной женщины, чем был для Евы голос змея в раю. Данунцио может каждую женщину заставить чувствовать себя центром вселенной. Мне вспоминается одна замечательная прогулка с ним в форе. Мы остановились и замолчали. Вдруг Данунцио вскричал. «О, Эльсидора! С одной у вами можно вступить в общение с природой. Рядом с другими женщинами природа исчезает. Вы одна становитесь частью ее». Какая женщина могла бы устоять перед такой оценкой? «Вы составляете часть зелени и неба. Вы – верховная богиня природы». В этом заключался гений Данунцио. Он убеждал каждую женщину, что она богиня того или иного мира. Лежа здесь, на кровати в Негреско, я пытаюсь определить то, что называется памятью. Я чувствую, как печет южное солнце. Я слышу голоса детей, играющих в соседнем парке. Я ощущаю теплоту собственного тела. Я гляжу на свои обнаженные ноги и вытягиваю их. На нежную грудь, на руки, которые никогда не бывают спокойны, а мягко и волнообразно движутся. И вдруг сознаю, что уже двенадцать лет я утомлена. В груди таится непрекращающаяся боль. На руках лежит печать грусти. И когда я одна, глаза редко бывают сухи. Слезы льются уже двенадцать лет, с того дня, когда меня, спящую на другом ложе, разбудил громкий крик. Я обернулась и увидела Эл, который казался тяжело раненым. Дети убиты! Помню, меня охватило странное болезненное состояние. В горле жгло, будто я проглотила раскаленный уголь. Я не могла понять. Я нежно заговорила с ним, пытаясь успокоить. Сказала, что это не может быть правдой. Затем вошли другие, но я не могла воспринять происшедшего. Появился человек с темной бородой, доктор, как мне сказали. Это неправда, сказал он. Я их спасу. Я ему поверила. Хотела пойти вместе с ним, но меня удержали. Впоследствии я узнала, что меня не пускали, так как не хотели, чтобы я знала, что надежды нет. Боялись, что удар лишит меня рассудка, но в то время я была в странно приподнятом состоянии. Все вокруг меня плакали, но мои глаза были сухи, и я испытывала огромное желание утешать других. Обращаясь к прошлому, мне трудно понять свое необыкновенное настроение. Была ли я действительно в состоянии ясновидения, сознавая, что смерти не существует, и что эти две маленькие холодные восковые фигурки не мои дети, а только их сброшенные покровы, что души моих детей живут в сиянии и будут вечно жить. Только два раза раздается крик матери, который она слышит будто со стороны при рождении и при смерти ребенка. Когда я почувствовала в своих руках эти холодные ручки, которые никогда больше не пожмут моих, я услышала мой крик. Тот же крик, который я слышала при родах. Почему тот же? Один раз крик высшей радости, другой печали. Не знаю почему, но знаю, что тот же. Может быть, во всей Вселенной существует всего один вопль. Вопль печали, радости, упоения, страдания, вопль космоса. Моя жизнь. Глава первая. Характер ребенка определяется уже в утробе матери. Перед моим рождением моя мать, находясь в очень трагическом положении, испытывала сильнейшие душевные потрясения. Она не могла питаться ничем, кроме замороженных устриц и ледяного шампанского. На вопрос о том, когда я начала танцевать, я отвечаю, во чреве матери, вероятно, под влиянием пищи афродиты, устриц и шампанского. В то время моя мать переживала столько трагического, что часто говорила, «Ребенок, который родится, не может быть нормальным», и ожидала рождения чудовища. И действительно, оказывается, что, едва появившись на свет, я с таким бешенством начала двигать руками и ногами, что мать воскликнула, «Видите, я была совершенно права, ребенок безумен». Но позже, когда меня ставили в детской распашонке на середину стола, я танцевала под всякую мелодию, которую мне играли, и служила забавой всей семье и друзьям. Моим первым воспоминанием является пожар. Я помню, как меня выбросили из окна верхнего этажа на руки полицейскому. Мне должно было быть около двух или трех лет, но среди волнения, криков и пламени я ясно помню чувство успокоения и безопасности, охватившее меня, когда я обвела маленькими ручками шею полицейского. Он, вероятно, был ирландец. Я слышу отчаянные крики матери, «Мои мальчики! Мои мальчики!» и вижу, как толпа не позволяет ей броситься в горящее здание, в котором, как она думала, остались мои два брата. Затем вспоминаю двух мальчиков, сидящих на полу бара и надевающих чулки и башмаки, вспоминаю внутренность экипажа, вспоминаю себя, сидящий на прилавке и пьющий горячий шоколад. Я родилась у моря и заметила, что все выдающиеся события моей жизни происходили поблизости от него. Мои первые мысли о движениях и танце были, безусловно, навеяны ритмом волн. Я родилась под знаком Афродиты, вышедшей из морской пены. События всегда мне благоприятствуют, когда ее звезда восходит. В эти периоды жизнь моя течет легко, я могу творить. Я заметила тоже, что исчезновение этой звезды обычно влечет за собой ряд несчастий. В наши дни астрология не имеет, может быть, того значения, которое имела во времена древних египтян и халдеев. Но нет сомнения, что наша психическая жизнь находится под влиянием планеты. Если бы родители это лучше сознавали, они бы изучали звезды, чтобы производить более красивых детей. Кроме того, я считаю, что жизнь ребенка складывается различно в зависимости от того, родился ли он у моря или в горах. Море всегда манило меня к себе, тогда как в горах у меня появляется смутное чувство стеснения и желания бежать. Там я всегда испытываю ощущение, что я пленница земли. Глядя на их вершины, я не восхищаюсь, как остальные туристы, а только стремлюсь перелететь через них и освободиться. Моя жизнь и мое искусство рождены морем. Я должна быть признательна матери за то, что она была бедна, когда мы были молоды. Она не была в состоянии нанимать прислуг и гувернанток, и этому обстоятельству я обязана непосредственностью в жизни, непосредственностью, которую я выражала еще ребенком и не утеряла никогда. Мать моя была музыкантша и преподавала музыку ради куска хлеба. Она целыми днями не бывала дома и иногда отсутствовала по вечерам, так как давала уроки на дому у учеников. Я бывала свободна, когда покидала школу, представлявшуюся мне тюрьмой. Я могла одна бродить у моря и отдаваться собственным фантазиям. Как мне жаль детей, которых я вижу постоянно в сопровождении нянек и бон, постоянно опекаемых и нарядно одетых? Какие возможности представляются им в жизни? Мать была слишком занята, чтобы думать об опасностях, которым могли подвергаться дети. Вот почему оба мои брата и я могли свободно отдаваться своим бродяжническим наклонностям, завлекавшим нас иногда в приключения, которые привели бы мать в сильное беспокойство, если бы она о них узнала. К счастью, она оставалась в блаженном неведении. Я говорю, к счастью для меня, так как именно этой дикой и ничем не стесняемой жизнью моего детства я обязана вдохновению танца, который создала и который был лишь выражением свободы. Я никогда не слышала постоянного «нельзя», который, как мне кажется, делает жизнь детей сплошным несчастьем. Я очень рано стала ходить в школу с пяти лет. Я думаю, что моя мать не совсем точно сообщила мой возраст. Необходимо было найти место, где бы меня оставлять. Я считаю, что в раннем детстве уже ясно определяется, что человеку суждено делать в последующей жизни. Уже тогда я была танцовщицей и революционеркой. Мать моя, крещенная и воспитанная в ирландской католической семье, была ревностной католичкой до тех пор, пока не убедилась, что отец вовсе не тот образец совершенства, каким он ей всегда представлялся. Она развелась и покинула его, уйдя с четырьмя детьми навстречу миру. С этого момента ее вера в католическую церковь резко повернула в сторону определенного атеизма. Мать, между прочим, решила, что всякая сентиментальность бессмыслится и раскрыла нам тайну Санта-Клауса, еще когда я была совсем крошкой. Результат был тот, что когда учительница раздавала пирожные и конфеты на школьном рождественском празднике, говоря, «Смотрите, дети, что вам принес Санта-Клаус», я встала и торжественно заявила, «Я вам не верю, никакого Санта-Клауса не существует». Учительница очень взволновалась. «Конфеты только для девочек, которые верят в Санту», сказала она. «Тогда мне не нужны ваши конфеты», ответила я. Учительница неосторожно вспылила и велела мне выйти вперед и сесть на пол в назидании другим. «Я не верю обману», крикнула я. «Мать мне сказала, что слишком бедна, чтобы быть Сантой, только богатые матери могут изображать Санта-Клауса и делать подарки». Тут учительница схватила меня и пыталась усадить на пол, но я напрягла ноги и уцепилась за нее. Таким образом, ей только удалось поколотить моими каблуками по паркету. Потерпев неудачу, она поставила меня в угол, но и стоя там я обернулась и продолжала кричать «Санты нет! Санта-Клауса нет!» пока в конце концов она не была вынуждена отправить меня домой. Всю дорогу я кричала «Санты нет!» У меня никогда не изгладилось из памяти чувство несправедливости от того, что со мной так поступили, лишив конфет и наказав за сказанную правду. Когда я рассказала это матери, говоря «Ведь я была права, Санты не существует!» она ответила «Санта-Клауса нет и Бога тоже, только собственный дух может тебе помочь». Мне кажется, что общее образование, получаемое ребенком в школе, совершенно бесполезно. Я вспоминаю, что в школе меня считали или самой сообразительной и первой ученицей, или безнадежно глупой и последней в классе. Все зависело от ухищрений памяти и от того, брала ли я на себя труд запомнить заданные на уроке. В действительности же я не имела понятия, о чем идет речь. Классные занятия, независимо от того, была ли я первой или последней, были для меня утомительными часами, в продолжении которых я следила за часовой стрелкой, пока она не доходила до трех и мы не становились свободными. Настоящее образование я получала по вечерам, когда мать играла нам Бетховена, Шумана, Шуберта, Моцарта или Шопена или читала вслух Шекспира, Шелли, Китца и Бернса. Эти часы были полны очарования. Большую часть стихов мать читала наизусть, и я, подражая ей, привела в восторг своих слушателей, прочитав на школьном празднике в возрасте шести лет призыв Антония к Леопатре Уильяма Литтля. В другой раз, когда учительница потребовала, чтобы каждый ученик написал историю своей жизни, мой рассказ имел приблизительно такой вид. Когда мне было пять лет, у нас был домик на двадцать третьей улице. Мы не могли там оставаться, так как не заплатили за квартиру и переехали на семнадцатую улицу. У нас было мало денег, и вскоре хозяин запротестовал, поэтому мы переехали на двадцать вторую улицу, где нам не позволили мирно жить, и мы переехали на десятую улицу. Рассказ продолжался в том же духе с бесконечным количеством переездов. Когда я встала, чтобы прочесть его классу, учительница очень рассердилась. Она подумала, что это злая шутка с моей стороны, и послала меня к начальнице, которая вызвала мою мать. Когда бедная мать прочла сочинение, она расплакалась и поклялась, что в нем одна лишь правда, таково было наше кочевое существование. Я не могу припомнить, чтобы я страдала от бедности у нас дома, где все принималось как должное. Я страдала только в школе. Для гордого и чувствительного ребенка система общественных школ, какой она мне припоминается, была так же унизительна, как исправительное заведение. Я всегда возмущалась с ею. Когда мне было около шести лет, мать, вернувшись как-то домой, увидела, что я собрала с десяток соседских малюток, еще не умевших ходить, и, усадив их перед собой на пол, учила двигать руками. Когда она попросила объяснений, я ей объявила, что это моя школа танцев. Это ее позабавило, и, усевшись за рояль, она стала мне играть. Моя школа продолжала существовать и сделалась очень популярной. Немного спустя окрестные девочки начали приходить ко мне, и их родители стали платить небольшую сумму за учение. Так было положено начало тому занятию, которое впоследствии оказалось очень выгодным. Когда мне исполнилось десять лет, класс сильно увеличился, и я заявила матери, что дальше ходить в школу бесполезно. Это пустая трата времени, раз я могу зарабатывать деньги, что я считала значительно более важным. Я подняла волосы и стала причесываться наверх, говоря, что мне шестнадцать лет. Все мне поверили, так как я была очень большого роста для своих лет. Сестра Элизабет, которая воспитывалась у бабушки, позже поселилась с нами и тоже стала преподавать в этих классах. Наша школа была в большом ходу, и мы давали уроки в самых богатых домах Сан-Франциско. Глава вторая Я никогда не видела отца, так как мать с ним развелась, когда я была еще грудным ребенком. Однажды, когда я спросила одну из своих теток, был ли у меня когда-либо отец, она мне ответила, твой отец был чертом, погубившим жизнь твоей матери. С тех пор я стала себе рисовать отца в виде черта, с рогами и хвостом, точно из книги с картинками, и всегда молчала, если дети в школе говорили об отцах. Когда мне было семь лет, и мы жили в двух пустых комнатах на третьем этаже, я как-то услышала звонок у парадной двери, и, выйдя в переднюю, чтобы открыть, увидела очень красивого господина в цилиндре. Он спросил, не можете ли вы мне указать квартиру госпожи Дункан? Я дочь госпожи Дункан, сказала я в ответ. Неужели это моя принцесса Мопсик, спросил незнакомец, так он называл меня, когда я была еще крошкой, и он внезапно обнял меня и стал покрывать поцелуями и слезами. Я была поражена таким поведением и спросила его, кто он такой. Со слезами на глазах он мне ответил, я твой отец. Я пришла в восторг от такой новости и побежала рассказать семье. Пришел человек, который говорит, что он мой отец. Мать встала бледная и взволнованная и, пройдя в другую комнату, заперлась в ней на ключ. Один из братьев спрятался под кровать, а другой в шкаф, в то время как у сестры сделалась истерика. «Скажи ему, чтобы он уходил, скажи, чтобы уходил!» кричали они. Мое удивление было очень велико, но, как вежливая девочка, я вышла в переднюю и заявила, «У нас дома неважно себя чувствуют и сегодня никого не могут принять». Тогда незнакомец взял меня за руку и предложил пойти с ним пройтись. Мы спустились по лестнице на улицу. Я шла рядом с ним в припрыжку, растерянная и восторженная при мысли, что этот красивый господин мой отец и что у него нет ни хвоста, ни рогов, каким я себе всегда его представляла. Он меня повел в кондитерскую, напичкал мороженым и пирожными. Я вернулась домой в состоянии дикого волнения, но нашла домашних в мрачном и угнетенном настроении. Он просто очаровательный человек и завтра снова собирается за мной зайти, чтобы угостить мороженым, рассказывала я. Но домашние отказались его видеть, и он немного погодя вернулся к другой своей семье в Лос-Анджелес. Я несколько лет не видела отца после этого случая, как вдруг он появился снова. Мать теперь смягчилась настолько, что согласилась с ним встретиться, и он нам подарил прекрасный дом с большими залами для танцев, с площадкой для тенниса, с амбаром и ветряной мельницей. Подарок объяснялся тем, что отец разбогател в четвертый раз. В своей жизни он три раза богател и три раза все терял. С течением времени и четвертое богатство пошло прахом, и с ним пропали дом и все остальное. Но на несколько лет, пока мы там жили, дом этот послужил нам убежищем между двумя бурными этапами жизни. Перед его разорением я, время от времени, встречаясь с отцом, узнала, что он поэт, и научилась его ценить. Среди его произведений находилось одно стихотворение, которое заключало в себе как бы предсказание всей моей карьеры. Я передаю отрывки из биографии моего отца, потому что эти впечатления ранней молодости оказали огромное влияние на мою последующую жизнь. С одной стороны, я насыщала ум чтением сентиментальных романов, тогда как с другой, у меня перед глазами был живой пример брака на практике. Над всем моим детством казалась витала мрачная тень загадочного отца, о котором никто не желал говорить, и страшное слово «развод» глубоко запечатлелось на чувствительной пластинке моего разума. Я пыталась сама найти объяснение всему этому, так как никого не могла расспросить. Большинство романов, которые я читала, кончались свадьбой и блаженным счастьем, о котором не имело больше смысла писать. Но в некоторых книгах, вроде Адама Вида Джорджа Эллиота, встречалась невыходящая замуж девушка, нежеланный ребенок и страшный позор, ложащаяся на несчастную мать. На меня сильно подействовала несправедливость по отношению к женщине при таком положении вещей, и я тут же решила, согласовав это с рассказом о своих родителях, что буду жить, чтобы бороться против брака, за эмансипацию женщин и за право каждой женщины иметь одного или нескольких детей по своему желанию и воевать за свои права и добродетель. Для 12-летней девочки приходить к таким выводам кажется очень странным, но жизненные условия рано сделали меня взрослой. Я стала изучать законы о браке и была возмущена, узнав о том состоянии рабства, в котором находились женщины. Я стала вглядываться в лица замужних женщин, подруг моей матери, и на каждом почувствовала печать ревности и клеймо рабы. И тогда я дала обет, что никогда не поду до состояния такого унижения, обет, который я всегда хранила, несмотря на то, что он повлек за собой отчужденность матери и был неправильно понят миром. Уничтожение брака одна из положительных мер, принятых советским правительством. Двое лиц расписываются в книге, а под их никакой ответственности для участвующих и может быть признана недействительной по желанию любой из сторон. Подобный брак является единственным договором, на который могла бы согласиться свободомыслящая женщина, и брачные условия в такой форме единственные мною когда-либо подписаны. В настоящее время, насколько мне известно, эти взгляды более или менее разделяются всеми свободомыслящими женщинами, но двадцать лет тому назад мой отказ выйти замуж и лично поданный пример права женщины рождать детей вне брака порождали крупные раздоры. Только благодаря матери наша жизнь в детстве была насыщена музыкой и поэзией. По вечерам она сидела за роялем и часами играла, так как не было определенного времени, чтобы ложиться спать или вставать, как и вообще не было дисциплины. Больше того, уходя целиком в музыку и чтение стихов, мать как будто совершенно о нас забывала и безразлично относилась ко всему происходившему вокруг. Наша тетка Августа, одна из сестер матери, была также удивительно даровита. Она часто гостила у нас и устраивала любительские спектакли. Была она очень красива, с черными глазами и черными, как смоль, волосами. Я вспоминаю ее, одетую гамлетом в черных бархатных штанишках. У нее был прекрасный голос, и перед ней открывалась блестящая будущность певицы. Но ее родители считали, что театр и все к нему относящееся от дьявола. Я только теперь отдаю себе отчет, насколько ее жизнь была погублена тем, что теперь даже трудно объяснить фуританским духом Америки. Ранние американские поселенцы привезли с собой моральные представления, которые никогда вполне не утерялись. И их сила характера наложила отпечаток на первобытную страну, поразительно укращая дикарей, индейцев и диких животных. Но поселенцы всегда старались укращать и самих себя, что артистические дарования приводило к гибельным последствиям. С раннего детства тетя Августа была пропитана этим пуританским духом. Ее красота, дивный голос, порывы, все пошло насмарку, что побуждало людей того времени восклицать, я бы охотнее увидел дочь мертвой, чем на сцене. Почти невозможно понять это чувство в наши дни, когда великие артисты и артистки принимаются в самых замкнутых кругах. Вероятно, нашей ирландской крови мы обязаны тем, что детьми всегда восставали против этой пуританской тирании. Одним из первых последствий переезда в большой дом, подаренный нам отцом, явилось открытие братом Августином театра в амбаре. Я помню, как он вырезал кусок меха из ковра в гостиной и употребил его на бороду для Рип Ван Уинкля, которого он изображал так реально, что я расплакалась, глядя на него из публики. Маленький театр рос и даже приобрел славу в окрестностях. Позже нам пришла в голову мысль совершить турне по побережью. Я танцевала, Августин читал стихи, а затем шла комедия, в которой тоже принимали участие Элизабет с Раймондом. Хотя в то время мне было только 12 лет, а остальным немного больше, эти поездки по побережью в Санта-Клару, Санта-Розу, Санта-Барбару и так далее были очень удачны. Отличительной чертой моего детства был постоянный дух протеста против узости общества, в котором мы жили, против житейских ограничений и растущее желание умчаться на восток к чему-то, что казалось мне простором. Так часто я припоминаю себя, произносящие речи семье и родным, речи, которые всегда заканчивались словами. Мы должны покинуть эту местность. Мы здесь никогда ничего не достигнем. Из всей семьи я была самая храбрая, и когда в доме абсолютно нечего было есть, вызывалось пойти к мяснику и своими чарами заставить его дать нам бесплатно бараньих котлет. Именно меня посылали к булочнику, чтобы убедить его не прекращать отпуска в долг. Эти экскурсии мне представлялись веселыми приключениями, особенно когда мне везло, что случалось почти всегда. Домой я шла приплясывая и, неся добычу, чувствовала себя разбойником с большой дороги. Это было хорошим воспитанием, так как, научившись умасливать свирепых мясников, я приобрела навык, который мне впоследствии помогал сопротивляться свирепым антрепренерам. Помню, однажды, когда я была совсем крошкой, я застала мать плачущей над связанными для продажи вещами, которые магазин отказался принять. Я взяла у нее корзинку, надела на голову вязаную шапочку, она руки метенки и пошла из дома в дом торговать в разнос. Я все распродала и принесла домой вдвое больше, чем мать получила бы в магазине. Когда я слышу, как отцы семейств говорят, что работают для того, чтобы оставить детям побольше денег, мне приходит в голову мысль, сознают ли они, что удаляют из жизни детей всякое стремление к приключениям. Ведь каждый оставляемый ими доллар ослабляет их ровно настолько же. Самое лучшее наследство, которое можно оставить ребенку, это способность на собственных ногах прокладывать себе путь. Преподавание ввело сестру и меня в самые богатые дома Сан-Франциско. Богатым детям я не завидовала, наоборот, жалела их. Я была поражена мелочностью и бессмысленностью их жизни, и мне казалось, что по сравнению с этими детьми миллионеров, я в тысячу раз богаче всем, ради чего стоит жить. Наша слава как преподавательниц возрастала. Мы называли наше преподавание новой системой танцев, но в действительности никакой системы не было. Я отдавалась своей фантазии и импровизировала, обучая всему красивому, что приходило мне в голову. Одним из моих первых танцев была поэма «Лонгфелло». Я выпустил стрелу в пространство. Я читала стихотворения детям и учила их следовать за смыслом жестами и движениями. По вечерам мать нам играла, а я придумывала танцы. Наш друг, милая старушка, часто посещавшая нас по вечерам и когда-то жившая в Вине, говорила, что я ей напоминаю Фанни Эльслер и рассказывала нам об ее триумфах. «Айседора будет второй Фанни Эльслер», говорила она, и это вызывало во мне чистолюбивые мечты. Она посоветовала матери свести меня к знаменитому балетмейстеру в Сан-Франциско, но его уроки мне не понравились. Когда учитель приказал мне подняться на цыпочки, я спросила его, зачем, и, выслушав ответ, потому что это красиво, возразила, что это безобразно и неестественно, и после третьего урока покинула класс, чтобы никогда туда больше не возвращаться. Напряженная и вульгарная гимнастика, которую он называл танцем, только смущала мои грезы. Я мечтала о другом танце. Я не представляла себе его ясно, но ощупью шла к невидимому миру, угадывая, что могу в него войти, стоит только отыскать ключ. Уже в детстве мое искусство таилось во мне и не было задушено благодаря духу матери, героическому и склонному к приключениям. Мне кажется, что ребенком надо начинать делать то, что человеку предстоит делать впоследствии. Интересно было бы знать, многие ли родители отдают себе отчет в том, что так называемым образованием, которое они дают детям, они только толкают их в повседневность и лишают всякой возможности создать что-либо прекрасное или оригинальное. Но, вероятно, так оно и должно быть, иначе кто бы давал нам те тысячи служащих для банков, магазинов и так далее, которые как будто необходимы для цивилизованной и организованной жизни. У матери было четверо детей. Возможно, что принудительной системой образования она могла бы нас превратить в приспособленных к жизни граждан. Часто она горевала. Почему все четверо артисты и нет ни одного практически полезного деятеля? Но артистами мы стали благодаря ее собственной прекрасной и метущейся душе. Мать относилась совершенно безразлично ко всякого рода материальным благам и научила и нас взирать с великолепным пренебрежением ко всякой собственности в виде домов, мебели и имущества вообще. Только следуя ее примеру, я никогда в жизни не носила драгоценностей. Она учила нас, что все это лишь обременяет человека. Покинув школу, я стала увлекаться чтением. В Окленде, где мы жили, была публичная библиотека, и я бегала туда, прыгая и танцуя всю дорогу, как бы далеко мы не жили. Библиотекой заведовала удивительная и редкой красоты женщина Айна Кулбрид, поэтесса из Калифорнии. Она поощряла мое чтение, и мне всегда казалось, что она радуется, когда я спрашиваю хорошие книги. Ее прекрасные глаза светились пламенем и страстью. Позже я узнала, что одно время отец сильно увлекался ею. Должно быть, она была его сильнейшая любовь, и, вероятно, прошлое невидимо притягивало меня к ней. В ту пору я прочла произведения Диккенса, Текерея и Шекспира. Тысячи хороших и плохих романов, пожирая все подряд, и бессмыслицу, и книги полной вдохновения. Мне случалось просиживать ночь напролет за книгой, читая до зари при свете агарков, которые я собирала в течение дня. Я также начала писать роман, а кроме того, издавала газету, для которой сама же давала весь материал, и передовицы, и местную хронику, и короткие рассказы. Мало того, я еще вела дневник, для которого изобрела шифр, так как в то время я скрывала от других большую тайну. Я была влюблена. Помимо руководства детскими классами, мы с сестрой взрослых учеников, которым она преподавала то, что тогда называлось светскими танцами, то есть вальс, мазурку, польку и так далее. Среди этих учеников было двое молодых людей. Один начинающий доктор, а другой аптекарь. Аптекарь отличался поразительной красотой и назывался чудным именем Верной. Мне тогда было 11 лет, но выглядела я старше, так как носила высокую прическу и длинное платье. Как героиня Риты я написала в своем дневнике, что безумно, страстно влюблена, и, вероятно, так оно и было. Я не знаю, догадывался ли об этом верно или нет, потому что в те годы я была слишком застенчива, чтобы открыть свою страсть. Мы ездили на балы и вечера, на которых он танцевал почти исключительно со мной. Затем, вернувшись домой, я до раннего утра просиживала над своим дневником, поверяя ему, как сильно я трепетала, когда, по моему выражению, неслась в его объятиях. Днем он работал в аптеке на главной улице, и я бежала за несколько миль только для того, чтобы один раз пройти мимо. Иногда я набиралась храбрости и входила, чтобы сказать «Здравствуйте». Я узнала, где он живет, и по вечерам уходила из дому, чтобы стоять и смотреть на свет в его окне. Это увлечение продолжалось два года, и мне казалось, что я глубоко страдаю. В конце концов, он объявил о своей предстоящей свадьбе с молодой светской девушкой из Окленда. Своё отчаянное горе я излила на страницах дневника и до сих пор помню день свадьбы и всё, что я перечувствовала, когда увидела его, идущим по церкви рядом с бесцветной девушкой под белой вуалью. После этого я перестала с ним встречаться. Во время моего последнего выступления в Сан-Франциско ко мне в уборную вошёл господин с белоснежными волосами, который, однако, выглядел молодо и поражал красотой. Я его сразу узнала. Это был верной. Мне показалось, что после стольких лет я могу признаться ему в страсти своей юности. Я думала, что это его позабавит. Но он ужасно испугался и начал говорить о жене, той бесцветной девушке, которая, как оказалось, была ещё жива и продолжала сохранять любовь мужа. Как несложна бывает жизнь некоторых людей. Такова была моя первая любовь. Я была безумно влюблена, и мне кажется, что с той поры не перестаю быть влюблённой. В настоящее время я выздоравливаю от последнего припадка, бурного и губительного. Я, если можно так выразиться, поправляюсь, пользуюсь антрактом перед последним действием своей жизни или, может быть, пьеса уже закончена? Глава третья. Под влиянием прочитанных книг я задумала покинуть Сан-Франциско и уехать за границу. Мне пришла в голову мысль присоединиться к какой-нибудь большой театральной труппе. Однажды я пошла повидать антрепренёра гастролирующие трупы, остановившиеся на неделю в Сан-Франциско, и попросила, чтобы он разрешил протанцевать перед ним. Проба состоялась утром на большой тёмной пустой сцене. Мать меня песни без слов Мендельсона в короткой белой тунике. Когда музыка умолкла, антрепренёр некоторое время молчал, а затем, обернувшись к матери, сказал, «Для театра это никуда не годится, это скорее для церкви. Советую вам отвезти вашу девочку домой». Разочарованная, не отказавшаяся от своего намерения, я начала составлять другие планы и, созвав семейный совет, говорила целый час, выясняя, почему жизнь в Сан-Франциско невозможна. Мать была немного сбита с толку, но согласилась следовать за мной повсюду, и мы уехали первыми, взяв два билета для туристов до Чикаго. Сестра и два брата остались в Сан-Франциско с тем, чтобы присоединиться к нам, когда я заработаю деньги на содержание семьи. В жаркий июньский день мы приехали в Чикаго с небольшим сундуком, кое-какими старинными, доставшимися от бабушки драгоценностями и двадцатью пятью долларами в кармане. Я была уверена, что сразу получу ангажемент и что все наладится приятно и без затруднений. Но вышло не так. Имея при себе свою маленькую греческую тунику, я переходила от одного антрепренера к другому и танцевала перед каждым, но все они сходились во мнении с первым. Это прелестно, но не для театра. Недели проходили, деньги наши растаяли, а заклад бабушкиных драгоценностей дал не очень много. Случилось неизбежное. У нас не было денег заплатить за квартиру, вещи наши были задержаны за долг, и в один прекрасный день мы очутились на улице без единого пени в кармане. На моем платье сохранился воротник из настоящих кружев, и в тот день я часами ходила по палящему солнцу, стараясь продать кружева. В конце концов, к вечеру мне это удалось. Насколько помню, воротник был продан за 10 долларов. Чудный кусок ирландских кружев дал мне столько, что хватило заплатить за комнату. Мне пришла в голову мысль купить на оставшиеся деньги ящик помидоров, и ими без хлеба и соли мы питались в течение недели. Несчастная мать так ослабела, что не могла сидеть. Ранним утром я отправлялась к интерпренерам, но, наконец, решила взять первую попавшуюся работу и обратилась в контору по приисканию мест. «Что вы умеете делать?» спросила женщина, сидевшая за конторкой. «Все», отвечала я, «похоже на то, что абсолютно ничего». В отчаянии я однажды пошла к управляющему кафе на крыше масонского дворца. Сигарой в зубах и в шляпе, надвинутой на один глаз, он пренебрежительно следил за мной, пока я порхала под звуки мендельсоновской весенней песни. «Ну, вы, конечно, хорошенькая и грациозная», сказал он, «и я возьму вас, если вы все это измените и будете танцевать, подбавив немного перцу». Я вспомнила бедную мать, теряющая сознание на последних помидорах, и спросила его, что он называет «подбавить перцу». «Не то, что вы делаете», сказал он, «а что-нибудь с юбками, оборками и дрыганьем ног?» «Вы могли бы сперва пустить греческое, а потом перейти на оборки и дрыганье?» «Это был бы интересный номер». Но где мне было достать оборки? Я сообразила, что просить в долг или вперед невыгодно, и только обещала вернуться на другой день с оборками, дрыганьем и перцем. Я вышла. День был жаркий, настоящая чикагская погода. Устала и слабая от голода, я бродила по улицам, пока не очутилась перед одним из больших магазинов маршаля Фильда. Войдя, я спросила управляющего, и меня провели в контору, где за письменным столом сидел молодой человек. У него было доброе лицо, и я объяснила ему, что мне к завтрашнему утру необходимо иметь юбку с оборками, и что если он мне даст ее в долг, я ему легко заплачу по получению ангажемента. Я не знаю, что побудило молодого человека согласиться на мою просьбу, но только он согласился. Много лет спустя я его встретила, когда он сделался архимиллионером Гордоном Сельфриджа. Я взяла белый и красный материи для юбок и кружев для оборок и отправилась с пакетом домой, где нашла мать при последнем издыхании. Однако она храбро приподнялась, села на кровати и стала шить мне костюм для выступления. Она проработала всю ночь, и к утру последние оборки были на месте. С этим костюмом я вновь явилась к управляющему садом на крыше и нашла оркестр, готовым для пробы. «Под какую музыку вы танцуете?» спросил управляющий. Я об этом раньше не подумала, но ответила «Под Вашингтонскую почту», в то время очень популярную. Музыка заиграла, я приложила все усилия, чтобы показать управляющему танец с перцем, импровизируя по мере того, как танцевала. Он пришел в восторг и заявил «Это прекрасно! Я выпущу специальные афиши, и вы можете прийти завтра вечером». Он назначил 50 долларов в неделю и был так добр, что выдал их вперед. В этом саду на крыше под вымышленной фамилией я пользовалась большим успехом, но выступления там были мне так противны, что я отказалась, когда в конце недели он предложил мне продолжить контракт или даже отправиться в турне. Мы были спасены от голода, но с меня было достаточно забавлять публику тем, что противоречило моим идеалам, и я это сделала в первый и последний раз. Мне кажется, что переживания этого лета были самыми тяжелыми в моей жизни, и каждый раз, когда я впоследствии появлялась в Чикаго, вид улиц вызывал во мне тошнотворное чувство голода. Но среди самых тяжелых испытаний храбрая мать ни разу даже не намекнула на возможность вернуться домой. Как-то мне дали рекомендательную карточку к помощнице редактора одной из крупных чикагских газет журналистки Эмбер. Это была высокая сухопарая женщина лет 55 с рыжими волосами. Я изложила свои взгляды на танцы, и она, выслушав меня ласково, пригласила нас с матерью в Богемию, где, по ее словам, нас ждала встреча с артистами и литераторами. В тот же вечер мы пошли в этот клуб. Он находился в верхнем этаже высокого здания и представлял собой несколько комнат с незатейливой обстановкой, состоявшей из стульев и столов. Самые необыкновенные люди, мною когда-либо встреченные, наполняли помещение, и среди них выделялась Эмбер, кричавшая мужским голосом «Объединяйтесь, добрые богемцы! Добрые богемцы, объединяйтесь!» И в ответ на ее призыв богемцы поднимали кружки с пивом и отвечали криками и песнями. В такой обстановке я выступила со своей священной пляской. Богемцы стали в тупик. Они не знали, как меня понять, но все же решили, что я милая девочка и приглашали заходить каждый вечер. Они были самым причудливым людским сочетанием. Тут были поэты, художники, артисты всех национальностей и связывало их лишь одно полное отсутствие денег. Я подозреваю, что, как и мы, многие богемцы не питались бы ничем, не будь в клубе бутербродов и пива, которые большей частью поставлялись щедрый эмбер. Среди богемцев был поляк по фамилии Миросский, лет сорока пяти, скопной рыжих курчавых волос на голове, рыжей бородой и проницательными голубыми глазами. Обычно он сидел в углу, курил трубку и с иронической улыбкой следил за тем, что представляли богемцы. Но он был единственной из толпы, перед которой я в те дни танцевала, понимавший мои идеалы и мою работу. Он был тоже очень беден, но все же часто приглашал мать и меня обедать в какой-нибудь ресторанчик или загород, где угощал завтраком в лесу. Он страстно любил золотень и, приходя ко мне, всегда приносил эти цветы охапками. С тех пор эти красно-золотые цветы связываются в моем представлении с рыжими волосами и бородой Миросского. Странный он был человек, поэт и художник, он пытался зарабатывать себе пропитание коммерческими делами в Чикаго, но безуспешно и чуть не умирая с голоду. Тогда я была еще совсем маленькой девочкой и не могла понять ни его трагедии, ни его любви. Мне кажется, что в наше время, полное софизмов, никто не может себе представить, насколько невежественны и наивны были американцы тех дней. Мои жизненные понятия отличались тогда исключительно лиричностью и романтизмом. Я была еще совершенно чужда физическим проявлением любви, и прошло много времени, прежде чем я отчетливо поняла, какую дикую страсть я возбуждала в Миросском. Этот 45-летний или близкий к этому возрасту человек влюбился с той безумной страстью, на которую способен только поляк, в наивную, невинную девочку, какой я тогда была. У матери, очевидно, не было никаких подозрений, и она позволяла нам подолгу оставаться одним. Частое пребывание вдвоем и продолжительные прогулки в лесу произвели, в конце концов, должное психологическое действие. Когда он, наконец, не удержался от искушения поцеловать меня и попросил стать его женой, я решила, что это будет самая большая и единственная любовь в моей жизни. Но лето приходило к концу, а мы сидели совершенно без денег. Я убедилась, что мы не можем надеяться достичь чего-нибудь в Чикаго и что надо уехать в Нью-Йорк. Но каким образом? Как-то я прочла в газетах, что великий Августин Дейли вместе со своей труппой, во главе которой блистала Ада Реган, находится в городе. Я пришла к заключению, что должна повидать великого человека, который среди американских антрепренеров пользовался репутацией самого большого эстета и любителя искусства. Я провела много полуденных и вечерних часов у дверей театра и бесконечное число раз просила доложить о себе Августину Дейли. Мне неизменно отвечали, что он слишком занят и что я должна обратиться к его помощнику. От этого я уклонилась, говоря, что мне необходимо лично переговорить с Дейли по важному делу. Наконец, как-то вечером в сумерке я была допущена к всесильному. Августин Дейли был человек редко благородной наружности, но с посторонними умел казаться свирепом. Несмотря на испуг, я собралась с духом и произнесла длинную и необыкновенную речь. Я должна вам открыть великую мысль, господин Дейли, и вы, вероятно, единственный человек в стране, который способен ее понять. Я возродила танец. Я открыла искусство, потерянное в течение двух тысяч лет. Вы великий художник театра, но театру вашему недостает одного. Недостает того, что возвысило древнегреческий театр. Недостает искусство танца, трагического хора. Без него театр является головой и туловищем без ног. Я вам приношу танец, даю идеи, которые революционизируют всю у берегов Тихого океана, среди шумящих хвойных лесов Сьерра-Невады. Мне открылась на вершинах гор Рокки безупречная фигура танцующей молодой Америки. Самый великий поэт нашей страны Уолт Уитман. Я открыла танец, достойный его стихов, как его настоящая духовная дочь. Я создам новый танец для детей Америки, танец, воплощающий Америку. Я приношу вашему театру душу, которая ему недостает, душу танцора. Так, как вы знаете, продолжала я, стараясь не обращать внимания на попытки великого антрепренера меня прервать. Этого достаточно. Этого вполне достаточно. Так, как вы знаете, продолжала я, возвышая голос, что родиной театра был танец и что первым актером был танцор. Он плясал и пел. Тогда родилась трагедия, и ваш театр не обретет своего истинного лица, пока танцор не возвратится в него во всем порыве своего великого искусства. Августин Дейли не знал, как отнестись к странному худому ребенку, у которого хватило дерзости так с ним разговаривать, и ограничился тем, что сказал. У меня свободна небольшая роль в пантомиме, которую я ставлю в Нью-Йорке. Первого октября вы можете явиться на репетицию и будете ангажированы, если подойдете. Как вас зовут? Меня зовут Айседорой, ответила я. Айседора, красивое имя, заметил он. Итак, Айседора, я с вами увижусь в Нью-Йорке первого октября. Не помня себя от восторга, я бросилась домой к матери. Мама, наконец-то кто-то меня оценил, воскликнула я. Меня принял в свою труппу великий Августин Дейли. Мы должны быть в Нью-Йорке к первому октября. Это хорошо, сказала мать, но как мы раздобудем билеты? Это был действительно вопрос. Мне пришла в голову блестящая мысль. Я послала следующую телеграмму друзьям в Сан-Франциско. Блестящий ангажемент. Августин Дейли должна быть в Нью-Йорке первого октября. Телеграф напереведите сто долларов на дорогу. Случилось чудо. Деньги появились, а вслед за ними сестра Элизабет и брат Августин, которые воодушевились телеграммой и решили, что наше будущее обеспечено. Безумно взволнованные и полные радужных надежд, мы все-таки умудрились сесть в Нью-Йоркский поезд. Наконец-то, мечтала я, мир меня признает. Я, наверное, упала бы духом, если бы знала, сколько времени должно пройти до того, как это признание совершится. Мироский был вне себя от отчаяния при мысли, что должен расстаться со мной, но мы поклялись друг другу в вечной любви, и я ему объяснила, как легко нам будет пожениться, когда я разбогатею в Нью-Йорке. В то время я, чтобы доставить удовольствие матери, готова была согласиться на брак, хотя в него не верила. Я еще не подняла меч за свободную любовь, за которую впоследствии так много боролась. Глава четвертая Нью-Йорк сразу же произвел на меня впечатление города, более близкого к искусству, чем Чикаго. Кроме того, я была счастлива снова находиться около моря. Города, удаленные от моря, меня всегда душат. Мы остановились в пансионе на одной из боковых улиц, прилегающих к 6-й авеню. В нем собралась странная коллекция людей. Их, как и членов богемы, объединяла одна общая черта. Все они жили в непосредственной близости к выселению, потому что не были в состоянии платить по счетам. В одно прекрасное утро я появилась у дверей ведущих на сцену театра Дейли и была снова допущена к великому человеку. Я хотела, как и в прошлый раз, сообщить ему свои взгляды, но он казался очень взволнованным и занятым. «Мы привезли из Парижа Джен Мэй, светила пантомимы», сказал он. «Для вас тоже есть роль, если вы сумеете выступить в пантомиме». Пантомима мне никогда не представлялась искусством. Движение является выражением лирики и эмоции, которое не имеет ничего общего со словами. В пантомиме же слова заменяются жестами, и она таким образом не представляет собой ни хореографического, ни драматического искусства, а находится между ними и поэтому ничего не дает. Но другого выхода не было и приходилось брать роль. Я взяла ее домой для ознакомления и нашла, что все вместе взятое очень глупо и совершенно недостойно моих стремлений и идеалов. Первая репетиция была страшным разочарованием. Джен Мэй была маленькая, крайне вспыльчивая женщина, пользовавшаяся всяким удобным случаем, чтобы выйти из себя. Мне показалось верхом нелепости, когда пришлось указывать на нее пальцем, чтобы сказать «вы», прикладывать руку к сердцу, чтобы сказать «любите» и сильно ударять себя в грудь, чтобы сказать «меня». Во все это я вкладывала так мало души, что Джейн Мэй пришла в негодование. Повернувшись к господину Дейли, она объявила, что у меня нет ни капли таланта и что роль мне совершенно не по силам. Я сообразила, что мы можем оказаться на мели в пансионе во власти бессердечной хозяйки. Перед моими глазами встал образ маленькой хористки, накануне выброшенной на улицу без вещей, и я вспомнила все, что выстрадала мать в Чикаго. От этих мыслей слезы выступили у меня на глазах и потекли по щекам. Я выглядела, вероятно, очень жалкой и несчастной, так как лицо господина Дейли смягчилось. Он потрепал меня по плечу и сказал, обращаясь к Джен Мэй, посмотрите, как она выразительно плачет, она научится. Репетиции были для меня настоящим мытарством. Мне приказывали делать движения, которые я находила вульгарными и глупыми, и которые не стояли ни в какой связи с музыкой, под которую исполнялись. Но юность быстро приспосабливается, и я, в конце концов, освоилась с ролью. Джен Мэй играла Пьеро, и был момент, когда я должна была ему признаваться в любви. Трижды под различные мелодии мне приходилось подходить к Пьеро и целовать его в щеку. На генеральной репетиции я это проделала так энергично, что на белой щеке Пьеро остались следы моих красных губ. Пьеро немедленно превратился в полную ярости Джен Мэй и стал меня награждать оплеухами. Прекрасное начало театральной карьеры. И все же, по мере того, как шли репетиции, я не могла не восторгаться необыкновенной и живой выразительностью этой мимической артистки. Она могла бы стать великой танцовщицей, не будь она заключена в ложные и пошлые рамки пантомимы. Но рамки были слишком тесны. Мне всегда хотелось сказать участникам пантомимы, если вы хотите говорить, то почему же вы не говорите, зачем тратить столько усилий на жесты, словно в училище для глухонемых. Настал вечер первого представления. Я была одета в голубой шелковый костюм директории, имела на голове светлый парик и большую соломенную шляпу. Горе тебе, революция искусства, которую я хотела произвести в мире. Я потеряла свой облик и совершенно преобразилась. Милая мама сидела в первом ряду и была сильно смущена, но и тут не предложила вернуться в Сан-Франциско, хотя я видела, насколько она огорчена. Столько борьбы и такой жалкий результат. У нас совершенно не было денег, пока шли репетиции этой пантомимы. Нас выселили из пансиона и пришлось нанять две комнаты без всякой меблировки на 180-й улице. Денег на разъезды не хватало, и я часто бывала принуждена идти пешком к Августину Дейли на 29-ю улицу. Чтобы путь казался короче, я придумала целый ряд способов передвижения. Бежала по грязи, ходила по деревянным тротуарам и прыгала по каменным. У меня не было средств на завтрак, и пока все уходили подкрепиться, я забиралась в литерную ложу и в изнеможении засыпала. А потом на голодный желудок снова принималась за репетицию. До начала спектаклей я таким образом репетировала в течение шести недель, а затем целую неделю выступала раньше, чем получила жалования. После трех недель в Нью-Йорке труппа отправилась странствовать, выступая всюду по одному разу. На все мои расходы я получала 15 долларов в неделю, причем половину посылала домой матери, чтобы дать ей возможность как-нибудь существовать. Когда мы выгружались на вокзале, я не ехала в гостиницу, а брала свой чемодан и пешком отправлялась разыскивать пансион подешевле. Я не могла тратить на себя больше 50 центов в день, и иногда мне приходилось плестись бесконечно долго, прежде чем я находила то, что искала. Порой я попадала в очень странные закоулки. Как-то мне отвели комнату без ключа, и мужское население квартиры, почти поголовно пьяное, все время пыталась проникнуть ко мне. В ужасе я протащила тяжелый шкаф через всю комнату и забаррикадировала им дверь, но и после того не решалась заснуть и всю ночь была на стороже. Я не могу себе представить более позабытого богом существования, чем то, которое называется путешествием с театральной труппой. Со мной было несколько книг, и я читала без устали. Я каждый день писала длинные письма Ивану Миросскому, но не думаю, чтобы из них он мог составить себе ясное представление, насколько я несчастна. После двухмесячного турне наша труппа возвратилась в Нью-Йорк. Все предприятие закончилось для господина Дейли большими убытками, и Джин Мэй вернулась в Париж. Что ожидало меня? Я снова явилась к господину Дейли и опять сделала попытку заинтересовать его своим искусством, но он казался совершенно глухим и безразличным ко всему, что я могла ему предложить. Моя труппа уезжает и берет с собой сон в летнюю ночь, сказал он. Если хотите, вы можете танцевать в феерии. Я считала, что танец должен выражать чувства и стремление человека. Феи меня не интересовали, но я согласилась и предложила протанцевать в лесной сцене перед появлением Титании и Аберона под скерцем Мендельсона. Когда взвился занавес и начался сон в летнюю ночь, я была одета в длинную прямую тунику из белого и золотого газа с двумя крыльями, покрытыми блестками. Я категорически отказывалась от крыльев, считая их смешными, и пыталась убедить господина Дейли в том, что могу изобразить крылья, не прибегая к картону, но он настоял на своем. В первый спектакль я вышла танцевать одна. Я была в восторге. Наконец-то я могла танцевать одна на большой сцене перед большой публикой. И я танцевала так хорошо, что публика разразилась неожиданными аплодисментами. Я произвела так называемую сенсацию. Вернувшись, я ожидала увидеть радостного господина Дейли и принять его поздравление. Но он встретил меня с бешеной яростью. «Здесь не кафе Шантан», загремел он. «В самом деле, являлось совершенно неслыханным, чтобы публика аплодировала этому танцу. В следующий вечер, выбежав на сцену, я увидела, что все огни потушены. И каждый раз, как я выступала в сне в летнюю ночь, мне приходилось танцевать в темноте. На сцене ничего не было видно, кроме белого, порхающего существа. После двухнедельного пребывания в Нью-Йорке сон в летнюю ночь тоже отправился в турне. И опять начались унылые переезды и поиски пансионов, с той только разницей, что теперь мое жалование было повышено до 25 долларов в неделю. Так прошел год. Я была крайне несчастна. Мои мечты, идеалы, стремления, все казалось напрасным. В трубе меня считали странной, и я сошлась с очень немногими. За кулисами я прогуливалась с томиком Марка Аврелия в руках и старалась придерживаться стоической философии, чтобы заглушить постоянное чувство отчаяния. Звездой труппы Августина Дейли считалась Ада Реган, выдающаяся артистка, но крайне несимпатичный человек, в особенности в отношениях с младшими артистами, и единственной моей радостью было следить за ее игрой. Она редко гастролировала со странствующей труппой, которой я принадлежала, но по возвращении в Нью-Йорк я часто любовалась ею в ролях Розалинды, Беатрисы и порции. Женщина эта была одной из величайших артисток мира, но в повседневной жизни ничем не старалась заслужить расположение других членов труппы. Очень горда и замкнутая, она, казалось, считала за труд даже поздороваться с нами, так как за кулисами было однажды расклеено такое объявление. Просят принять к сведению, что труппа может не здороваться с госпожой Реган. За те два года, что я работала у Августина Дейли, я ни разу не имела удовольствия беседовать с госпожой Реган. Она, очевидно, считала всю меньшую братью недостойной своего внимания. Помню, как однажды ее задержал Дейли, занимавшаяся с нами групповыми сценами, и она, указав на нас рукой, воскликнула, «Послушайте, батенька, как вам не стыдно заставлять меня ждать из-за этих ничтожеств?» Принадлежа к ничтожествам, я, естественно, не была в восторге от ее замечания. Я не могу понять, как такая великая артистка и очаровательная женщина, как Ада Реган, могла быть столь мелочной, и могу это объяснить только тем, что ей в то время было уже почти пятьдесят лет. Долгое время она была кумиром Августина Дейли, и ее, должно быть, возмущало, когда впоследствии он выбирал из труппы какую-нибудь хорошенькую девушку и на две-три недели, а иногда на два или три месяца, без всякой видимой причины, но, вероятно, по соображениям неприятным госпоже Реган, выдвигал избранницу на первой роли. Я глубоко восхищалась Адой Реган как артисткой, и в те времена услышать от нее ласковое слово ободрения было бы очень важно для всей моей последующей жизни. Но за все два года она даже ни разу не взглянула на меня. Мало того, когда я танцевала в буре в сцене бракосочетания Миранда и Фердинанда, она умышленно отворачивалась в течение всего танца, чем привела меня в такое смущение, что я с трудом могла продолжать. Во время нашего турне со сном в летнюю ночь мы попали в Чикаго. Я была вне себя от радости при встрече с моим предполагаемым женихом. Снова стояло лето, и в дни, свободные от репетиций, мы подолгу гуляли в лесу. Я все больше и больше ценила ум Ивана Миросского. Через несколько недель я уехала в Нью-Йорк, условившись, что он вскоре последует за мной и там на мне женится. Узнав об этом, мой брат навел справки и выяснил, что у Миросского уже есть жена в Лондоне. Мать в ужасе настояла на полном разрыве. Глава пятая Вся наша семья была теперь в Нью-Йорке. Мы умудрились нанять мастерскую художника с ванной и купили пять пружинных матрацев, так как я хотела иметь достаточно места для танцев. Мы завесили стены драпировками, а матрацы на день ставили стаймя. Кровати у нас не было, и мы спали на матрацах и укрывались перинами. Как и в Сан-Франциско, Элизабет открыла школу, помещавшуюся тут же. Августин вступил в театральную труппу и дома бывал редко. Он большей частью проводил время на гастролях. Раймонд пробовал свои силы в журналистике. Для покрытия расходов мы сдавали мастерскую по часам преподавателям пения, музыки, декламации и так далее. Комната была только одна и всей семье приходилось уходить гулять. Я вспоминаю, как бродила в снегу по центральному парку, стараясь не замерзнуть. Вернувшись домой, мы подслушивали у двери. Один из учителей декламации всегда давал заучивать стихотворение «Мебель, маленькая мебель, стоит, прижавшись лицом к стеклу» и сам повторял его с утрированным пафосом. Ученик же читал монотонным голосом и без всякого выражения, что неизменно вызывало восклицание преподавателя. «Но неужели вы не чувствуете всего пафоса? Неужели вы его не чувствуете?» Августину Делли пришла в это время в голову мысль поставить гейшу. «Мне было назначено петь в квартете. Мне, которая в своей жизни не могла пропеть ни одной ноты. Мои три компаньона жаловались, что я их постоянно сбиваю с тона, и поэтому я стояла паенькой рядом и открывала рот, не издавая ни звука. Мать удивлялась, что я сохраняю очаровательное выражение лица, в то время, как остальные, когда поют, строят ужасные гримасы. Глупость гейши была последней каплей, переполнившей чашу в моих отношениях с Августином Дейли. Однажды, проходя по темному театру, он увидел меня, плачущей на полу ложи. Наклонившись, он спросил, что случилось, и я ответила, что не могу больше выносить бессмысленности того, что творится в его театре. Он возразил, что гейша ему нравится не больше, чем мне, но что необходимо заботиться о финансовой стороне дела. Затем, чтобы утешить, Дейли погладил меня по спине, но это меня только рассердило. «Какой смысл держать меня с моим талантом здесь?» сказала я, «раз мне все равно не находят применения». Дейли взглянул на меня с испуганным удивлением, промычал «ггг» и удалился. Это была моя последняя встреча с Августином Дейли, так как несколько дней спустя я, набравшись храбрости, подала заявление о выходе из состава труппы. Я научилась питать отвращение к театру, постоянные повторения одних и тех же слов и движений, интриги, своеобразные взгляды на жизнь и вообще вся театральная обстановка меня отталкивали. Я покинула Дейли, и выдворилась в студии в Карнеге-холл. Денег было очень мало, но зато я снова могла носить свою маленькую белую тунику и танцевать под музыку матери. Несчастной матери приходилось часто играть мне целые ночи напролет, так как днем мы имели очень мало возможности пользоваться мастерской. В те дни меня увлекала музыка Этельберта Невина, и я сочиняла танцы для его Нарцисса, Офелии, водяных нимф и тому подобное. Как-то во время моих упражнений в мастерскую вбежал молодой человек с дикими глазами и волосами, стоявшими дыбом. Несмотря на его молодость, им, казалось, уже владела та страшная болезнь, которая впоследствии свела его в могилу. Он с криками бросился ко мне. «Я слышал, что вы танцуете под мою музыку! Я вам это запрещаю! Запрещаю! Моя музыка не для танцев! Никто не должен под нее танцевать!» Взяв его за руку, я усадила его на стул. «Посидите здесь», — сказала я, — «и я потанцую под вашу музыку. Если вам не понравится, клянусь, что больше никогда не повторю этого». И я стала танцевать Нарцисса. В мелодии я уловила грезы юноши Нарцисса, стоявшего у ручья, пленившегося собственным отражением и, в конце концов, превратившегося в цветок. Еще не замерла последняя нота, как композитор сорвался со стула, ринулся ко мне и заключил меня в свои объятия. Он глядел на меня глазами полными слез. «Вы — ангел», — произнес он, — «вы — волшебница! Я видел эти самые движения, когда творил». Затем я протанцевала Офелию и, наконец, водяных нимф. Он приходил все в больший и больший восторг. В конце концов, он сам уселся за рояль и стал тут же творить для меня дивный танец, который назвал «Весна». Впоследствии меня всегда огорчало, что этот танец никем не был записан, хотя композитор и играл его много раз. Невин был в таком упоении, что предложил мне устроить несколько совместных выступлений в малом зале Карнеги Холла под его собственный аккомпанемент. Первый вечер прошел с большим успехом. Ряд последующих вызвал в Нью-Йорке большую сенсацию и, возможно, что если бы мы были достаточно практичны и нашли хорошего импресарио, моей артистической карьере уже тогда было бы положено блестящее начало. Но мы отличались замечательной наивностью. Многие дамы общества присутствовали на вечерах, и мой успех вызвал ряд приглашений в частные дома Нью-Йорка. В те времена я иллюстрировала танцами стихи Амара Хаяма в переводе «Фиджеральда», которые мне читались вслух, пока я танцевала, братом Августином или сестрой Элизабет. Приближалось лето. Я была приглашена госпожой Астер танцевать на ее вилле в Нью-Порте. Мы с матерью и Элизабет отправились в Нью-Порт, представлявший собой в то время самый модный курорт. Госпожа Астер была для Америки тем же, чем королева была для Англии. В ее присутствии люди пугались и благоговели больше, чем в присутствии коронованной особы. Но со мной она была очень ласкова. Она устраивала представление на лужайке перед домом, и самое избранное общество Нью-Порта смотрела на мои танцы. У меня есть снимок, сделанный во время одного такого представления, и на нем изображена госпожа Астер, сидящая рядом с Гарри Лейером и окруженная Виндербильтами, Бельмонтами, Фишами и так далее. Затем я стала танцевать и в других виллах Нью-Порта, но дамы общества оказались такими экономными, что нам еле-еле хватало на покрытие расходов по путешествию и на жизнь. Кроме того, хотя все они считали мои танцы очаровательными, но ни одна не понимала, что я, собственно, делаю. И, в общем, наше пребывание в Нью-Порте нас разочаровало. Эти люди так поглощены снобизмом и блеском богатства, что совершенно не чувствовали искусства. В те времена артисты считались чем-то низшим, каким-то подобием старшей прислуги. Но с тех пор многое изменилось, особенно когда по-деревски стал президентом республики. Как прежде меня не удовлетворяла жизнь в Калифорнии, так и теперь у меня явилось желание попасть в среду более свойственную моему сердцу, чем Нью-Йоркское. И я принялась мечтать о Лондоне, о писателях и художниках, которых там можно встретить, о Джорджи Мередите, Генрихе Джеймсе, Ватсе, Свинбурне, Берн Джонсе, Уистлере. Это были магические имена, а ведь в Нью-Йорке, говоря по правде, я ни разу не нашла интеллектуального сочувствия и поддержки своих идей. Тем временем школа Элизабет развивалась, и мы переехали из мастерской в Карнеги-холл в две большие комнаты в нижнем этаже гостиницы Винсор. Комнаты эти стоили 90 долларов в неделю, и мы скоро поняли невозможность тратить на квартиру такие деньги. И в самом деле, хотя внешне наши дела шли успешно, наша бухгалтерия показывала дефицит. Винсор был мрачной гостиницей, и жить там, да еще платить крупные деньги, не доставляло никакого удовольствия. Однажды ночью мы грелись с сестрой у огня и придумывали способ достать денег, чтобы оплатить счета. Наконец я воскликнула. Единственное, что нас может спасти, это пожар гостиницы. В третьем этаже, в комнатах, переполненных старинными вещами и картинами, жила очень богатая старая дама. Она имела обыкновение спускаться по утрам ровно в восемь часов в столовую, чтобы позавтракать. Мы решили, что завтра я попадусь ей навстречу и попрошу в долг, что я и сделала. Старуха оказалась в плохом настроении, отказала в деньгах и стала жаловаться на кофе. «Я прожила в этой гостинице много лет», сказала она, «но уеду, если мне не станут подавать лучшего кофе». И действительно, она покинула гостиницу в тот же день, сгорев в объятом пламенем здании. Элизабет, с необыкновенным присутствием духа, спасла свою школу, приказав ученикам взяться за руки и выведя всю цепь из горящего дома. Но спасти ничего не удалось, и все наше имущество, включая дорогие нам семейные портреты, погибло в огне. Мы приютились в одной комнате в гостинице Букингем, и через несколько дней оказались в том же состоянии, в каком приехали в Нью-Йорк, то есть без единого пения. «Это судьба», — заявила я. «Мы должны ехать в Лондон». Глава шестая Из-за всех этих несчастий мы очутились в Нью-Йорке к концу сезона на Мели, и тогда-то мне пришла в голову мысль ехать в Лондон. Пожар в гостинице Виндзор лишил нас всех вещей, даже необходимой смены белья. Моя работа у Августина Дели и выступление перед высшим обществом Ньюпорта и Нью-Йорка, так называемыми «четыреста», повергла меня в состоянии горького разочарования. Я чувствовала, что бессмысленно дольше стучаться в наглухо запертую дверь Америки, республика так холодна, и главным моим желанием стала поездка в Лондон. Семья наша теперь состояла из четырех человек. Августин, разъезжая со странствующей труппой, влюбился, исполняя роль Ромео, в шестнадцатилетнее дитя Джульетту и в один прекрасный день вернулся домой с известием о своем браке. Нам это показалось изменой. По причине, которую я так и не поняла, мать пришла в бешенство. Она поступила так же, как при первом посещении семьи отцом, о котором я уже писала, вышла в соседнюю комнату и захлопнула за собой дверь. Элизабет молчаливо замкнулась в себе, а с Раймондом сделалась истерика. Я единственная выразила ему сочувствие и предложила побледневшему от волнения брату пойти к его жене. Пройдя по боковой улице, я поднялась на пятый этаж и в убогой комнатке нашла Джульетту. Хорошенькая и хрупкая, она выглядела больной и поведала мне, что ждет ребенка. Таким образом, Августина приходилось исключить из наших лондонских планов. Семья начала на него смотреть, как на павшего и недостойного великой будущности, к которой мы стремились. И вот в начале лета мы снова оказались в пустой мастерской без гроша денег. Мне пришла в голову блестящая мысль просить богатых дам, у которых я танцевала, снабдить нас суммой, достаточной для поездки в Лондон. Прежде всего, я посетила даму, жившую в роскошном доме, напоминавшем дворец, расположенном на 59-й улице и выходившем окнами в центральный парк. Я ей рассказала о пожаре в гостинице «Виндзор», о гибели всего нашего имущества, о том, что не нахожу в Нью-Йорке надлежащей себе оценки, но уверена, что в Лондоне меня признают. В конце концов, она написала чек и вручила его мне. Я ушла от нее со слезами на глазах и приплясывая. Но, дойдя до Пятой авеню, увидела, что чек, увы, только на 50 долларов, сумму, совершенно недостаточную для переезда всей семьи в Лондон. Тогда я решила обратиться к жене другого миллионера, жившей при въезде на Пятую авеню, и прошла пешком все 50 кварталов между 59-й улицей и его дворцом. Здесь меня приняли еще более неприветливо, и пожилая дама сделала мне выговор за неосуществимость моих планов, причем прибавила, что отнеслась бы ко мне иначе, если бы я изучала настоящее балетное искусство, так как знала когда-то балерину, составившую себе состояние. Я пылко отстаивала свои взгляды, почувствовала себя дурно и покачнулась. Было 4 часа дня, а я еще не завтракала. Тут хозяйка немного расстроилась и позвонила великолепному лакею, который принес мне чашку шоколада и сухарей. Хорошая шоколад и сухари слезами, я все-таки продолжала убеждать даму в безусловной необходимости нашей поездки в Лондон. «Я когда-нибудь сделаюсь знаменитостью», сказала я ей, «и вы не пожалеете, что признали американский талант». Наконец, владелица почти 60-ти миллионного состояния вручила мне чек и тоже на 50 долларов, но прибавила, «Вы мне их вернете, когда разбогатеете». Я их не вернула, так как предпочла раздать бедным. Таким образом, я обошла большинство нью-йоркских миллионерш, и в один прекрасный день мы оказались обладателями чудовищной суммы в 300 долларов, на которую мы должны были доехать до Лондона. Этой суммы не могло хватить на билеты второго класса на пассажирском пароходе, если мы хотели приехать в Лондон хоть с какими-нибудь деньгами». Раймонду пришла в голову удачная мысль поискать в порту, и он нашел маленький пароход, отправляющийся в гуль с грузом скота. Капитан был так растроган рассказом Раймонда, что согласился принять нас на борт в качестве пассажиров, хотя это и запрещалось правилами, и в одно прекрасное утро мы погрузились, имея при себе всего-навсего несколько чемоданов, так как все сундуки погибли при пожаре Виндзора. Мне кажется, что именно под влиянием этой поездки Раймонд сделался вегетарианцем, так как вид нескольких сотен несчастных животных, отправляемых в Лондон с далекого запада, скученных в трюме, наносящих друг другу раны рогами и жалобно стонущих, произвел на нас очень сильное впечатление. Впоследствии, путешествуя в роскошной каюте на больших океанских пароходах, я не раз вспоминала о нашем плавании на грузовом судне и о нашем тогдашнем радостном и веселом настроении, и задумывалась над тем, не содействует ли атмосфера постоянной роскоши, развитию неврастении. Мы питались исключительно солониной и чаем, отдававшим соломой. Койки были твердые, койоты маленькие и стол плохой, и тем не менее мы были очень счастливы в течение двухнедельного переезда в Гуль. Нам было стыдно открывать на подобном пароходе нашу настоящую фамилию, и поэтому мы назвались фамилией нашей бабушки с материнской стороны О. Торман. Я сделалась маги О. Торман. Помощник капитана был ирландец. Мы вместе проводили на палубе лунные ночи, и он часто мне говорил «Право, маги О. Торман, я был бы вам хорошим мужем, если бы вы позволили». Иногда вечером любезный капитан доставал бутылку виски и угощал нас горячим грогом. Вообще это было чудное время, несмотря на многие трудности, и только мычание и рев скота в трюме несколько нас удручали. Интересно, перевозят ли до сих пор скот таким варварским способом? Майским утром О. Торманы высадились в гуле и отправились на вокзал, а несколько часов спустя дунканы приехали в Лондон. Насколько помню, мы нашли квартиру около мраморной арки по объявлению в газете «Таймс». Первые дни пребывания в Лондоне прошли в бесконечных поездках по городу в омнибусах за пенни, поездках, сопровождавшихся восторгами и удивлением, граничившим с экстазом. Мы совершенно забыли, насколько ограничены наши средства. Мы часами осматривали достопримечательности столицы, пройдили по Вестминстерскому аббатству, Британскому музею, музею в Южном Кенсингтоне, Лондонской башне, Садам-Кью, Ричмоннскому парку, Хэмптон-Корту, и, возвращаясь домой, усталые и взволнованные, видели себя точно туристы, у которых остался в Америке отец, присылающий им деньги. Только по прошествии нескольких недель раздраженная хозяйка вывела нас из блаженного сна требованием квартирной платы. Однажды, вернувшись из Национальной галереи, где мы прослушали очень интересную лекцию о Венере и о Донисе Корреджио, мы увидели захлопнувшуюся перед нашим носом дверь и остались стоять на улице, вспоминая наши жалкие пожитки, запертые в квартире. При осмотре карманов выяснилось, что на всех имеется около шести шиллингов. Мы отправились к мраморной арке и, войдя в Кенсингтонский парк, сели на скамью, чтобы обдумать наш следующий шаг. Глава седьмая Просмотрев психологическую фильму наших жизней, мы, конечно, были бы поражены и воскликнули бы «Не может быть, чтобы все это произошло с нами». Разумеется, те четверо людей, которых я вспоминаю, идущими по улицам Лондона, могли с таким же основанием существовать воображение Чарльза Диккенса, по крайней мере, и теперь я с трудом верю в их реальность. Неудивительно, что мы, молодые и жизнерадостные, сохраняли бодрость среди всех этих бед, но мне представляется невероятным, когда я вспоминаю те дни, как несчастная мать, женщина уже пожилого возраста, испытавшая в жизни столько невзгод и лишений, могла смотреть на происходившее, как на обычный ход событий. Мы шли по улицам Лондона без денег, без друзей, не имея средств, чтобы найти приют на ночь. Мы пытались устроиться в двух или трех гостиницах, но всюду требовали деньги вперед, ссылаясь на отсутствие вещей. Хозяйки меблированных квартир, куда мы обращались, оказались столь же бессердечными. Нам ничего больше не оставалось, как расположиться на скамейке зеленого парка, но оттуда нас прогнал полицейский. Так продолжалось три дня и три ночи. Мы питались булочками за пенни, но проводили дни в британском музее. Такова уж была наша поразительная жизнеспособность. Помню, как я читала английский перевод «Путешествие в Афины» Винкельмана и горько рыдала над его трагической смертью по возвращении из дальнего пути, совершенно позабыв о наших собственных несчастьях. Но на заре четвертого дня я решила, что необходимо что-то предпринять. Приказав матери, Раймонду и Элизабет следовать за мной, не говоря ни слова, я прямо вошла в одну из самых роскошных гостиниц Лондона. Я сообщила полусонному ночному Швейцару, что мы сейчас приехали ночным поездом, что вещи наши идут багажом из Ливерпуля, приказала отвезти нам комнаты и подать кофе и завтрак, состоящий из гречневых пирожков и других тонких американских блюд. Целый день мы провели, наслаждаясь сном в роскошных кроватях. Я несколько раз телефонировала вниз Швейцару и горько жаловалась на то, что багаж еще не прибыл. Мы не можем выйти из комнат, пока не переоденемся, говорила я, и обед был нам подан в номер. На следующее утро, считая, что хитрость не должна переходить пределов, мы вышли из гостиницы так же, как вошли, с той только разницей, что не будили ночного Швейцара. Мы очутились на улице с новым приливом сил, вполне готовые вступить в борьбу с миром. Отправившись в Челси, мы прошли на кладбище тут я заметила на дорожке брошенную газету. Развернув лист, я прочла заметку о том, что одна дама, в доме которой я танцевала в Нью-Йорке, наняла здесь особняк и устраивает роскошные приемы. На меня снизошло вдохновение. «Подождите меня здесь», сказала я своим. Я побежала в Гроувенерсквер как раз перед завтраком и застала знакомую даму дома. Она меня приняла очень любезно, и я рассказала ей, что приехала в Лондон и выступаю в салонах. «Как раз то, что мне нужно для обеда, который я даю в пятницу вечером», заявила она. «Могли ли бы вы показать что-нибудь из вашей программы сразу же после обеда?» Я согласилась и осторожно намекнула, что для выполнения обязательства потребуется небольшой аванс. Она охотно пошла мне навстречу и выписала чек на 10 долларов, с которым я поскакала обратно на кладбище Челси, где застала Раймонда, произносящим речь на тему о взгляде Платона на человеческую душу. «В пятницу вечером я танцую у госпожи Икс в Гровенер сквере. Вероятно, будет принц Уэльский, наша карьера обеспечена», и я показала им чек. Тогда Раймонд сказал, «Мы должны взять эти деньги, нанять ателье и заплатить за месяц вперед, чтобы никогда больше не подвергаться оскорблениям этих грубых, низких квартирных хозяек». Мы принялись за поиски и вскоре нашли маленькое ателье у самой королевской дороги в Челси, и эту ночь уже провели в нем. За неимением кровати мы спали на полу, но были счастливы, что опять живем как артисты, и мы согласились с мнением Раймонда, что нам не следует жить помещански в меблированных комнатах. На деньги, оставшиеся сервов в виде запаса и, кроме того, несколько аршин легкой материи у Либерти, необходимой для вечера у госпожи Икс. Я танцевала нарцисса Невина, изображая его стройным юношей, я была очень худа, влюбленным в собственное отражение в воде. Затем я танцевала Офелию, того же композитора, и слышала шепот в публике. Откуда у этого ребенка столько трагизма? В конце вечера я протанцевала весеннюю песню Мендельсона. Мать меня аккомпанировала. Элизабет прочла несколько стихотворений Теокрита в переводе Эндрю Ланга, а Раймонд короткую лекцию о танцах и их влиянии на психологию будущего человечества. Это было слишком возвышенно для хорошо упитанной аудитории, но все-таки успех был большой, и хозяйка пришла в восторг. Никто из англичан не обратил внимания на мои сандалии, голые ноги и прозрачные драпировки, которые несколько лет спустя вызвали клач в Германии. Но англичане настолько вежливы, что никто не подумал отметить оригинальность моего наряда и, увы, моих танцев. Все говорили «прелестно», «очаровательно», «мы вам очень благодарны» или что-нибудь в этом духе, и больше ничего. Но с этого вечера я стала получать приглашение во многие известные дома. Один день я танцевала перед коронованными особами у леди лоутер, а на другой нам нечего было есть, так как мне не всегда платили. Хозяйка дома говорила «Вы будете танцевать перед герцогиней такой-то и графиней такой-то. На вас будет смотреть такое изысканное общество, что вы сразу завоюете себе признание в Лондоне». Помню, как на одном благотворительном вечере, на котором я танцевала в продолжении четырех часов, титулованная устроительница в виде награды собственноручно налила мне чаю и положила клубники. Но я так плохо себя чувствовала после нескольких дней голодовки, что ягоды с жирными сливками привели меня в очень плачевное состояние. А другая дама подняла целый мешок, наполненный золотом, показала его мне и сказала «Посмотрите, какую уйму денег вы помогли собрать для нашего убежища для слепых девушек». Мать и я были слишком чувствительны, чтобы говорить этим людям, как жестоко они поступают. Больше того, мы отказывали себе в пище, чтобы быть прилично одетыми и казаться преуспевающими людьми. Мы взяли на прокат рояль и купили несколько складных кроватей для ателье, но большую часть времени проводили в британском музее, где Раймонд делал наброски с греческих ваз и барельефов, а я пыталась воплощать их под музыку, которая, как мне казалось, гармонировала с ритмом ног, посадкой головы Диониса и метанием диска. Кроме того, мы проводили несколько часов ежедневно в библиотеке британского музея, а завтракали в столовой, довольствуясь копеечной булкой и кофе с молоком. Красота Лондона сводила нас с ума. В Америке мне не доставало культурных и архитектурных красот, зато теперь я упивалась ими в сласть. В момент нашего отъезда из Нью-Йорка исполнился год с тех пор, как я в последний раз виделась с Иваном Миросским. Теперь я вдруг получила письмо от друзей из Чикаго, которые сообщали, что он вступил волонтером в ряды войск во время Испанской войны, добрался до лагеря во Флориде и там умер от брюшного тифа. Письмо было для меня страшным ударом. Я не могла поверить, что это правда. Как-то после обеда я зашла в институт Купера и долго рылась в старых газетах и, наконец, нашла его фамилию, напечатанную мелким шрифтом в списке погибших. В письме, между прочим, был указан адрес его жены в Лондоне, и я однажды взяла экипаж и поехала искать госпожу Миросскую. Ехать пришлось очень далеко, куда-то в Гаммерсмит. Я все еще отчасти находилась под пуританским влиянием Америки и считала ужасным, что Иван Мироский оставил в Лондоне жену, о которой мне никогда не говорил. Поэтому я никому не сказала о своих намерениях. Я дала Кучеру адрес, и мы отправились на окраину города за несколько миль от центра. Длинными рядами теснились серые невзрачные домики, похожие друг на друга, с унылыми и грязными воротами и названиями одно параднее другого. Тут были Коттедж в Шервуде, Домик в Долине, Элес Мир, Энис Мур и множество других неподходящих названий, и в конце концов мы добрались до Звездного домика, у дверей которого я позвонила. Лондонская горничная, более мрачная, чем они бывают обыкновенно, мне открыла. Я спросила госпожу Мировскую, и меня провели в душную гостиную. На мне было белое муслиновое платье директуар с голубым поясом, большая соломенная шляпа на голове, из-под которой падали на плечи локоны. Через потолок доносились шаги, и чей-то резкий звонкий голос командовал «Порядок, дети, порядок!» В Звездном домике помещалась школа для девочек. Мною обладело странное чувство, смесь боязни и ревности, несмотря на трагическую смерть Ивана, как вдруг в комнату вошло самое странное существо, которое я когда-либо видела в жизни, ростом не выше четырех футов, худое до прозрачности, с сияющими серыми глазами, редкими седыми волосами и маленьким бледным лицом с поджатыми тонкими бескровными губами. Мироская приняла меня не очень любезно. Я пыталась объяснить, кто я такая. «Знаю», сказала она, «вы Айседора. Иван много раз мне о вас писал». «Мне очень жаль», пробормотала я, «он мне никогда о вас не говорил». «Нет», ответила она, «он бы не стал говорить обо мне, но я должна была к нему поехать, а вот теперь он умер». Она произнесла это таким тоном, что я расплакалась. Из ее глаз тоже покатились слезы. Они нас сразу сблизили, и нам показалось, что мы давно знаем друг друга. Она повела меня в свою комнату, где все стены были покрыты фотографиями Ивана Миросского. Вот его лицо в молодости, мужественное лицо редкой красоты. Вот он в солдатском мундире, в рамке, окруженной крепом. Она мне рассказала всю их жизнь, как он отправился искать счастье в Америке и как не хватило денег на путешествие вдвоем. «Я должна была к нему присоединиться», говорила она. «Он все писал, у меня скоро будут деньги, и ты тогда приедешь». Проходили годы, а жена Миросского все продолжала преподавать в школе для девочек. Ее волосы успели посидеть, а Иван все не высылал денег на переезд в Америку. Я сидела в ее комнате, окруженной фотографиями Ивана, а она крепко держала меня за руки и говорила, говорила о нем без конца, пока я не сообразила, что становится темно. Она взяла с меня слово, что я еще зайду к ней, а я, в свою очередь, пригласил ее к нам, но она возразила, что никогда не имеет свободной минуты, так как должна заниматься с детьми с утра и до позднего вечера. Ко времени окончания срока найма нашего ателье в Челси установилась очень жаркая погода, и мы наняли меблированное ателье в Кенсингтоне. Тут места было больше, и у меня был рояль. Но в конце июля лондонский сезон закончился, и мы неожиданно оказались с очень малым количеством денег, а нам предстояло прожить весь август. Весь этот месяц мы провели между музеем в Кенсингтоне и библиотекой Британского музея, откуда часто после закрытия возвращались домой пешком. Как-то вечером, к моему удивлению, у нас появилась маленькая госпожа Мироская и пригласила меня обедать. Она была очень взволнована, потому что для нее выезд в город представлял великое событие. К обеду была даже заказана бутылка Бургундского. Она просила подробно описать ей, как выглядел Иван в Чикаго и что он говорил. Я рассказала про золотень, который он любил собирать в лесу, про то, как я раз увидела его с рыжими кудрями, освещенными солнцем и с руками полными цветов золотня, про то, что в моих мыслях он связан с этим цветком. Она принялась плакать, и я также. Мы распили еще бутылку Бургундского и предались воспоминаниям. Наступил сентябрь, и Элизабет, состоявшая в переписке с матерями своих прежних учеников в Нью-Йорке, получила от одной из них чек на возвращение в Америку и решила, что поедет туда делать деньги. Таким образом, заявила она, зарабатывая деньги, я буду делиться с вами, а когда ты сделаешься богатой и знаменитой, я снова соединюсь с вами. Мне вспоминается, как на главной улице Кенсингтона мы купили ей теплое пальто, посадили в поезд, и, осиротевшие, втроем, вернулись в ателье, где в большом унынии провели несколько дней. Наступил октябрь, холодный и мрачный. Впервые мы познакомились с лондонскими туманами, а питание дешевыми супами сделало нас малокровными. Даже британский музей потерял свое очарование. Потекли долгие дни. У нас даже не хватало энергии, чтобы выходить из дому, и мы целыми днями сидели в ателье и играли в шашки кусками картона на самодельной шашечной доске. С удивлением, вспоминая нашу необыкновенную жизнеспособность, я с не меньшим удивлением вспоминаю этот период полного упадка наших сил. Бывали случаи, когда у нас не хватало решимости встать утром с постели, и мы лежали целый день. Наконец, от Элизабет пришло письмо с денежным переводом. Приехав в Нью-Йорк, она остановилась в гостинице Букингем на Пятой авеню, открыла школу и преуспевала. Это придало нам бодрости. Так как срок найма нашего ателье пришел к концу, мы сняли маленький меблированный домик в сквере Кенсингтон. Как-то, теплой ночью бабьего лета, мы с Раймондом танцевали в саду, когда показалась редко красивая женщина в большой черной шляпе, которая подошла к нам и спросила, «С какого места земного шара вас сюда занесло, мои милые?» «С луны, а не с земного шара», ответила я. «С луны так с луны. Во всяком случае, вы прелестны», заявила она. «Не зайдете ли вы ко мне?» Мы последовали за ней в ее чудный дом у сквера Кенсингтон. Там с дивных полотен Берн Джонса, Рассетти и Вильяма Морриса на нас смотрело ее прелестное лицо. Это была госпожа Патрик Кэмпбелл. Сев за рояль, она заиграла и запела старинные английские песни, потом читала нам стихи, а в заключении просила меня протанцевать. Она отличалась царственной красотой, роскошными черными волосами, огромными черными глазами, молочным цветом кожи и шеей богини. Все мы поголовно в нее влюбились, и эта встреча нас окончательно спасла от мрачного настроения, в которое мы впали. Начался перелом в нашей судьбе. Госпожа Патрик Кэмпбелл выразила такой восторг перед моими танцами, что снабдила меня рекомендательным письмом госпоже Джордж Бинтгем. Мы узнали от нее, что молодой девушкой она дебютировала в доме этой дамы в роли Джульетты. Госпожа Бинтгем приняла меня очень мило, и мне впервые пришлось пить английский пятичасовой чай перед камином. В камине, в бутербродах, в крепком чае, в желтоватом уличном тумане и в английской манере растягивать слова есть что-то невыразимо привлекательное. Если до сих пор я была очарована Лондоном, то с этой минуты я его горячо полюбила. В доме царила волшебная атмосфера уюта и комфорта, культуры и удобства, и я должна признаться, что чувствовала себя так же привольно, как рыба, вернувшаяся в родную стихию. Меня сильно прельщала так же прекрасная библиотека. Госпожа Вингем устроила у себя в гостиной вечер с моим участием в присутствии всех артистических и литературных сил Лондона. Тут я встретила того, кто должен был оставить глубокий след в моей жизни. У него, пятидесятилетнего человека, была одна из самых красивых голов, которые я видела. Глубоко запавшие глаза, под высоким лбом, классический нос и тонко очерченный рот, высокая, тонкая, слегка сутулая фигура, седые волосы с пробором посередине, вьющиеся около ушей и на редкость приветливые выражения лица. Таков был Чарльз Галле, сын знаменитого пианиста. Странно, что ни один из многочисленных молодых людей, готовых за мной ухаживать, и существование которых я даже не замечала, не привлекал меня совершенно. Но к этому пятидесятилетнему человеку я с первого взгляда страстно привязалась. Он был большим другом Мэри Андерсон в ее молодости и, пригласив меня пить чай в свое ателье, показал тунику, которая была на ней во время выступления в Кориолане в роли Вергилии, и которую он хранил как священную память. После этого первого посещения наша дружба сильно окрепла, и не проходила дня, чтобы я не заходила к нему в ателье. Он мне много рассказывал о своем близком друге Берн-Джонсе, о Рассете, Вильяме Моррисе и всей школе прерафаэлитов, о Уистлере и Теннисоне, которых он хорошо знал. В его ателье я, как зачарованная, проводила целые часы, и дружбе этого выдающегося художника я отчасти обязана тем, что мне открылось искусство старых мастеров. В те времена Чарльз Галле состоял директором новой галереи, где выставлялись все современные художники. Это была прелестная маленькая галерея с двориком и фонтаном посередине, и Чарльзу Галле пришла в голову мысль, чтобы я там выступал. Он познакомил меня со своими друзьями-художниками, сэром Вильямом Ричмондом, Эндрю Лангом и композитором сэром Губертом Пари. Все они согласились прочесть лекцию. Сэр Вильям Ричмонд об отношении танца к живописи, Эндрю Ланг об отношении мифологии и сэр Губерт Пари об отношении танца к музыке. Я танцевала во дворе, вокруг фонтана, окруженного редкостными растениями, цветами и пальмами. Выступления мои имели большой успех. Газеты печатали восторженные статьи, а Чарльз Галле был вне себя от радости. Все видные люди Лондона приглашали меня на обед или чашку чая, и наступил краткий период, когда счастье нам улыбалось. Однажды днем на многолюдном приеме в маленьком особняке госпожи Рональд я была представлена принцу Уэльскому, впоследствии королю Эдуарду. Он заявил, что у меня тип красавицы Гейнсборо, и это мнение еще увеличило восторги лондонского общества. Наше положение улучшилось, и мы наняли большое ателье у сквера Варвик. Там я проводила целые дни, культивируя вдохновение, навеянное итальянской живописью, которую я изучала в Национальной галерее, хотя мне кажется, что тогда я находилась и под сильным влиянием Берн Джонса и Рассетти. Как раз тогда в жизнь мою вошел юный поэт, только что покинувший университетскую скамью Оксфорда. Обладатель нежного голоса и мечтательных глаз, он происходил от стюартов и звался Дуглас Эйнсли. Ежедневно в сумерки он приносил в ателье три или четыре томика и читал мне стихи Свинбурна, Китца, Браунинга, Рассетти и Оскара Уальда. Он любил читать вслух, а я обожала его слушать. Бедная мать, считавшая совершенно необходимым присутствовать при визитах молодого человека, хотя знала и любила эти стихи, но не могла понять оксфордской манеры их читать и часто засыпала, особенно под стихи Вильяма Морриса. Тогда юный поэт наклонялся ко мне и нежно целовал меня в щеку. Эта дружба давала мне большое счастье, и, имея таких друзей, как Эйнсли и Чарльз Галле, я не искала других. Чарльз Галле жил с очаровательной незамужней сестрой в маленьком старом доме на улице Кадеган. Мисс Галле была со мной тоже очень любезна и часто приглашала на интимные обеды втроем, и с нею я впервые побывала у Генри Ирвинга и Элен Терри. Я впервые увидела Ирвинга в колоколах, и его великий талант так меня взволновал и привел в состояние такого восторженного энтузиазма, что я несколько недель жила под его впечатлением и ночами не могла уснуть. Что же касается Элен Терри, то она сделалась тогда и навсегда осталась идеалом моей жизни. Тот, кто никогда не видел Ирвинга, не в состоянии понять грандиозного размаха и трепетной красоты его передачи. Нельзя описать очарование его интеллектуальной силы и глубины его драматизма. Гений этого артиста был так велик, что даже недостатки его становились качествами, перед которыми можно было только преклоняться. В нем таилось что-то от гениальности и величия Данте. Однажды летом Чарльз Галле повел меня к отцу, знаменитому художнику, и я танцевала ему в саду. В доме художника я увидела чудесное лицо Элен Терри, изображенное на множестве его картин. Мы гуляли с отцем по саду, и он мне рассказывал много прекрасного об искусстве и своей жизни. Элен Терри была тогда в полном расцвете своей обаятельной женственности. Она уже не была высокой стройной девушкой, которая пленила воображение отца, а женщина величавой, с высокой грудью и широкими бедрами, совсем не похожей на излюбленный тип наших дней. Если бы современная публика могла видеть Элен Терри во времена ее славы, она, конечно, досаждала бы артистки советами, как похудеть при помощи диеты, массажа и прочего, но я позволю себе заметить, что величавые выражения Элен пострадала бы, если бы она, подобно теперешним артисткам, тратила свои силы на то, чтобы казаться молодой и худой. Она не была ни тонкой, ни стройной, но, безусловно, являлась прекрасной представительницей своего пола. Таким образом, я в Лондоне вошла в соприкосновение с самыми выдающимися личностями интеллектуального и артистического мира того времени. По мере того, как проходила зима, количество приемов уменьшалось, и я даже одно время вступила в труппу Бенсона, хотя дальше роли первой феи в сне в летнюю ночь и не пошла. Казалось, что антрепренеры театров не были в состоянии понимать мое искусство и почувствовать, насколько мое новаторство может оказаться полезным их постановкам. Кажется странным, когда думаешь, сколько слабых подражаний моей школе появилось впоследствии в постановках Рейнгарда, Жемье и других режиссеров, принадлежащих театральному авангарду. Однажды я получила рекомендательное письмо к леди, тогда еще госпоже, Три. Я поднялась во время репетиции в ее уборную и нашла, что эта дама очень любезна. Следуя ее указаниям, я надела тунику и спустилась на сцену, чтобы танцевать перед Бирбомом Три. Но пока я танцевала весеннюю песнь Мендельсона, он на меня почти не смотрел, а следил с рассеянным видом за полетом мух. Много лет спустя в Москве я напомнила ему этот случай на банкете, на котором он произносил тост в честь меня как одной из величайших артисток мира. «Как?» воскликнул он. «Я видел ваши танцы, вашу молодость и красоту и не оценил их? Вот дурак!» А теперь, добавил он, «Поздно! Слишком поздно!» «Поздно никогда не бывает!» возразила я. С тех пор он меня особенно ценил, но этого я коснусь позже. Я целый день проводила за работой в ателье, а к вечеру заходил поэт и читал мне вслух. Иногда же по вечерам я танцевала художнику или отправлялась куда-нибудь вместе с ним. Они сильно не взлюбили друг друга и старались не появляться одновременно. Поэт не понимал, как можно проводить столько времени со стариком, а художник удивлялся, что развитая девушка находит привлекательного в обществе молокососов. Но я была счастлива дружбой с ними обоими и право не могла сказать, в кого больше влюблена. Воскресенье же принадлежали Галле, и мы завтракали в его ателье и пили кофе, который он сам варил. Однажды он мне разрешил надеть знаменитую тунику Мэри Андерсон, и в ней я позировала ему для множества набросков. Так прошла зима. Глава восьмая «Наши траты все еще превышали заработок, но все-таки это был период относительного покоя. Но мирная атмосфера не удовлетворяла исканий Раймонда. Он уехал в Париж и оттуда весной стал нас бомбардировать телеграммами, умоляя соединиться с ним. И вот в один прекрасный день мы с матерью упаковали вещи и сели на пароход, идущий через канал. После лондонских туманов мы ясным весенним утром приехали в Шербур. Франция нам показалась садом, и всю дорогу от Шербура до Парижа мы высовывались из окна вагона третьего класса. Раймонд нас встретил на вокзале. На нем был отложной воротник и большой галстук бабочкой, а волосы свисали на уши. Мы были несколько поражены метаморфозой, но он объяснил, что это мода латинского квартала, в котором он живет. Он повел нас в свою квартиру, причем на лестнице мы встретили быстро сбегавшую вниз меденетку, и угостил бутылкой красного вина, которая стоила, по его словам, тридцать сантимов. Выпив вино, мы отправились искать ателье. Раймонд знал только два французских слова, и мы шли по улице, повторяя «шерше ателье». Не зная, что слово ателье по-французски значит не только мастерская художника, но и вообще всякая мастерская. Наконец, к вечеру мы нашли меблированное ателье во дворе за необыкновенную цену в 50 франков в месяц. Мы пришли в восторг и заплатили за месяц вперед. Мы не могли догадаться, почему оно сдавалось так дешево, но в первую же ночь нам все стало ясно. Не успели мы улечься, как ателье задрожало, словно от землетрясения, подпрыгнуло и снова стало на место. Это повторялось непрерывно. Раймонд сбежал вниз и узнал, что мы нашли приют над ночной типографией, чем и объяснялась дешевая цена. Наше настроение несколько упало, но в те дни 50 франков значили для нас очень много, и я предложила вообразить себя на берегу моря и думать, что это прибой. Раймонд бросил свою мединетку и посвятил себя мне. От волнения, что находимся в Париже, мы вставали в пять часов утра и начинали наш день танцами в Люксембургском саду, затем бродили по Парижу и подолгу осматривали Лувр. У Раймонда была уже целая папка с зарисовками греческих ваз, и мы столько времени проводили в зале с греческими вазами, что сторож начал к нам подозрительно присматриваться, а когда я жестами объяснила, что я прихожу сюда только чтобы танцевать, щел нас за безвредных помешанных и оставил в покое. Помню, что мы часами просиживали на натертом паркете, скользя, чтобы увидеть нижние полки или поднимались на цыпочки, говоря, смотри, вот Дионис, или иди сюда, вот Медея, убивающая своих детей. Мы ходили в Лувр каждый день, и нас с трудом могли заставить его покинуть после закрытия. Кроме Лувра, мы посещали собор Парижской Богоматери, музей Клюни, Карнавала и ряд других парижских музеев. Я была особенно восхищена группой Карпо перед зданием оперы и фигурой на Триумфальной Арке. Не было статуи, перед которой мы не стояли бы с немым благоговением. Наши юные американские души стремились ввысь от радости, что мы, наконец, вкушали ту культуру, в поисках которой так долго боролись. Весна сменилась летом. Открылась всемирная выставка 1900 года, и к моей великой радости, но к неудовольствию Раймонда, в одно прекрасное утро в нашем ателье на улице Тетэ появился Чаррис Галле. Он приехал на выставку, и с этих пор я стала его постоянной спутницей. Не могло быть спутника умнее и очаровательнее его, и мы целыми днями бродили по выставочным павильонам, обедали по вечерам в ресторане на Эйфелевой башне. Он был воплощением доброты, и когда я уставала, возил меня в кресле на колесиках. А уставала я часто, так как искусство на выставке не было в моих глазах равно искусству Лувра, но я была очень счастлива, так как обожала Париж и обожала Чаррис Галле. По воскресеньям мы садились в поезд и уезжали за город, чтобы гулять по садам в Версале или в лесу Сен-Жермен. Я танцевала в лесу, и он делал с меня эскизы. Так прошло лето. Оно, конечно, не было таким счастливым для бедной матери и Раймонда. У меня осталось одно яркое впечатление от выставки 1900 года, выступления Сади Яка, знаменитой трагической танцовщицы Японии. Каждый вечер мы с Чарльзом Галле бывали потрясены удивительным искусством великой трагической артистки. Еще более сильное впечатление, оставшееся у меня на всю жизнь, произвел на меня павильон Родена, в котором было впервые показано публике полное собрание творений выдающегося скульптора. Приближалась осень, и с ней конец выставки. Чарльз Галле должен был уехать в Лондон. Перед отъездом он познакомил меня со своим племянником Шарлем Нуфларом. «Оставляю Айсидору на ваше попечение», сказал он, уезжая. Нуфлар был немного присыщенный молодой человек лет двадцати пяти. Тем не менее, он совершенно пленился наивностью доверенной ему маленькой американке. Он принялся завершать мое образование в области французского искусства, много рассказывал о готике и приучил ценить Людовиков тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого. «Мы покинули ателье на улице Тетэ и на остатке наших маленьких сбережений наняли большое помещение на авеню Вилье. Раймонд очень оригинально украсил ателье и сильно увеличил наши расходы на газ. Он взял листы оловянной бумаги, свернул их в виде трубок и надел на газовые рожки, отчего рожки стали бросать снопы света наподобие римских факелов». Здесь мать опять вернулась к своей музыке и часами, как в дни нашего детства, играла Шопена, Шумана и Бетховена. При ателье не было ни спальни, ни ванной комнаты. Раймонд нарисовал на стенах греческие колонны, а матрацы, на которых мы спали, днем прятались в резные шкафы. Приблизительно в это время Раймонд придумал свои знаменитые сандалии, сделав открытие, что носить башмаки вредно. Он вообще отличался изобретательным складом ума и три четверти ночи проводил, стуча молотком над своими изобретениями, пока бедная мать и я пытались заснуть на своих матрацах. Шарль Нуфлар был нашим постоянным гостем и однажды привел к нам в ателье двух своих приятелей, хорошенького юношу Жака Воньи и молодого литератора Андре Бонье. Шарль Нуфлар очень мною гордился и ему доставляла большую радость демонстрировать меня своим друзьям в качестве необыкновенного продукта Америки. Конечно, я им тоже танцевала. Я тогда как раз изучала шопеновские прелюдии, вальсы и мазурки. Мать аккомпанировала мне часами. Она играла поразительно хорошо, обладая сильным, чисто мужским ударом, большим чувством и пониманием. Жаку Боньи пришла мысль попросить свою мать, госпожу Де-Сен-Марсо, жену скульптора, пригласить меня как-нибудь вечером потанцевать в кругу ее друзей. У госпожи Де-Сен-Марсо был один из самых блестящих артистических салонов Парижа, и репетиция состоялась в ателье ее мужа. У рояля сидел необыкновенный человек с пальцами кудесника. Я сейчас же почувствовала к нему симпатию. «Какой восторг!» вскричал он. «Какое очарование! Что за прелестное дитя!» И, заключив в объятия, расцеловал меня в обе щеки по французскому обычаю. Это был великий композитор Мессаже. Наступил вечер дебюта. Я танцевала перед такими милыми и восторженными людьми, что была совершенно вне себя от радости. Они с трудом дождались окончания танца, чтобы воскликнуть «Браво! Браво! Как она прелестна! Какой ребенок!» И в конце первого номера высокий человек с проницательными глазами встал с места, чтобы меня обнять. «Как тебя зовут, девочка?» спросил он. «Айседора», отвечала я. «А как твое уменьшительное имя?» «Когда я была маленькой, меня звали Доритой». «О, Дорита, ты обворожительна!» воскликнул он и стал целовать мне глаза, щеки и рот. Затем меня взяла за руку госпожа де Сан-Марсо и объяснила «Это сам великий Сарду». В этой комнате были собраны все, с кем считались в Париже, и когда я ушла, осыпанная цветами и комплиментами, мои три поклонника Нуфлар, Жак Боньи и Андре Бонье проводили меня домой, сияя гордостью и счастьем от того, что их маленький феномен пользовался таким успехом. Из этих трех молодых людей одному было суждено стать моим большим другом, но не высокому и любезному Шарлю Нуфлару, не красивому Жаку Боньи, а не скорослому, бледнолицому Андре Бонье. Он был бледен, круглолиц и носил очки, но что за ум? Я всегда была серебраль, и хотя этому не верят, но мои мозговые увлечения, которых у меня было множество, меня так же интересовали, как и увлечения сердечные. Андре, который в те времена писал свои первые книги, Петрарко и Симондо, навещал меня ежедневно, и я через него познакомилась с лучшими образцами французской литературы. К тому времени я научилась довольно свободно читать и говорить по-французски, и Андре Бонье читал мне вслух в нашем ателье после обеда и долгими вечерами. В его голосе звучала ритмичность и проникновенная нежность. Он мне читал произведения Мульера, Флобера, Теофиля Готье и Мопассана, и он же первый мне прочел Апелиаса и Мелисандо Метерлинка и всех современных французских авторов. Он поверял мне все свои впечатления и рассказывал о том, что он мечтает создать. Эти произведения, конечно, не принадлежали бы к типу наиболее ходких, но я убеждена, что имя Андре Бонье еще много веков будет известно как имя одного из самых очаровательных писателей своего времени. Два раза я видела Андре Бонье сильно взволнованным. Один раз по случаю смерти Оскара Уайльда. Андре пришел ко мне бледный и дрожащий в состоянии страшного угнетения. Я читала и смутно слышала об Уайльде, но знала о нем очень мало. Мне были знакомы некоторые из его поэм, и я любила их. Андре мне рассказал кое-что из его биографии, но когда я спросила, почему Оскар Уайльд был посажен в тюрьму, Бонье покраснел до корней волос и отказался отвечать. Он только дрожал, крепко сжимая мои руки, и очень поздно засиделся у меня, то и дело повторяя, «Вы моя единственная поверенная». После его ухода у меня осталось впечатление, что сверхъестественное несчастье посетило мир. Некоторое время спустя он снова появился с бледным и трагическим лицом. Он не хотел мне открыть причину своего волнения, но молча сидел с окаменевшим лицом и глазами устремленными в точку. Уходя, он меня поцеловал в лоб с таким значительным выражением, что у меня явилось предчувствие, угрожающее ему близкой смерти. Меня мучил болезненный страх, пока три дня спустя он не вернулся в превосходном настроении духа и не признался, что дрался на дуэли и ранил своего противника. Причины дуэли я так и не узнала, как, впрочем, ничего не знала о его личной жизни. Обычно он появлялся каждый день около пяти или шести часов вечера, и тогда мы читали вслух или шли гулять в зависимости от погоды настроения. Как-то мы сидели в Медонском лесу на открытом месте, где пересекаются четыре дороги. Дорогу направо он назвал богатством, дорогу налево миром, а дорогу прямо перед нами бессмертием. «Где же находимся мы сами?» спросила я. «В царстве, любви?» тихо ответил он. «Тогда я здесь останусь», вскричала я в восторге. Но он только ответил, «Здесь оставаться мы не можем». Встал и быстро пошел по дороге бессмертия. Разочарованная и недоумевающая я побежала за ним, крича, «Почему, почему, почему вы меня покидаете?» Но всю дорогу домой он не говорил ни слова и неожиданно попрощался со мной у дверей ателье. Эта странная и страстная дружба продолжалась уже больше года, когда я в невинности своего сердца решила придать ей другой характер. Однажды вечером я устроила так, чтобы отправить мать и Раймонда в оперу и остаться одной. Я купила бутылку шампанского, поставила ее с двумя бокалами на столик, убранный цветами, надела прозрачный хитон и, украсив волосы розами, стала поджидать Андре, чувствуя себя точно таист. Он пришел, казался удивленным и растерянным и почти не притронулся к шампанскому. Я ему танцевала, но он выглядел рассеянным и вдруг ушел, говоря, что ему предстоит много писать в этот вечер. Оставшись одна, с розами и шампанским, я горько заплакала. Если вспомнить, что тогда я была молодая и замечательно хорошенькая, трудно дать объяснение этому случаю, и действительно, я так его и не разгадала. Тогда же могла лишь в отчаянии думать, он меня не любит. И из чувства уязвленного самолюбия и самой себе назло, я стала сильно кокетничать с другим поклонником из моего трио, высоким, светловолосым и красивым и настолько же предприимчивым в области поцелуев и объятий, насколько Андре был сдержан. Но и этот опыт окончился неудачей. В один прекрасный вечер после обеда с шампанским в отдельном кабинете он повез меня в гостиницу и записал под именем супругов Икс. Я дрожала, но была счастлива. Наконец-то я узнаю, что такое любовь. Я оказалась в его объятиях, унесенные вихрем страстных ласк, с бьющимся сердцем, с каждым нервом, отвечающим на призыв любви, со всем своим существом, тонущим в безумном счастье, я пробуждалась к жизни, я ликовала, как вдруг он резким движением поднялся и, падая на колени перед кроватью, воскликнул в невыразимом волнении. О, но почему же вы мне не сказали? Ведь я был близок к преступлению. Нет-нет, вы должны оставаться невинны. Одевайтесь, одевайтесь скорее. И, невнимая моим протестом, он накинул на меня пальто и, выйдя из гостиницы, поспешил усадить в экипаж. Всю дорогу домой он вслух проклинал себя. Какому преступлению был он близок? Не раз спрашивала я себя. Голова у меня кружилась, я чувствовала себя больной и несчастной и была очень подавлена, когда меня вновь покинули у дверей ателье. Мой молодой светловолосый друг больше не возвращался. Вскоре после этого уехал в колонии, но когда я встретила его несколько лет спустя, он меня спросил, «Простили ли вы меня? Но за что же?» спросила я. Таковы были первые приключения моей юности у границ той неведомой страны, которая называется любовью, в которую я мечтала войти, но которая долгие годы оставалась для меня закрытой благодаря тому религиозному страху, который я внушала своим поклонникам. Но последняя встряска сильно повлияла на мою восприимчивую натуру и направила все ее способности в сторону искусства, дававшего радости, в которых мне отказывала любовь. Много дней и ночей проводила я в ателье в поисках танца, способного воплотить в движениях тела божественность человеческого духа. Я целыми часами простаивала совершенно спокойно. Мать часто пугалась, видя меня подолгу стоящей неподвижно и как бы в трансе, но я искала и в конце концов нашла основной источник всякого движения, исходную точку любой силы, единства жеста, поле зрения для создаваемого танца, открытия, на котором и покоилась созданная мною школа. Балетная школа учила, что источник этот находится посередине спины, у основания позвоночника. от этой оси, говорит балетмейстер, должны свободно двигаться руки, ноги и туловище наподобие марионетки. В результате этого метода мы имеем механические движения, недостойные души. Я, напротив, пыталась добиться, чтобы источник духовного выражения проник во все излучины тела, наполняя его вибрирующим светом, центробежная сила, отражающая духовный взор. После долгих месяцев, когда я научилась собирать всю свою силу в этот единый центр, оказалось, что лучи и колебания слушаемые мной музыки устремлялись к этому единому ключу света внутри меня. Там они отражались не в мозговых восприятиях, а в духовных, и эти духовные восприятия я могла выражать в танце. Я часто пыталась объяснить артистам эту первую главную теорию моего искусства, и Станиславский в своей книге «Моя жизнь в искусстве» упоминает об этом. Казалось бы, что словами объяснить это трудно, но когда я стояла перед классом даже самых маленьких и бедных детей и говорила «слушайте музыку душой», вы слушаете, чувствуете теперь, как глубоко внутри вас пробуждается ваше «я», что силой музыки поднимается ваша голова, движутся руки, и вы медленно идете к свету. Они понимали меня. Такое пробуждение первый шаг в танце, как я его понимаю. Даже самые маленькие дети отзываются на это. У них даже появляются в походке и во всех движениях духовная сила и грация, которые не могут быть ни в одном жесте, рожденном человеческим телом или созданным разумом. Вот почему совсем маленькие дети моей школы, выступая перед огромной аудиторией в Трокодеро или вопере Метрополитен, могли влиять на публику тем магнетизмом, который обычно присущ только великим артистам. Но когда дети становились старше, материализм нашей цивилизации оказывал на них противодействие, и они теряли свое вдохновение. Особые условия моего детства и юности в большой степени развили во мне эту силу, и в разные эпохи моей жизни я могла отрешаться от внешних влияний и жить одной этой силой. И поэтому после моих трогательных попыток добиться земной любви наступила реакция, и я вернулась к этой силе. С тех пор, когда Андре робко и как бы извиняясь появлялся у нас, я его целыми часами угощала лекциями об искусстве танца и новой школе человеческих движений, и должна сказать, что он никогда не выглядел скучающим или усталым, а слушал с милым терпением и сочувствием, пока я ему объясняла всякое вновь открытое движение. Я тогда мечтала найти такое первое движение, от которого бы родилась серия движений, не зависящих от моей воли, но и являющихся бессознательной реакцией после первого движения. Я развела это движение в целом ряде различных вариаций, на несколько тем, например, за первым движением страха следовали естественные реакции, порожденные первичным душевным движением, а за грустью следовал танец жалобы и любви, из развития которого индивидуальность танцора вытекала, как струится аромат из раскрывшихся лепестков цветка. Эти танцы, собственно говоря, не сопровождались музыкой, но словно создавались под ритм музыки беззвучной. Исходя из этих опытов, я впервые пыталась изобразить прелюдии Шопена. Мне также открылась музыка глюка. Мать никогда не уставала мне играть и бесконечное число раз повторяла орфея, пока заря не начинала освещать окно ателье. В то время царицей общества была графиня Грефюль. Я получила приглашение танцевать в ее салоне, где собралась разодетая толпа, включавшая всех знаменитостей парижского общества. Графиня приветствовала меня как возрождение греческого искусства, но сама находилась под некоторым влиянием Афродиты Пьера Луиса и его песни Белетис, в то время как у меня было выражение дорической колонны и Парфенона, когда их увидишь при холодном свете британского музея. В своей гостиной графиня устроила маленькую сцену, фоном для которой служил трильяж, весь утыканный красными розами. Эта стена из красных роз совершенно не подходила к простоте моего хитона и религиозной выразительности танца, так как в ту эпоху, хотя я и прочла Пьера Луиса и песни Белетис, метаморфозы о Виде и песни Софо, чувственное значение этих произведений от меня совершенно ускользнуло, что доказывает возможность не подвергать цензуре книги, попадающие в руки юношества. В книге не всегда останется непонятным то, что не было пережито в жизни. Я все еще была детищем американского пуритонизма. Говорила ли во мне кровь бабушки и дедушки, пионеров, которые в 49-м году в крытой повозке проехали через равнины, прорубая себе дорогу в девственных лесах гор Роки и сдерживая натиск враждебных толп индейцев? Сказывалась ли шотландская кровь с отцовской стороны или влияло что-нибудь другое? Но Америка сформировала меня, как и большинство своей молодежи, сделав из меня пуританку, мистика и человека, стремящегося скорее к героизму, чем к чувственности. Мне кажется, что все американские артисты сделаны из того же теста. Уолт Уитман, несмотря на то обстоятельство, что его произведения были когда-то запрещены и считались нежелательной литературой, и несмотря на частую проповедь телесных наслаждений, был в душе пуританином, как и большинство наших писателей, скульпторов и художников. Что является виной нашего пуританства, если сравнить его с французским чувственным искусством? Великая ли и суровая американская страна, широкие ли открытые пространства, по которым гуляют ветры, или просто над нами витает тень Авраама Линкольна? Можно сказать, что системой американского воспитания является сведение чувственности почти к нулю. Настоящий американец не есть искатель золота и любитель денег, как о нем говорят, но идеалист и мистик. Но я совсем не хочу сказать, что американец абсолютно лишен чувств. Наоборот, англосаксы вообще, и в том числе американцы, с некоторой примесью кельтской крови, в решительный момент гораздо более горячи, чем итальянцы, более чувственны, чем французы, более способны на безумные излишества, чем русские. Но привычка к раннему воздержанию заключила его темперамент в железные стены, покрытые льдом, и все это прорывается в нем только когда какое-нибудь из ряда вон выходящее событие в его жизни пробивает эту непроницаемую оболочку. Можно также утверждать, что англосакс и кельт являются самыми страстными любовниками. Я знала субъектов, которые шли спать, надев на себя две пары пижам, одну шелковую для приятного ощущения, другую шерстяную для теплоты, с газетой Times и с трубкой из тернового дерева в зубах. Вдруг превращались в сатиров, далеко оставляющих за собой греческих, и проявляли такие вулканические порывы страсти, которые могли бы напугать итальянца на целую неделю. В тот вечер в доме графини Грейфюль, в гостиной, переполненной роскошно одетыми женщинами, увешанными драгоценностями, я задыхалась от запаха тысячи алых роз, и, чувствуя на себе взгляды золотой молодежи, сидевшей в первом ряду, так близко к сцене, что носы их почти терлись, а мои ноги, была очень несчастна. Я поняла, что это провал, но на следующее утро получила любезное письмецо от графини, в котором меня благодарили и просили зайти в швейцарскую за деньгами. Мне было очень неприятно это делать, так как я была чувствительна в отношении денег, но сумма этой окупался наем ателье. В дополнение к двум нашим главным радостям, Лувру и Национальной Библиотеке, я теперь открыла третью, прелестную библиотеку при опере. Библиотекарь ласково заинтересовался моими розысками и предоставил в мое распоряжение все труды о танце, когда-либо написанные, так же, как книги о греческой музыке и театральном искусстве. Я поставила себе целью прочесть все книги, посвященные искусству танца, с древних египтян и до наших дней. Я делала краткие заметки о прочитанном в особую тетрадь, но, закончив этот колоссальный опыт, поняла, что единственными моими учителями танцев могут быть Жан-Жак Руссо, Эмиль, Олд Уитман и Ницше. В один сумрачный полдень в дверь ателье постучали. На пороге стояла женщина. Осанка ее была так величава, в ней виднелась такая могучая индивидуальность, что ее появление, казалось, было возвещено вагнеровским лейтмотивом, глубоким и сильным, роковым предвозвестником грядущего. И действительно, прозвучавший тогда мотив красной нитью прошел через всю мою жизнь, неся в своих колебаниях бурные и трагические происшествия. «Я, княгиня де Полиньяк», объявила она, «друг графини Грефюль, увидев ваши танцы, я заинтересовалась вашим искусством, а в особенности им заинтересовался мой муж, композитор». У нее было красивое лицо, немного испорченное слишком массивной и выступающей нижней челюстью и мужественным подбородком. Ее лицо смело могло быть лицом римского императора, если бы выражение холодной надменности не прикрывало сладострастности глаз и черт. Когда она говорила, голос ее звучал жестко и металлически, и это удивляло, потому что по внешнему виду от нее можно было ожидать более глубоких грудных нот. Позже я догадалась, что ее холодность и тембр голоса были лишь маской, чтобы скрыть сильнейшую, несмотря на княжеское достоинство, и легко уязвимую застенчивость. Я поведала ей о своем искусстве и надеждах, и княгиня тотчас же предложила устроить в своем ателье концерт для меня. Она была художницей и, кроме того, прекрасной музыкантшей, играя и на рояле, и на органе. Княгиня казалось, заметила бедность нашего пустого и холодного жилища, и наш вид далеко не цветущий, потому что перед своим уходом она застенчиво положила на стол конверт, в котором мы нашли две тысячи франков. На следующий день я пошла к ней на дом, где познакомилась с князем де Полиньяк, прекрасным, талантливым музыкантом и обворожительным худощавым джентльменом, всегда носившим черную бархатную шапочку, красиво оттенявшую его нежное, словно выточенное лицо. Я надела свою тунику и танцевала ему в его концертном зале. Он пришел в восхищение. Он приветствовал меня, как видение, как сон, которого давно дожидался. Моя теория об отношении движений к звукам глубоко его заинтересовала, так же, как и мои надежды на возрождение танца, как искусство, так же, как и мои идеалы. Он чудесно играл на прелестных старинных клавикордах, которые любил и ласкал тонкими пальцами. Я сразу горячо оценила его, и в ответ на его восклицание «Какое очаровательное дитя!» Асидора, как ты мила!» я застенчиво сказала «Я тоже вас обожаю. Я всегда хотела бы вам танцевать и создавать религиозные танцы, вдохновленные вашей чудной музыкой». Затем мы стали обсуждать вопрос о совместной работе. Увы, как бренно все на нашей земле. Мечты о сотрудничестве с ним, которые было бы для меня так драгоценны, скоро разрушились вследствие его кончины. Концерт у княгини был очень успешен, и вслед за ним интерес к моей работе расширился, так как госпожа де Полиньяк великодушно открыла двери своего ателье публики, не ограничиваясь одними личными друзьями. Немного погодя, мы устроили в нашем ателье, которое могло вместить от двадцати до тридцати человек, ряд вечеров по записи. Князь и княгиня де Полиньяк были на всех этих вечерах, и однажды, в знак одобрения, князь сорвал с головы свою маленькую бархатную шапочку и, размахивая ею, закричал «Да здравствует Айседора!» Глава девятая Хотя мои танцы были известны многим видным лицам и ценились многими, мое финансовое положение оставалось непрочным, и нас часто мучил вопрос, чем заплатить за помещение и где достать уголь для печки, чтобы не мерзнуть. Но все же среди бедности и нужды я часами простаивала в нашем холодном, неприветливом ателье, ожидая вдохновения, чтобы движением выразить свои чувства. Наконец, мой дух уносился ввысь, и я отдавалась душевному порыву. Однажды, когда я так стояла, нас посетил краснощекий господин в пальто с дорогим меховым воротником и с бриллиантовым кольцом на пальце. Он заявил, «Я из Берлина. Мы слышали о ваших босоногих выступлениях». Такой отзыв о моем искусстве меня, конечно, сильно задел. Я приехал от имени крупнейшего театра в Ирьете, чтобы немедленно заключить с вами контракт. Он потирал руки и сиял, будто привез мне величайшее счастье. Но я спряталась в свою скорлупу, как улитка, которой сделали больно и холодно ответила, «Благодарю вас. Я никогда не соглашусь вынести свое искусство на кафе-шантанной подмостке». «Но вы не понимаете», вскричал он, «величайшие артисты выступают у нас и получают огромные деньги. Я уже сейчас вам предлагаю пятьсот марок в месяц. Впоследствии вы будете получать больше. Вы будете рекламированы, как первая босоножка в мире». «Вы, конечно, согласны?» «Нет. Конечно, нет», отвечала я, начиная сердиться. «Не согласна ни на каких условиях». «Но это невозможно. Я не могу считать ответом ваше «нет». У меня уже и контракт заготовлен». «Нет», повторила я, «моё искусство не для кафе-шантана. Когда-нибудь я приеду в Берлин и надеюсь танцевать под ваш оркестр филармонии, но в храме музыки, а не в кафе-шантане, рядом с акробатами и дрессированными животными. Какой ужас, боже мой! Нет, ни под каким видом. Всего хорошего. До свидания!» Немецкий импресарио не верил своим ушам, глядя на нашу обстановку и обтрепанную одежду. Он вернулся в ближайший день и в последующий и, наконец, предложил мне ангажемент на месяц по тысяче марок в вечер. Получив отказ, он очень рассердился и назвал меня «глупой девчонкой», после чего я на него накричала и сказала, что я приехала в Европу, чтобы возродить религию через танец, чтобы научить познанию красоты и святости человеческого тела при помощи движений, а не танцевать ради послеобеденного развлечения объевшихся мещан. «Уходите, пожалуйста, уходите!» «Вы отказываетесь от тысячи марок в вечер?» захлебнулся он. «Безусловно», строго возразила я. «И отказалась бы от десяти тысяч, от ста тысяч. Я ищу того, что вы не можете понять». Когда он уходил, я добавила, «Когда-нибудь я приеду в Берлин и буду танцевать с отечественником Гёте и Вагнера, но в театре, достойном их и, вероятно, за сумму большую, чем тысяча марок». Моё предсказание сбылось, так как три года спустя этот же самый импресарио любезно принёс мне в уборную цветы, когда я танцевала в опере «Кролла» под аккомпанемент Берлинского оркестра филармонии и места были распроданы за сумму, превышающую двадцать пять тысяч марок. Он признал, что был неправ и дружески прибавил. «Вы были правы, сударыня. Разрешите поцеловать вам ручку?» Но тем временем мы испытывали сильный недостаток в средствах. Нелестные отзывы принцев, ни моя растущая слава не были способны нас кормить. Наше ателье часто посещала маленькая дама, похожая на египетскую принцессу, хотя и родившаяся где-то на западе от гор Роки. Через всю свою длинную и славную деятельность она пронесла имя родного штата. Пела она как чаровница. Я стала замечать, что под дверью по утрам появлялись маленькие, надушенные фиалками записки, после чего Раймонд незаметно исчезал. Он не имел привычки гулять перед завтраком, и я, сопоставив эти два факта, вывела соответствующее заключение. И вдруг в один прекрасный день Раймонд заявил, что приглашен участвовать в концертном турне по Америке. Мать и я остались одни в Париже. Она чувствовала себя нехорошо, и мы переехали в маленькую гостиницу на улице Маргарит, где она, по крайней мере, могла спать на кровати, не подвергаясь опасности простудиться от холодного пола, и питаться регулярно, так как комната была с пансионом. Здесь я заметила пару, которая всюду привлекла бы общее внимание. Она тридцатилетняя женщина необыкновенной наружности, с огромными глазами, самыми странными, которые я когда-либо видела, глазами нежными, глубокими, притягательными, магнетическими, пылающими страстью и в то же время покорными, как у ньюфаундлендской собаки. У нее были каштановые волосы с рыжеватым отливом, пламенем, обрамлявшее ее лицо, и в каждом движении сквозил призыв любви. Мне еще пришло в голову, что смотреть в ее глаза тоже, что заглянуть в кратер вулкана. Он был строен с благородным лбом и лицом, немного усталым для такого молодого человека. С ними всюду показывался еще один господин, и это трио всегда бывало поглощено таким оживлением, значительным разговором, что казалось, они ни на минуту не были способны чувствовать скуку или усталость обыкновенных людей. Их как будто беспрерывно пожирал внутренний огонь. Его огонь разума и чистой красоты, ее же огонь страстной женщины, всегда готовый в нем погибнуть. Только у их спутника проскальзывало что-то более томное, что-то от постоянного чувственного наслаждения жизнью. Однажды утром молодая женщина подошла к моему историку и сказала, это мой друг Анри Батайль, а это Жан Лорен, который писал о вашем искусстве, я же Берта Бади. Если вы согласитесь нам потанцевать, мы бы зашли как-нибудь вечером к вам. Конечно, я затрепетала от восторга. Ни до того, ни впоследствии мне не приходилось слышать голоса такой магической теплоты, дрожащего от страсти и жажды жизни, как голос Берты Бади. Как я преклонялась перед ее красотой. В те времена, когда женские моды были так некрасивы, она всегда появлялась одетая в чудесной платье нежных полутонов, удивительно облегающие тело. Раз я ее видела в таком платье с короной из алых цветов на голове. Она ехала на какой-то раут, где должна была читать поэмы Батайля. Я подумала тогда, что ни у одного поэта не было музы более прекрасной. Они часто стали заходить к нам, и раз Батайль даже читал свои произведения. Так случилось, что я, маленькая, необразованная американская девушка каким-то таинственным образом нашла ключ, открывший мне сердца и разум избранного интеллектуального и артистического Парижа, того Парижа, который в наши дни и в нашем мире является тем, чем были Афины в эпоху расцвета Древней Греции. У Раймонда и у меня вошло в привычку совершать длинные прогулки по Парижу. Странствуя, мы как-то забрели в Трокодеро. Наш взор упал на афишу, объявляющей о выступлении Мунэ-Сюли, игравшего вечером в Эдипе-царе Сафокла. Имя Мунэ-Сюли было еще нам неизвестно, но трагедию посмотреть хотелось. Взглянув на цены, указанные в конце афиши, мы проверили содержимое кошельков. У нас было ровно три франка, а самые дешевые места в Райке стоили семьдесят пять сантимов. Идти значило оставаться без обеда, но мы все-таки поднялись наверх и вошли в места для стояния. Занавес не был спущен, и постановка была слабым подражанием тому, что некоторые наши современники считают греческим искусством. Появился хор, убого одетый в костюмы, заимствованный из некоторых книг о греческих одеждах. Посредственная музыка, слащавая, бессодержательная мелодия доносилась из оркестра. Раймонд и я переглянулись. Мы почувствовали, что потеря обеда была бесполезной жертвой, когда вдруг из галереи, изображавшей дворец, появилась фигура. Как описать волнение, охватившее нас при первых звуках этого голоса? Сомневаюсь, чтобы в лучшие дни величия Греции, театра Диониса, времени Софокла, в Риме или в любой иной стране когда-либо существовал такой голос. И с этого мгновения фигура и голос Моне-Сюли все росли и охватывали все больше слов, движений и искусства, достигая такой величины и полноты, что Тракадеро со всей его шириной и высотой оказался слишком мал, чтобы вместить этого исполина искусства. У нас с Раймондом в нашем райке занялось дыхание. Мы побледнели. Нам становилось дурно, слезы лились из глаз, и после окончания первого действия мы могли только обнимать друг друга в каком-то восторженном бреду. Наступил антракт, во время которого мы решили, что это апофеоз наших странствий, то, ради чего мы приехали за границу. Началось второе действие, и великая трагедия развернулась перед нами. Моне-Сюли стал танцевать. Наконец-то я увидела то, о чем мечтала. Великую греческую фигуру, двигающуюся в танце. Снова антракт. Я взглянула на Раймонда. Он был бледен, и глаза его горели. Мы с трудом держались на ногах. Третье действие. Описать его невозможно. Только те, кто его видел, кто видел великого Моне-Сюли, могут нас понять. Раймонд и я так медленно и неохотно спускались под длинной лестнице, что сторожа, в конце концов, должны были нас попросить уйти. Я понимала, что сегодня мне открылось истинное искусство. Путь мой стал мне ясен. Мы шли домой пьяные от вдохновения и несколько недель жили под впечатлением виденного. Как далека я была тогда от мысли, что когда-нибудь буду стоять на этой самой сцене рядом с великим Моне-Сюли. С тех пор, как я посмотрела на выставки скульптуры Родена, мысль о гениальности Родена меня преследовала. Однажды я отправилась в его мастерскую на улице Юниверсити. Мое паломничество к Родену напоминало посещение бога-пана Психеи с той только разницей, что я хотела узнать дорогу к Аполлону, а не Кэросу. Роден был человек невысокого роста, коренастый, с коротко подстриженными волосами на голове и густой бородой. Он показал мне свои произведения с простотой, присущей истинно великим. Иногда он тихо произносил название той или иной статуи, но чувствовалось, что имена для него не имеют значения. Скульптор проводил руками по своим творениям, словно лаская их, и мне подумалось, что под резцом мастера мрамор льется подобно жидкому олову. Наконец он взял кусок глины и стал мять его в руках, порывисто дыша. От него излучалось тепло точно от раскаленного горна. В несколько секунд он создал грудь женщины, которая, казалось, трепетала под его пальцами. Он взял меня за руку, вывел на улицу, усадил в экипаж и повез ко мне в ателье. Там я быстро переоделась в свой хитон и протанцевала ему идиллию Феокрита. Затем я стала ему излагать свои теории нового танца, но скоро заметила, что он не слушает. Он смотрел на меня горячим взором из-под опущенных век и подошел ко мне с тем же выражением лица, с каким приближался к своим творениям. Он стал гладить мои плечи и водить руками по шее, груди, бедрам и обнаженным ногам. Он начал мять все мое тело, точно глину, опаляя меня жаром, от которого я словно таяла. Единственным моим желанием было отдать ему все свое существо, и я бы это сделала, если бы не мое нелепое воспитание, которое заставило меня отстраниться, накинуть платье на хитон и оставить его в недоумении. Какая досада! Как часто я впоследствии жалела, что мои детские заблуждения помешали мне отдать детство самому великому богу Пану, могучему Родену. Безусловно, и искусство, и вся жизнь обогатились бы от этого. Я встретилась вновь с Роденом два года спустя, когда вернулась из Берлина в Париж. Много лет затем он был моим другом и учителем. Совсем иной, но не менее приятной была встреча с другим великим артистом Эженом Карьером. Меня повела к нему в ателье жена писателя Кейзера, которая часто жалела наше одиночество и приглашала нас к своему семейному столу, где так хорошо подходили друг к другу сидевшие при уютном свете лампы, ее маленькая дочь, учившаяся играть на скрипке, и талантливый сын Луи, теперь известный молодой композитор. На стене я заметила обворожительную, странную и печальную картину. Госпожа Кейзер сказала, это мой портрет, написанный карьером. Она меня повела в его дом на улице Эжезип-Муро. Мы поднялись в верхний этаж, где карьер жил, окруженный книгами, семьей и друзьями. В нем был заложен могучий дух, сильнее которого я не встречала. Разум и свет. Он излучал величайшую нежность ко всему живущему. Вся чудесная красота и сила его картин была просто прямым отражением совершеннейшей души художника. В его присутствии я чувствовала себя так, как должно быть чувствовала бы себя в присутствии Христа. Я была полна таким благоговением, что хотела опуститься на колени и опустилась бы, не будь я так рабка и сдержана по натуре. Годы спустя госпожа Иорска, описывая эту встречу, вспоминает, Айсидора «Айсидора» стояла между славным мастером и его другом, скромным Мечниковым из Института Пастера. Она казалась еще скромнее, чем они, за исключением разве Лилиан Гиш. Я никогда не видела американской девушки, которая бы выглядела такой застенчивой, как она в тот день. Взяв меня за руку, как берут ребенка, когда хотят подвести его к чему-нибудь достойному поклонения, Эжен Карьер сказал, в то время, как я не спускала с нее глаз, «Это Айсидора Дункан», и замолчал, чтобы все могли осознать это имя. Внезапно Карьер, который всегда говорил очень тихо, возгласил сильным, громким голосом, «Эта юная американка революционизирует мир». Я никогда не могу пройти в Люксембурге мимо картины Карьера, изображающей его семью без того, чтобы не заплакать, вспомнив ателье, где я вскоре стала частым гостем. Одним из самых приятных воспоминаний моей юности является то, что семья эта приняла меня в свою среду как друга и открыла мне свои сердца. Часто впоследствии, когда я начинала в себе сомневаться, я думала о том, как меня у них приласкали, и уверенность возвращалась ко мне. Всю мою жизнь осеняет, как бы благословляя, гений Эжена Карьера, побуждая меня держаться высших идеалов и призывая к чистому исканию в святых тайниках искусства. Поразительно то, что когда горе почти привело меня в дом умалишенных, работа Карьера бок о бок со мной вдохнула в меня новую веру в жизнь. Глава десятая Однажды я так благоговела. Она предложила мне выступать вместе с Содиако в Германии, на что я с радостью согласилась. Таким образом, было решено, что я присоединюсь к Лае Фуллер в Берлине. В день моего отъезда Андре Бунье зашел со мной проститься. Мы в последний раз совершили паломничество к собору Парижской Богоматери, а потом он меня проводил на вокзал. На прощание он меня поцеловал со своей обычной сдержанностью, но мне показалось, что под стеклами его очков мелькнуло выражение тоски. В Берлине я поехала в гостиницу Бристоль, где в великолепном помещении нашла Лае Фуллер, окруженную своей свитой. Около десятка красивых молодых девушек толпились вокруг артистки и попеременно целовали ее и гладили ей руки. В нашем простом быту мать редко ласкала нас, хотя, конечно, горячо любила, и поэтому я была поражена при виде такого преувеличенного выражения привязанности. Тут царствовала теплота, которой я еще нигде не встречала. Доброта Лае Фуллер не имела пределов. Она позвонила и заказала такой роскошный обед, что я даже не представляла себе, сколько он может стоить. Ей предстояло в тот же вечер выступать в Винтергартене, но, глядя на нее, я недоумевала, как она появится перед публикой, до того сильные страдания причиняли ей боли в спине. Ее очаровательная свита время от времени приносила мешки со льдом, которые клались между спиной артистки и спинкой стула. — Еще один мешочек, душечка, — говорила она. — Это действительно успокаивает боль. Вечером мы все сидели в ложе и смотрели, как танцует Лае Фуллер. Неужели порхавшее перед нами ослепительное видение было той бедной, больной, которую мы видели несколькими минутами раньше? Я вернулась в гостиницу, ослепленная и захваченная этой удивительной артисткой. На следующее утро я в первый раз отправилась осматривать Берлин. Вначале на меня, уже мечтавшей о Греции и греческом искусстве, архитектура Берлина произвела минутное впечатление. — Ведь это Греция! — воскликнула я. Но, присмотревшись поближе, я поняла, что Берлин на Грецию не похож. Это был северный оттиск Греции. Эти колонны не были дорическими колоннами, возносящимися к небесам Олимпийской синевы. Нет, эти колонны созданы германским, педантическим, научно-археологическим пониманием Греции. И когда я увидела императорско-королевскую гвардию, выходящую гусиным шагом из-под дорических колонн Подсдамской площади, я вернулась домой в Брестоль и сказала, принесите мне стакан пива, я устала. Мы провели несколько дней в Берлине, а затем покинули гостиницу Брестоль, чтобы последовать в Лейпциг за труппы Луи Фуллер. Мы должны были ехать без багажа, и далее скромный сундук, привезенный мной из Парижа, был брошен вместе с остальными. В те времена я не могла понять, как это случилось с артисткой Варьете, пользовавшейся таким успехом. После роскошной жизни, обедав с шампанским и великолепных апартаментов в гостинице, для меня оставалось неясно, почему нас заставили уехать без багажа. Позже я узнала, что всему виной была Садияко, антрепренершей которой являлась Луи Фуллер. Садияко не делала сборов, и заработок Луи Фуллер шел на покрытие дефицита. В Лейпциге, как и в Берлине, я каждый вечер из ложи восхищалась Луи Фуллер и все больше и больше поражалась ее удивительному таланту, который казался не от мира сего. Поразительное создание. Она иногда словно становилась прозрачной, светлой, разноцветной и яркой, как огонь, а порой растворялась в спирали пламени, уносившейся в бесконечность. Из Мюнхена мы решили перебраться в Вену, но средств на переезд снова не было, и так как казалось совершенно невозможным их достать, я предложила пойти к американскому консулу и попросить у него помощи. Я ему сказала, что он должен нам достать билеты в Вену, и только благодаря моим уговорам удалось их получить. Приехав туда, мы остановились в гостинице «Бристоль», где нам отвели роскошное помещение, несмотря на то, что вещей с нами почти не было. К этому времени я, все еще продолжая восторгаться искусством Луи Фуллер, начала задаваться вопросом. Почему я, собственно говоря, покинула мать одну в Париже, и какую играю роль в этой толпе красивых, но взбалмошных женщин, так как я, в сущности, была лишь беспомощным зрителем драматических событий, разыгрывающихся по пути? В Вене, в гостинице «Бристоль», меня поместили в одной комнате с рыжеволосой девушкой, называемой нянюшкой, за ее всегдашнюю готовность приласкать и полечить всякого, у кого болела голова. Как-то около четырех часов утра нянюшка встала, зажгла свечу и, подойдя к моей кровати, объявила, «Бог мне приказал тебя задушить». Мне приходилось слышать, что никогда не следует перечить помешанному, если его охватит внезапный припадок сумасшествия. Несмотря на испытываемый страх, мне удалось взять себя в руки настолько, чтобы ответить «Хорошо, только сперва дай мне помолиться». «Молись», — согласилась она и поставила подсвечник на столик около моей кровати. Я соскочила с кровати, распахнула дверь, и, словно преследуемая самим сатаной, как была в ночной рубашке и с волосами, рассыпавшимися по плечам, бросилась бежать вдоль длинных коридоров вниз по широкой лестнице прямо в контору гостиницы, где стала громко кричать «Там помешалась дама!». Нянюшка мчалась следом за мной, но шесть человек из гостиничной прислуги набросились на нее и держали, пока не появились доктора. Осмотр ими рожеволосой девушки дал очень неприятные для меня результаты, и я решила телеграфировать матери в Париж с просьбой немедленно приехать, что она и исполнила. После того, как я ей рассказала о своих переживаниях, мы решили уехать из Вены. Как-то, пока я еще была в Вене с Луи Фуллер, мне случилось танцевать в Кунстлерхаус на вечере для артистов. Многие подходили ко мне с букетами красных роз, и, танцуя вакханалию, я была совершенно покрыта цветами. Там, между прочим, присутствовал венгерский импресарио Александр Гросс. Он ко мне обратился, говоря «Если хотите составить себе блестящую будущность, приходите ко мне в Будапеште». И вот, смертельно запутанная средой, в которую попала, и охваченная одним желанием бежать из Вены с матерью, я, естественно, вспомнила предложение господина Гросса и поехала в Будапешт в надежде найти лучшее будущее. Он представил мне контракт на 30 самостоятельных вечерних выступлений в Театре Урания. Это был мой первый контракт, по которому мне приходилось танцевать перед публикой в театре, и я закребалась. Мои танцы для избранных, сказала я, для артистов, скульпторов, художников и музыкантов, но не для толпы. Александр Гросс протестовал, говоря, что артисты являются самыми взыскательными критиками, и что если мои танцы нравятся им, то, безусловно, понравятся и широкой публике. Меня уговорили подписать контракт, и пророчество Александра Гросса исполнилось. Первое выступление в Урании прошло с неописуемым успехом. Я танцевала в Будапеште 30 вечеров при полных сборах. Ах, Будапешт! Стоял апрель месяц, была весна. Как-то вечером, вскоре после первого выступления, Александр Гросс пригласил нас ужинать в ресторан, где играла цыганская музыка. Ах, цыганская музыка! Тут впервые пробудилась моя юная чувственность. Что удивительного в том, что под эту музыку мои дремавшие чувства раскрылись как цветы. Есть ли что-либо подобное ей, этой цыганской музыки, рожденной землей Венгрии? Глава одиннадцатая. Дивный город Будапешт был весь в цвету. На холмах по ту сторону реки в каждом саду цвела сирень. Каждый вечер темпераментная венгерская публика бешено меня приветствовала, бросая на сцену шапки с громкими криками «Да здравствует!». Однажды вечером, под впечатлением виденной утром картины блещущей и переливающейся на солнце реки, я послала предупредить дирижера и в конце спектакля импровизировала голубой дунай Штрауса. Эффект получился подобный электрическому разряду. Вся публика в неистовом восторге вскочила с мест, и я должна была много раз повторить вальс, прежде чем театр перестал походить на дом умалишенных. В тот вечер в бесновавшейся толпе находился молодой венгр с божественными чертами лица и стройной фигурой, которому было суждено превратить целомудренную нимфу, какой я была, в пылкую и беспечную вакханку. Все способствовало перемене. Весна, мягкие лунные ночи, воздух, насыщенный сладким запахом сирени. Дикий восторг публики, мои ужины в обществе совершенно беззаботных, чувственных людей, цыганская музыка, венгерский гуляш, приправленный паприкой, тяжелые венгерские вина, то, что впервые за мою жизнь я ела обильную, возбуждающую пищу, все пробуждало сознание, что мое тело — не только инструмент, выражающий священную гармонию музыки. Мои маленькие груди стали незаметно наливаться, смущая меня приятными и удивительными ощущениями. Бедра, напоминавшие еще недавно бедра мальчика, начали округляться, и по всему моему существу разлилось одно огромное, волнующее, настойчивое желание, в смысле которого нельзя было ошибиться. По ночам меня мучила бессонница, и я металась в постели в горячечном, мучительном томлении. Как-то за дружеской беседой над стаканом золотого токайского вина мои глаза встретились с парой больших темных глаз, сиявших таким пылким обожанием и горевших такой чисто венгерской страстью, что в одном их взгляде открывалось все значение Будапештской весны. Они принадлежали высокому, великолепно сложенному венгру, голова которого была покрыта густыми, роскошными черными кудрями с золотым отливом. С него смело мог бы быть вылеплен Давид Микеланджело. Когда он улыбался, между красными чувственными губами блестел ряд крепких белых зубов. С первого взгляда нас охватило безумное влечение друг к другу. Одного этого взгляда оказалось достаточно, чтобы нас бросить в объятия, и казалось, что никакая земная сила не могла бы помешать нашему соединению. «Ваше лицо — цветок, вы мой цветок», — говорил он и снова без конца повторял. «Мой цветок, мой цветок», что по-венгерски означает «ангел». Он дал мне небольшой квадратик бумаги, на котором было написано «Ложа в Королевском национальном театре». И в тот же вечер мы вдвоем с матерью отправились посмотреть на него в роли Ромео. Прекрасный артист, он впоследствии стал венгерской знаменитостью. Его передача «Юношеской пылкости Ромео» меня окончательно покорила. Я прошла к нему в уборную и обратила внимание на странные улыбки, с которыми на меня глядели другие артисты. Они, казалось, уже были посвящены в мои тайны, и все радовались моему счастью, за исключением одной артистки, не выражавшей ни малейшего удовольствия. Артисты никогда не обедают перед представлением, и поэтому, проводив нас в гостиницу, он поужинал вместе со мной и с моей матерью. Немного позже, убедившись, что мать считает меня спящей, «Я вышла и встретилась с Ромео в нашей гостиной, которую длинный коридор отделял от спальни. Здесь он мне рассказал, что сегодня изменил мнение о том, как следует играть Ромео. С той минуты, как встретил вас, я знаю, насколько любовь должна была изменить голос Ромео. Я узнал это только теперь, Айседора. Вы первые меня научили тому, что должен был испытывать Ромео. Теперь я все буду играть иначе. И, поднявшись с места, он стал мне читать всю роль, сцену за сценой, часто приостанавливаясь, чтобы сказать, «Да, я прозрел». Я понимаю, что если Ромео искренне любил, он произносил эти слова таким образом, совсем иначе, чем я себе представлял, когда взялся за роль. Теперь я, наконец, знаю. О, обожаемая девушка, похожая на прекрасный цветок, вы меня вдохновили. Благодаря любви я стану действительно великим артистом. И он мне декламировал роль Ромео, пока заря не занялась за окном. С замиранием сердца я следила за ним и слушала, изредка даже решаясь подавать реплики или указать подходящий жест. В сцене же перед монахом мы оба стали на колени и поклялись в верности до гроба. Ах, молодость и весна! Будапешт и Ромео! Когда я все это вспоминаю, мне оно не кажется таким далеким, а словно случившимся вчера. Однажды вечером после наших выступлений я пошла с ним в гостиную, скрыв это от матери, уверенный, что я сплю. Сначала Ромео оказался счастливым и вполне удовлетворенным чтением своих ролей и замечаниями об искусстве и театре. А я радовалась, прислушиваясь к его словам. Но постепенно я увидела, что он чем-то взволнован и, точно страдая, временами вдруг замолкает. Он сжимал кулаки и казался больным настолько, что иногда его прекрасное лицо подергивалось судорогой, глаза казались воспаленными, а губы, которые он кусал до крови, сильно вспухшими. Я также чувствовала себя больной, у меня кружилась голова, и во мне поднималось желание, которому трудно было противиться, желание все ближе и ближе прижиматься к нему. Наконец, потеряв всякое самообладание и словно охваченный безумием, он поднял меня и понес в спальню. Когда мне стало ясно, что со мной происходит, меня охватил испуг, смешанный с восторгом. Сознаюсь, что первым впечатлением моим был отчаянный страх, но затем страшная жалость к его страданиям помешала мне бежать от того, что сперва было сплошным мучением. Ранним утром мы вдвоем покинули гостиницу и, наняв одну из редких парных колясок, которую можно было найти на улице в такое время, уехали за несколько миль от города. Мы остановились в крестьянской избе, где жена хозяина нам предоставила комнату со старинной двуспальной кроватью. Целый день мы провели в деревне, причем Ромео не раз пришлось успокаивать мои крики и осушать мои слезы. Боюсь, что в этот вечер мое выступление было очень неудачным, так как чувствовала я себя глубоко несчастной. Но когда после него я встретила Ромео в нашей гостиной, он оказался в таком блаженном состоянии радости, что я была вполне вознаграждена за свои страдания и только желала начать все сначала. Он постарался меня убедить, что в конце концов я узнаю рай на земле, и действительно, его предсказание скоро исполнилось. У Ромео был чудный голос, он пел мне цыганские песни и песни своей страны и учил их словам и значению. Александр Гросс устроил мне парадный спектакль в Будапештской опере. Этим спектаклем закончился Будапештский сезон, и на следующий день Ромео и я скрылись на несколько дней в деревне, где жили в крестьянской избе. Мы впервые узнали счастье провести целую ночь в объятиях друг друга, а утром, проснувшись на заре, я испытала невыразимую радость видеть свои волосы, спутавшимися с его черными душистыми кудрями, и чувствовать его руки вокруг своего тела. Мы вернулись в Будапешт, и первым облаком на нашем небе было горе моей матери и возвращение из Нью-Йорка Елизаветы, которая, казалось, считала, что я совершила преступление. Обе так невыносимо волновались, что я их убедила отправиться в маленькое путешествие по Тиролю. Тогда, как и позже, я убедилась, что как бы ни были сильны ощущения или страсть, мой рассудок всегда работал с молниеносной и изощренной быстротой. Поэтому я никогда не теряла голову, наоборот, чем острее было чувственное наслаждение, тем ярче работала мысль, и когда она достигала такого напряжения, что разум начинал непосредственно критиковать чувства, заставляя разочаровываться в удовольствиях, которых требовала жажда жизни, и даже оскорбляя их, столкновение становилось настолько резким, что вызывало стремление воли усыпить себя, чтобы притупить бесконечное нежелательное вмешательство рассудка. Как я завидую тем натурам, которые способны целиком отдаваться сладострастью минуты, не боясь сидящего наверху критика, который стремится к разъединению и настойчиво навязывает свою точку зрения, когда его не просят чувствам, которые бушуют внизу. И все же наступает мгновение, когда рассудок кричит, сдаваясь. Да, я признаю, что все в жизни, включая и твое искусство, призрачны и глупо по сравнению с сиянием этой минуты, и ради нее я охотно отдаюсь разврату, уничтожению, смерти. Это поражение рассудка является последней конвульсией и опусканием в ничто, ведущей разум и дух к серьезнейшим бедствиям. Итак, познав желание, постепенное приближение высшей точки безумия этих часов, безумный и окончательный порыв последней минуты, я уже не беспокоилась о возможной гибели моего искусства, об отчаянии матери и о крушении мира вообще. Пусть судит меня тот, кто может, но скорее пусть винит природу или Бога за то, что он сотворил эту минуту более ценной и более желанной, чем все остальное во Вселенной, что мы с нашими познаниями можем пережить. И понятно, что чем выше взлет, тем сильнее падение при пробуждении. Александр Груз устроил мне турне по Венгрии. Я давала спектакли во многих городах, в том числе в Зибенкирхен, где произвел на меня сильное впечатление рассказ о семи повешенных революционных генералах. На большой открытой поляне за чертой города я создала марш в честь этих генералов под героическую и мрачную музыку Листа. В течение всей поездки по этим маленьким венгерским городам публика устраивала мне восторженные овации. В каждом городе, по распоряжению Александра Гросса, меня ожидала коляска, запряженная белыми лошадьми и полная белых цветов. Я садилась в нее и ехала по всему городу под крики и приветствия толпы, словно молодая богиня, спустившаяся из другого мира. Несмотря на блаженство, которое давало мне искусство, несмотря на поклонение толпы, я постоянно страдала от желания увидеть моего Ромео, особенно по ночам, когда оставалась одна. Я чувствовала себя готовой отдать весь свой успех и даже свое искусство ради того, чтобы на одну минуту быть снова в его объятиях. Я страдала, ожидая дня возвращения в Будапешт. Этот день наступил. Ромео встретил меня на вокзале. Его пылкая радость была несомненна, но я заметила в нем странную перемену. Он мне сообщил, что собирается выступить в роли Марка Антония и уже приступил к репетициям. Неужели перемена роли могла так повлиять на этот сильный артистический темперамент? Не знаю, но только знаю, что первая наивная страсть и любовь моего Ромео изменилась. Он говорил о нашей свадьбе как о чем-то окончательно решенном и даже повел меня смотреть квартиры, чтобы решить, где нам поселиться. Осматривая квартиры с кухнями, но без ванн и поднимаясь по бесконечным лестницам, я была охвачена холодом и почувствовала какую-то тяжесть. «Что мы будем делать, живя в Будапеште?» — спросила я. «У тебя каждый вечер будет ложа», — ответил он, «и ты будешь ходить смотреть мою игру. Ты научишься подавать мне реплики и поможешь работать». Он читал мне роль Марка Антония, но теперь весь его интерес сосредоточился на римском народе, а я, его Джульетта, отошла на второй план. Однажды, во время длинной загородной прогулки, сидя возле стога с сеном, он спросил меня, не думаю ли я, что лучше было бы продолжать мою карьеру и предоставить ему заниматься своей. Это не были его буквальные слова, но смысл был таков. Как сейчас помню тот стог сена, лук, растелавшийся перед нами, и холодную тоску, сжавшую сердце. В тот же день я подписала контракт с Александром Гроссом в Вену, Берлин и другие города Германии. Я присутствовала на дебюте «Ромео» в роли Марка Антония. У меня живо остался в памяти безумный восторг зрительного зала, в то время как я сидела в ложе, глотая слезы и чувствуя себя, будто я проглотила толченое стекло. На следующий день я покинула Вену. «Ромео» исчез. Я простилась с Марком Антонием, который казался таким строгим и занятым другим, что дорога из Будапешта в Вену принадлежит к самым горьким и грустным моим воспоминаниям. Всякая радость, казалось, покинула Вселенную. В Вене я заболела, и Александр Гросс меня поместил в клинику. Я провела несколько недель в полном упадке сил и ужасных мучениях. Ромео приехал из Будапешта и даже поместился в моей комнате. Он был нежен и внимателен, но как-то утром, проснувшись на заре, я увидела лицо сестры, католической монахини, одетой в черное, заслонявшей от меня Ромео, который лежал на кровати в другом конце комнаты, и мне послышался погребальный колокол на похоронах любви. Я поправлялась очень медленно, и Александр Гросс повез меня во Франценсбад, чтобы ускорить мое выздоровление. Я была вяла и грустная, и не интересовалась ни красивой местностью, ни добрыми друзьями, собравшимися вокруг меня. Приехала жена Гросса и нежно за мной ухаживала, когда я страдала бессонницей. Вероятно, на мое счастье, дорого стоящие доктора и сиделки истощили наш текущий счет, и Гросс устроил мне выступление во Франценсбаде, Мариенбаде и Карлсбаде. Таким образом, в один прекрасный день я снова открыла сундук и вынула танцевальные наряды. Помню, что я расплакалась, целую свою маленькую красную тунику, в которой танцевала революционные танцы, и поклялась не покидать больше искусства ради любви. К этому времени мое имя приобрело в стране магическое значение, и однажды вечером, когда я обедала в обществе своего импресарио и его жены, собравшаяся толпа так напирала на большое зеркальное стекло в окне ресторана, что к великому огорчению хозяина гостиницы разбила его. Печаль, страдания и разочарования, доставляемые любовью, я воплощала в искусстве. Я создала рассказ об Эфигении, об ее прощании с жизнью на алтаре смерти. Наконец, Александр Гросс устроил мне выступление в Мюнхене, где я съехалась с матерью и Элизабет, которые радовались, видя меня в одиночестве, хотя и нашли, что я изменилась и стала грустна. Перед моим спектаклем в Мюнхене Элизабет и я съездили в Аббацию, где долго катались по улицам, стараясь найти пристанище в гостинице. Мы так и не нашли его, но привлекли к себе внимание всего мирного городка, и, между прочим, нас заметил проезжавший мимо эрцгерцог Фердинанд. Он заинтересовался нами и любезно приветствовал. В конце концов, он пригласил нас остановиться у него на вилле в саду гостиницы Стефани. Весь эпизод носил совершенно невинный характер, но вызвал громадный скандал в придворных кругах. Знатные дамы, которые вскоре начали нас навещать, вовсе не интересовались моим искусством, как я тогда наивно предполагала, а просто хотели выяснить нашу истинную роль в доме эрцгерцога. Те же дамы по вечерам низко приседали перед обедавшим эрцгерцогом в столовой гостинице, и я, следуя обычаю, приседала еще ниже, чем они могли это делать. Именно тогда я ввела купальный костюм, который успел с тех пор завоевать общее признание. Он состоял из светло-голубой туники тонкого крепдышина с глубоким вырезом, узкими перехватами на плечах, с юбкой чуть выше колен и голыми ногами. Вы легко себе представите, какую я произвела сенсацию, если вспомните, что дамы имели тогда обыкновение купаться строго одетые в черное, в юбках ниже колен, черных чулках и черных купальных туфлях. Эрцгерцог Фердинанд прогуливался по купальным мосткам, рассматривал меня в бинокль и громко шептал «Ах, как хороша эта Дункан! Как чудно хороша! Весна не так хороша, как она!» Несколько времени спустя, когда я танцевала в Вене, в Кордовском театре, эрцгерцог, окруженный красивыми молодыми офицерами и адъютантами, каждый вечер появлялся в литерной ложе. Естественно, что люди перешептывались, но интерес эрцгерцога ко мне был чисто эстетическим, как к артистке. Он вообще, кажется, избегал общества прекрасного пола и был вполне удовлетворен своим окружением из красивых молодых офицеров. Немного позже я очень сочувствовала Фердинанду, узнав, что австрийский двор постановил заточить его в мрачный замок в Зальцбурге. Возможно, что он немного отличался от других, но разве бывают действительно симпатичные люди без заскока? Из аббации мы с Элизабет поехали в Мюнхен. В те времена вся жизнь Мюнхена сосредоточивалась около Кунстлерхауса, где группа художников Карлбах, Лембах, Штук и другие собирались по вечерам за кружкой доброго мюнхенского пива, чтобы поговорить о философии и искусстве. Гросс хотел, чтобы я выступала в Кунстлерхаусе. Лембах и Карлбах охотно соглашались, и только Штук утверждал, что танцы не подходят к такому храму искусства, каким является мюнхенский Кунстлерхаус. Как-то утром я пошла на дом к Штуку, чтобы убедить его в ценности моего искусства. В его ателье я сняла платье, надела тунику и протанцевала ему. А потом я безостановочно в течение четырех часов убеждала его в святости моего призвания и в том, что танцы могут быть искусством. Позже он часто говаривал своим друзьям, что никогда в жизни не был так удивлен, рассказывая, что ему казалось, будто дриада Солимпа из другого мира внезапно появилась перед ним. Он, конечно, согласился, и мой дебют в мюнхенском Кунстлерхаусе был величайшим артистическим событием, который город видел за много лет. Затем я танцевала в зале Каим. Студенты почти лишились рассудка. Каждый вечер они выпрягали лошадей из коляски и везли меня по улицам, сопровождая с зажженными факелами мою Викторию и распевая студенческие песни. Часто они часами простаивали под окном гостиницы и пели в ожидании того, что я им брошу свои цветы и носовые платки, которые они потом делили между собой и уносили, прикрепив к шапкам. Однажды вечером они увезли меня в свое студенческое кафе, где переносили во время танцев с одного столика на другой. Они пели всю ночь, постоянно повторяя припев «Айсидора, айсидора, как прекрасна наша жизнь». Мюнхен был в те годы настоящим ульем артистической интеллектуальной деятельности. На улицах толпились студенты. Каждая девушка имела в руках портфель или связку нот. Витрины магазинов представляли собой сокровищницы полной редких книг, старинных гравюр и заманчивых новых изданий. Это в соединении с удивительными музейными коллекциями, со свежим осенним воздухом, которым дышали солнечные горы, с посещениями мастерской среброволосого Лембаха, с постоянным общением с философами вроде Карвельгорна и других, побудило меня вернуться к нарушенному интеллектуальному и духовному пониманию жизни. Я начала изучать немецкий язык, читать Шопенгауэра и Канта в оригинале, и скоро могла с громадным удовольствием следить за бесконечными спорами артистов, философов и музыкантов, которые каждый вечер встречались в кунцлерхаузе. Я также научилась пить превосходное мюнхенское пиво, и недавно испытанное потрясение немного сгладилось. Однажды вечером на особо парадном спектакле в кунцлерхаузе я заметила поразительного человека, сидевшего в первом ряду и аплодировавшего. Облик этого человека мне напомнил великого маэстро, творения которого не только что начали открываться. Тот же выпуклый лоб, тот же резко очерченный нос, только контуры рта были нежнее и безвольнее. После спектакля я узнала, что это сын Рихарда Вагнера, Зигфрид Вагнер. Он присоединился к нашему кружку, и тут я впервые познакомилась и имела удовольствие восторгаться тем, кто отныне должен был войти в число моих самых дорогих друзей. Его речь была блестящая и полна воспоминаний о великом отце, который казалось витали над ним, как священное сияние вокруг головы праведника. Я тогда впервые читала Шопенгауэра и была увлечена открывшимся мне философским освещением отношения музыки к воле человека. Это необыкновенное сознание духа, или как немцы называют его «гайст» — святость. «Der Heiligtum des Gedankens» — святость мысли, с которой я столкнулась, часто давала мне ощущение, будто я введена в мир высших и богоподобных мыслителей, разум которых был шире и возвышеннее, чем разум всех других людей, встреченных мною в мире моих путешествий. Вот где казалось, на философский подход к жизни смотрели как на высшее достижение человеческой удовлетворенности, с которой может равняться разве только еще большая святыня — музыка. Для меня также явились откровением дивные произведения итальянского искусства, собранные в мюнхенских музеях. И, зная, как мы близко от границы, Элизабет, мать и я поддались непреодолимому порыву и сели в поезд, отправляющийся во Флоренцию. Глава двенадцатая Я никогда не забуду необыкновенных впечатлений при перевале через Тироль и при спуске по солнечному склону горы в равнину Умбрии. Мы вышли из поезда во Флоренции и несколько недель провели в восторженном паломничестве по галереям, садам и оливковым рощам. В то время мое юное воображение особенно занимал Боттичелли. Целыми днями я просиживала перед Примаверой, знаменитой картиной этого мастера. Вдохновленная ею, я создала танец, в котором пыталась изобразить нежные и удивительные движения, которые угадывались на ней. Волнистость земли, покрытая цветами, кружок нимф и полет зефиров, собравшихся возле центральной фигуры, полуафродиты и полумадонны, возвещающие рождение весны символическим жестом. Я долгие часы сидела перед этой картиной. Я была в нее влюблена. Славный старичок-сторож принес мне скамейку и взирал на мой восторг с нежным интересом. Я сидела так, пока мне не начало казаться, что я вижу, как трава растет, босые ноги танцуют и тела начинают колыхаться. Пока вестник радости не снизошел на меня и я не подумала, я протанцую эту картину и передам другим весть любви, весны и пробуждения жизни, которую я так мучительно на себе ощутила. Я дам понять им этот восторг через посредства танца. Настало время закрытия галереи, а я все еще сидела перед картиной. Я хотела постичь смысл весны, скрытой в тайне этого прекрасного мгновения. Я чувствовала, что до сих пор жизнь была сплошным исковерканным и слепым исканием и думала, что, разгадав тайну картины, буду в состоянии указать другим путь к внутреннему богатству жизни и достижению радости. Помню, что я уже тогда думала о жизни, как думает человек в светлом настроении, отправившийся на войну, но тяжело израненный человек, который, поразмыслив, говорит, почему мне не начать проповедовать другим Евангелие, которое может их уберечь от страданий. Так размышляла я во Флоренции перед картиной Примавера Боттичелли, которую я впоследствии старалась передать в танцах. О чудная, мелькнувшая передо мной картина языческой жизни, где Афродита сияла в смягченном образе кроткой богоматери, а Аполлон, стремящийся дотянуться до нижних ветвей, лицом походил на святого Себастьяна. Я чувствовала, что все это заливало меня мирной радостью, и я страстно желала воплотить картину в танце, который назвала «танцем будущего». Тут, в залах старинного дворца, я танцевала под музыку Монтаверди и мелодии некоторых более ранних анонимных композиторов перед артистическим миром Флоренции. Под одну очаровательную мелодию для шестиструнной виолончели я создала образ ангела, играющего на воображаемой скрипке. Мы были, как и всегда, беспечны и непрактичны, и деньги наши пришли к концу. Мы были вынуждены телеграфировать Александру Гроссу с просьбой выслать необходимую сумму для приезда в Берлин, где он подготавливал мое выступление. В Берлине, проезжая по улицам, я растерялась, увидев, что весь город является одной сплошной афишей, извещающей о моем приезде и предстоящей гастроли в опере Кролла при участии филармонического оркестра. Александр Гросс повез нас в чудные апартаменты гостиницы «Бристоль» на Унтерден-Линден, где представители германской прессы ожидали меня в полном составе для первого интервью. Под влиянием моего пребывания во Флоренции и моих занятий в Мюнхене я находилась в таком задумчивом и далеком от жизни настроении, что привела журналистов в большое удивление, дав на моем американо-немецком языке наивный, но грандиозный обзор искусства танца, как великого и серьезного искусства, которому суждено пробудить жизнь во всех других областях искусства. Александр Гросс был храбрым искателем новых путей. Он поставил на карту все свое состояние, чтобы наладить мои выступления в Берлине, не скупился на рекламу, взял лучшее помещение оперы и пригласил лучшего дирижера. Он был бы совершенно разорен, если бы когда поднялся занавес, обнаруживая мои простые голубые драпировки, заменявшие декорации, и одну маленькую тоненькую фигурку среди огромной сцены, мне не удалось сорвать с первой же минуты аплодисменты удивленной немецкой публике, но Гросс оказался хорошим пророком. Я оправдала его предсказания и сразу завоевала Берлин. После того, как я танцевала в течение двух часов, публика не хотела расходиться и требовала все новых и новых повторений, пока, наконец, в едином восторженном порыве не бросилась к рампе. Сотни молодых студентов вскарабкались на сцену, им не угрожала опасность быть раздавленной насмерть от слишком бурных выражений поклонения. Целый ряд вечеров толпа поддерживала очаровательный немецкий обычай, выпрягала лошадей из коляски и с триумфом везла меня по Унтерден-Линден в гостиницу. С этого первого спектакля я стала известна немецкой публике как божественная святая Айседора. В один прекрасный вечер из Америки внезапно вернулся Раймонд, который стосковался без нас и говорил, что не в силах жить отдельно от семьи. Мы тогда вернулись к мечтам, которые давно лелеяли — совершить паломничество к самому священному алтарю искусства, поехать в наши любимые Афины. Я чувствовала, что нахожусь еще только у врат моего искусства, и после недолгих выступлений в Берлине настояла на отъезде из Германии, несмотря на просьбы и жалобы Александра Гросса. С блестящими глазами и сильно бьющимися сердцами мы снова сели в поезд, идущий в Италию, чтобы совершить всем вместе давно откладывавшуюся поездку в Афины через Венецию. Мы провели несколько недель в Венеции, благоговейно посещая церкви и галереи, но в те времена Венеция значила для нас еще немного. Мы приходили в гораздо больший восторг перед высокоинтеллектуальной и духовной красотой Флоренции. Лишь много лет спустя, когда я посетил Венецию в обществе стройного, темноглазого возлюбленного с оливковым цветом лица, она мне открыла свои тайны и всю свою волшебную прелесть. Тогда только я поняла, сколько чар таится в Венеции, но во время первого посещения все мои помыслы были устремлены на то, чтобы как можно скорее сесть на корабль и отплыть в голубые дали. Раймонд, выработавший план нашего путешествия в Грецию, решил, что все должно идти как можно проще, и поэтому, избегая больших пассажирских пароходов, мы отправились на маленьком коммерческом судне, совершавшем рейсы между Бриндизи и Санта-Морой. В Санта-Море мы высадились на берег и побывали на месте, где находилась древняя Итака, а затем на скале, с которой Софо в порыве отчаяния бросилась в море. Теперь, когда я вспоминаю эту поездку, как и тогда, в ушах звучат бессмертные стихи Байрона. «О скалы Эллады, о скалы Эллады, где мира войною сменялись у слады, где пела Софо и от страсти пылала, где остров есть Делос, где Феба начала, там вечное лето их всех золотит, но все, кроме солнца, померкло и спит». В Санта-Море мы наняли маленькую парусную лодку с экипажем из двух человек и на заре жаркого июльского дня поплыли по Ионическому морю. Мы вошли в залив Амбрачио и высадились у маленького городка Карвасарас. Нанимая лодку, Раймонд пытался объяснить с помощью жестов и нескольких древнегреческих слов, что наше путешествие должно по возможности напоминать путешествие Одиссея. Рыбак, по-видимому, очень мало знал об Одиссее, но вид достаточного количества драхм заставил его решиться поднять парус, хотя сделал он это с видимой неохотой и, неоднократно указывая на небо, повторял «бум-бум» и, изображая руками бурю, старался нам дать понять, что море ненадежное. Не существует более коварного моря, чем ионическое, и мы рисковали нашими драгоценными жизнями. Мы остановились в маленьком турецком городке Пререза, на Эперийском побережье, и накупили продуктов — огромный козий сыр, большое количество спелых оливок и сушеной рыбы. На нашем паруснике провизию некуда было спрятать, и она целыми днями лежала под палящими лучами солнца. Я не забуду до самой смерти запаха сыра и рыбы, тем более что маленькую лодку равномерно покачивала. Часто ветер спадал, и нам приходилось браться за весла. В конце концов, с наступлением сумерек, мы высадились в Карвасаросе. Все жители сбежались на берег, чтобы нас приветствовать. Сам Христофор Колумб, высаживаясь на американском побережье, наверное, не вызвал большего удивления среди туземцев. Мы почти обезумели от радости. Хотелось обнять всех жителей поселка и воскликнуть. Наконец-то, после многих странствий, прибыли мы в священную землю эллинов. Привет, о Зевс Олимпийский и Аполлон и Афродита. Готовьтесь, о Музы, снова плясать. Наша песня разбудит Диониса и спящих вакханок. В Карвасаросе не было ни гостиницы, ни железной дороги. Нам отвели на постоялом дворе единственную комнату, и мы там переночевали все вместе. Спать особенно много не пришлось, во-первых, потому что Раймонд целую ночь напролет держал речи о мудрости Сократа и небесной награде за платоническую любовь. Во-вторых, потому что кровати состояли из грубо отесанных досок. И, наконец, потому что Эллада была населена тысячью маленьких обитателей, которым захотелось нами питаться. На утренней заре мы покинули селение. Мать с нашими четырьмя чемоданами ехала в повозке, запряженной парой лошадей. А мы, срезав лавровые ветви, шли рядом пешком. Почти все село сопровождало нас большую часть пути, по которому слишком две тысячи лет назад шел с войском Филипп Македонский. Дорога из Карвасараса до Аргениньона идет через горы полной дикой и суровой красоты. Утро было чудесное, воздух чист, как хрусталь. С юношеской легкостью резвились мы вокруг повозки, подпрыгивая, распевая песни и испуская радостные крики. Переправляясь через речку Аспропотамас, древний Ахеллос, Раймонд и я, несмотря на слезные мольбы Элизабет, решили окунуться в ее чистых водах, но не рассчитали силы течения и едва не были унесены. Немного дальше две злобные овчарки устремились на нас через луг из отдаленной усадьбы и набросились бы на нас со свирепостью волков, если бы не вмешался наш храбрый кучер и не отогнал их бичом. Мы завтракали в маленькой придорожной харчевне, где в первый раз попробовали вина, сохранившегося в классических засмоленных мехах. Вкус у него, как у мебельной палитуры, но мы, делая гримасы, уверяли, что оно превосходно. Наконец мы доехали до раскинувшегося на трех холмах древнего города Стратоса. Это были первые греческие развалины, которые мы увидели, и вид дорических колонн привел нас в восторг. Мы поднялись за Раймондом на западный холм к храму Зевса, и в лучах заходящего солнца перед нами миражом вырос старый город на трех холмах во всей его красоте и великолепии. С наступлением темноты мы приехали в Агренион, немного усталые, но в таком состоянии счастья, которое редко выпадает на долю смертным. Утром мы сели в Амнибус и приехали в Месолонге, где воздали хвалу памяти Байрона, погибшего в этом героическом городе, расположенном на земле, пропитанной кровью мучеников. Не кажется ли странным, когда подумаешь, что Байрон уберег сердце Шелли от пламени погребального костра? Сердце Шелли теперь похоронено в Риме, и возможно, что сердца двух поэтов все еще находятся в мистическом общении от некогда славной Греции до былого величия Рима. При свете умирающей зари мы покинули Месолонге с трепещущим сердцем и глазами полными слез, и с палубы маленького парохода, отвозившего нас в Патрос, следили за исчезающим городом. В Патросе нам предстоял трудный выбор решить, куда ехать, в Олимпию или Афины, но нетерпение, связанное с желанием увидеть Парфенон, одержало верх, и мы сели в поезд, идущий в Афины. Мы неслись по лучезарной Элладе. Порой мелькала снеговая вершина Олимпа, в оливковых рощах плясали гибкие нимфы и дриады, и восторг наш не знал границ. Часто наше волнение достигало таких размеров, что мы бросались друг другу в объятия и начинали рыдать. На маленьких станциях степенные крестьяне провожали нас удивленными взорами, вероятно, считая нас пьяными или сумасшедшими. Но это было не что иное, как восторженные поиски и стремления к блеску высшей мудрости, голубым глазам Афины Паллады. Вечером мы приехали в окутанной сиреневой дымкой Афины, и уже утренняя заря застала нас поднимающимися неверными шагами и с сердцами бьющимися от волнения по ступенькам храма богини. По мере того, как мы поднимались, мне начинало казаться, что вся прежняя жизнь спадает с меня, как шутовской наряд. Мне казалось, что до этого момента я не жила вовсе. Я глубоко вздохнула, и мне показалось, что в глубоком вздохе восторга перед чистой красотой я родилась впервые. Из-за холма Пентеликус вставало солнце, обливая светом четко вырисовывавшиеся в золотых лучах мраморные стены. Мы поднялись на последнюю ступеньку пропилеи и стали смотреть на храм, освященный утренним светом. Мы молчали, пораженные, и разошлись в разные стороны. Божественная красота была слишком священна для слов и наполняла странным трепетом наши сердца. Теперь было не до радостных возгласов и не до объятий. Каждый искал себе место, с которого мог бы предаться созерцанию и часами размышлять, в каком-то экстазе, потрясшем нас до глубины души. Осмотр Парфенона убедил нас, что клан Дунканов, мать и четверо детей, вполне удовлетворяют друг друга и что общение с другими людьми до сих пор отвлекало нас от наших идеалов. Мы задали себе вопрос, зачем нам покидать Грецию, раз мы нашли в Афинах ответ на все эстетические запросы. Можно было бы удивляться, почему я после успешных выступлений и страстного увлечения в Будапеште не испытывала никакого желания возвратиться к этой жизни. Но дело в том, что, отправляясь в паломничество, я не искала ни денег, ни славы. Это было путешествие, предпринятое исключительно для души. Мне казалось, что дух, который я мечтала найти, дух невидимой богини Афины, по-прежнему живет в развалинах Парфенона. Мы решили, что клан Дунканов навсегда останется в Афинах и там воздвигнет храм в собственном вкусе. После своих берлинских выступлений я положила в банк деньги, которые, как мне казалось, никогда не должны были иссякнуть, и мы поэтому принялись отыскивать подходящее место для нашего храма. Все были вполне счастливы, кроме Августина, который долгое время грустил и, наконец, признался, что очень одинок, без жены и ребенка. Мы сочли это за страшную слабость, но согласились, раз он уже женат и имеет ребенка, что нет другого выхода, как выписать их сюда. Жена Августина, приехавшая с маленькую дочерью, была одета по моде и носила французские каблуки, на которые мы стали коситься, потому что сами давно перешли на сандалии, чтобы не осквернять белых мраморных плит Парфенона. Против сандалий приезжие горячо протестовало, а мы тем временем решили, что мои платья-директуар и галстуки, отложные воротники и короткие штанишки Раймонда являются одеждами вырождения и что мы должны облечься в туники древних греков, что и сделали, к величайшему удивлению греков современных. Нарядившись в тунику и пеплом и подвязав волосы, мы отправились искать подходящее место для нашего храма. Мы обыскали колонны, фолерон и долины Аттики, но не могли найти ничего достойного до тех пор, пока не забрели в сторону Геметтуса, где находятся пасеки, славящиеся знаменитым медом. Поднявшись на возвышенность, Раймонд вдруг положил свой посох на землю и вскричал «Глядите, мы находимся на одной высоте с Акрополем!» И действительно, на западе мы увидели храм Афины, поражавший своей близостью, хотя и находился на расстоянии четырех километров. Но купить этот участок оказалось нелегко. Прежде всего, никто не знал, кому он принадлежит. Расположен он далеко от Афин и посещался одними пастухами и стадами коз. После долгих розысков нам, наконец, удалось узнать, что земля эта, разделенная на секторы от середины к краям, словно торт, уже в течение ста с лишним лет принадлежала пяти крестьянским семьям, к которым мы обратились с просьбой ее продать. Крестьяне чрезвычайно удивились, так как до сих пор никто никогда не проявлял интереса к их участку, такому отдаленному от Афин. На его каменистой почве мог только расти чертополох, воды поблизости не было, и земля считалась не имеющей никакой цены. Но едва мы изъявили желание ее приобрести, владельцы предположили, что она должна очень высоко цениться, и запросили баснословную сумму. Но клан Дунканов твердо решил купить участок и стал принимать к этому своеобразные меры. Все пять крестьянских семейств были приглашены на пиршество, на котором подавался барашек на вертеле и другие лакомые блюда. Все это обильно поливалось коньяком, называемым в Греции раки. За обедом с помощью маленького афинского адвоката мы составили акт о покупке, под которым поставили свои значки неграмотные крестьяне. Пиршество, по нашему мнению, увенчалось полным успехом, хотя мы сильно переплатили за землю. С этих пор маленький голый холм на одном уровне с Акрополем, холм с древних времен известный под именем Капанос, стал собственностью клана Дунканов. Достав бумагу и чертежные принадлежности, мы стали набрасывать план постройки. В плане дворца Агамемнона Раймонд нашел ту модель, которую искал, и, пренебрегая помощью архитектора, сам нанял рабочих и носильщиков камней. Хотя только мрамор с холма Пентеликона казался достойным нашего храма, раз из него были высечены благородные колонны Парфенона, мы все-таки скромно удовлетворились красным камнем, который можно было найти у подножия холма. И с этого дня длинная вереница повозок везла по извилистой дороге с Пентеликона на Кампанос красные каменные глыбы, а наше восхищение росло с каждой выгруженной повозкой. Наконец, настал знаменательный день закладки нашего храма, и мы решили, что великое событие надо отпраздновать с надлежащей торжественностью. Хотя, конечно, никто из нас не был религиозен, и каждый отличался свободом мыслием и современными научными взглядами, все же мы считали более эстетичным и подходящим к случаю, чтобы по греческому обычаю освящение закладки было совершено греческим священником. Все местное население было нами приглашено принять участие в торжестве. Старый священник пришел в черной рясе и черной широкополой шляпе со свисавшей черной вуалью и потребовал черного петуха для жертвоприношения. Этот обычай берет свое начало в храме Аполлона. Был заимствован византийским духовенством и сохранился до наших дней. Не без трудностей черный петух был в конце концов найден и вручен священнику вместе с ножом для жертвоприношения. Тем временем толпы крестьян собирались со всех сторон, из Афин приехало избранное общество, и к закату солнца на Капанасе собралось множество народу. Старый священник приступил к обряду с внушительной торжественностью. Когда он попросил нас указать ему точные очертания будущего храма, мы исполнили его просьбу, танцуя по линиям квадрата, уже нарисованным Раймондом на земле. Он подошел к одному из больших камней, приготовленных для фундамента, и в ту минуту, когда огромный красный диск солнца скрывался за горизонтом, перерезал горло черному петуху, алая кровь которого брызнула на камень. Держа в одной руке нож, а в другой убитую птицу, он трижды торжественно обошел линию капитальных стен, после чего начал молитвы и песнопения. Он благословил все камни, предназначенные для постройки, и, спросив наши имена, прочитал длинную молитву, в которой неоднократно повторялись Айседора Дункан, моя мать, Августин, Раймонд, Элизабет и малютка Айседора, то есть я, причем каждый раз произносил фамилию Дункан, точно ее писали через букву Т, а не Д. Он убеждал нас жить в новом доме благочестиво и мирно, молясь, чтобы наши потомки жили тоже в мире и благочестии. После окончания молитвы появились музыканты с местными несложными инструментами. Были откупорены большие бочки вина и раки, на вершине холма был зажжен гигантский костер, и всю ночь напролет мы танцевали, пили и веселились с нашими соседями, окрестными крестьянами. Мы решили навсегда остаться в Греции и поклялись, как говорит Гамлет, не заключать больше браков. Пусть тот, кто женат, останется женатым, и так далее. Мы холодно приняли в нашу среду жену Августина, но для себя составили в тетради проект, по которому из клана Дунканов исключались все посторонние и туда же занесли правила нашей жизни на Капаносе, немного похожие на правила государства Платона. Было постановлено вставать на заре и встречать восходящее солнце радостными песнями и танцами, а затем подкрепляться скромной чашей козьего молока. Утро посвящалось преподаванию танцев и пения. Мы хотели вернуть местных жителей к почитанию греческих богов и побудить их сбросить ужасные современные одежды. Потом, после легкой трапезы, состоявшей из овощей, решено было отказаться от мяса и стать вегетарианцами. Мы предавались созерцательному размышлению, а вечерами совершали языческие обряды, сопровождавшиеся подходящей музыкой. Началась постройка Капаноса. Стены дворца Агамемнона были толщиной в два фута и поэтому, конечно, той же толщины должны были стать стены Капаноса. Только после того, как работы значительно подвинулись вперед, мне стало ясно, сколько понадобится красного камня с Пентеликоса и во что обойдется каждый воз. А несколько дней спустя, решив провести ночь в палатке на месте постройки, мы неожиданно сделали грустное открытие, что на много миль кругом не было ни капли воды. Мы взглянули на вершину Геметтуса, где мед был в таком изобилии и было множество ключей, потом на вечные снега Пентеликоса и его водопады. Увы, Капанос был сух и бесплоден, а ближайший источник находился на расстоянии четырех километров. Но Раймонд, не смущаясь, нанял еще рабочих и принялся за бурение артезианского колодца. Во время работ Раймонд обнаружил различные древности и стал утверждать, что на этих вершинах должен был когда-то находиться поселок. Но я полагала, что здесь было только кладбище, так как чем глубже становился колодец, тем сушей делалась земля. Наконец, после нескольких недель бесплодных поисков воды на Капаносе, мы вернулись в Афины, чтобы испросить совета у вещих духов, населявших по нашему убеждению Акрополь. Мы получили специальное разрешение от города бывать там по ночам и проводить лунные вечера в амфитеатре Диониса, где танцевали и слушали Августина, читавшего отрывки из греческих трагедий. Клан Дунканов довольствовался самим собой. С обитателями Афин у нас не было ничего общего, и мы даже остались равнодушны к известию, переданному крестьянами, что греческий король выехал верхом, чтобы осмотреть наш храм. Нами правили другие цари — Агамемнон, Менелай и Приам. Глава тринадцатая. Лунной ночью, сидя в театре Диониса, мы услышали звонкий голос мальчика, который пел с таким трогательным неземным оттенком, какой бывает только у детей. Скоро к нему присоединился второй, а затем и третий голос. Мальчики пели старинную греческую песню, и мы слушали точно заколдованные. Так должны были петь мальчики в древнегреческом хоре, заметил Раймон. На следующий вечер концерт повторился. На третий, под влиянием щедро розданных драхм, хор увеличился, и постепенно все афинские мальчики стали собираться в театре Диониса, чтобы петь нам при лунном свете. Наши юные певцы навели нас на мысль попытаться возродить прежний греческий хор. Мы каждый вечер устраивали конкурсы в театре Диониса, выдавая награды за самые древние греческие мелодии. Мы также заручились услугами профессора византийской музыки. В конце концов, у нас составился хор из десяти мальчиков, обладавших самыми чудными голосами в Афинах. Молодой студент, тоже изучавший древнегреческий язык, помог нам разучить с хором взывающих Эсхила. Хоры эти, вероятно, самые красивые из когда-либо написанных. Один, особенно запечатлевшийся в моей памяти, описывает ужас дев, собравшихся вокруг алтаря Зевса, ища защиты от братьев-кровосмесителей, гнавшихся за ними через море. Таким образом, мы углубились в собственную работу, отдавались занятиям в Акрополе, наблюдали за постройкой Капаноса и принимали участие в хорах Эсхила. Удовлетворяясь редкими экскурсиями в соседние деревни, мы ничего большего не желали. Сильнейшее впечатление произвело на нас чтение элевзинских мистерий. Язык смертного не может разглашать эти тайны, но благословен тот, чьи глаза видели их. Судьба его после смерти не будет походить на судьбу других людей. В один прекрасный день мы поехали в Элевзис, отстоявший на тринадцать с половиной миль от Афин. С голыми ногами, обутыми в одни сандалии, мы, танцуя, стали спускаться по белой пыльной дороге, которая ведет к морю мимо древних рощ Платона. Мы танцевали, а не шли, потому что хотели умилостивить богов. Мы миновали маленькую деревню Дафнис и часовню Хагиатриас. В просвете между холмами мелькнули море и остров Саламис. Мы на минуту задержались, чтобы возобновить в памяти знаменитую битву при Саламисе, где греки разбили персов с к серксом во главе. Мы действительно танцевали всю дорогу и только раз остановились у маленькой христианской церкви, где греческий священник, который с растущим изумлением наблюдал за нашими танцами, пригласил нас зайти и попробовать его вина. В Элевзисе мы провели два дня и познакомились с его тайнами. На третий день мы возвратились в Афины, но не одни. Нас сопровождали тени любимых авторов — Эсхила, Эврипида, Софокла и Аристофана. Нас больше не тянуло к странствиям. Мы попали в нашу Мекку, великую Элладу. С тех пор я отдалилась от первого чистого поклонения перед мудрой Афиной Палладой, и во время последнего посещения Афин, сознаюсь, меньше интересовалась культом богини, чем лицом страдающего Христа в часовенке Дафниса. Но в те времена, в весну нашей жизни, Акрополь являлся для нас исключительным источником радости и вдохновения. Мы чувствовали себя слишком сильными и самоуверенными, чтобы понимать жалость. Мы каждое утро поднимались на пропелее и скоро знали всю историю священного холма. Мы брали с собой книги и старались проследить судьбу каждого отдельного камня, изучая одновременно взгляды выдающихся археологов на происхождение и значение некоторых знаков и предсказаний. С помощью нашего студента мы из двухсот ободранных афинских уличных мальчишек выбрали десять, обладающих райскими голосами, и стали их обучать пению в хоре. В обрядах греческой церкви мы нашли строфы и антистрофы такой законченной гармонии, что были, по нашему мнению, гимнами Зевсу Отцу Громовержцу и Защитнику. Их, вероятно, заимствовали первые христиане и превратили в гимны Единому Богу. В афинской библиотеке мы нашли различные труды о старой греческой музыке, в которой обнаружили точно такие же созвучия и интервалы. Это открытие повергло нас в состояние лихорадочной восторженности. Именно нам было суждено вернуть миру через две тысячи лет эти потерянные сокровища. Гостиница, в которой мы жили, любезно предоставила мне большую залу для занятий, где я работала каждый день. Я проводила часы, подбирая для хора взывающих движения и жесты, навеянные ритмом музыки греческой церкви. Мы так углубились в нашу работу и настолько свято верили в свои творения, что не заметили комичности смешения различных религиозных выражений. Тогда афины, как и обычно, были охвачены революционным брожением. В данном случае революция основывалась на разнице во мнениях королевского дома и студенчества относительно того, какой язык должен быть принят на сцене, древний или новогреческий. Толпы студентов ходили по улицам со знаменами, требовавшими введение древнегреческого языка. В день нашего возвращения из Капаноса демонстранты окружили наш экипаж и приветствовали наши туники, приглашая присоединиться к их шествию, что мы охотно исполнили из любви к древней Элладе. После этой встречи студенты решили устроить представление в городском театре. Десять греческих мальчиков со студентами во главе, одетые в пестрые, свободно не спадающие хитоны, пели на древнегреческом языке хоры из хила «А я танцевала», что вызвало бурю восторга среди студентов. Когда король Георг услышал про манифестацию, он выразил желание, чтобы спектакль был повторен в Королевском театре. Но это представление в присутствии двора и иностранных посольств не вызвало такого пылкого энтузиазма, который царил в Народном театре у студентов. Аплодисменты рук, затянутых в белой лайковой перчатке, не вдохновляли. Когда король Георг прошел за кулисы в мою уборную, чтобы пригласить посетить королеву в ее ложе, я тотчас заметила, что у них не было настоящей духовной любви к моему искусству и понимания его, хотя они и казались очень довольными. Балет всегда будет избранным видом танца для коронованных особ. Все эти события произошли как раз тогда, когда я сделала печальное открытие, что наш счет в банке постепенно иссякает. Ночью, после представления в Королевском театре, я не могла уснуть, и на заре отправилась совершенно одна в Акрополь, где танцевала в театре Диониса, чувствуя, что это в последний раз. Затем поднялась на пропелее и остановилась перед Парфеноном. Внезапно мне показалось, что все мои мечты разлетелись в точно мыльный пузырь, и я ясно поняла, что мы только современные люди, и всегда ими останемся. Чувства древних греков нам будут чужды, несмотря ни на что. Храм Афины, возвышавшийся передо мною, был воздвигнут для других времен и людей. Я была всего-навсего американкой с шотландской и ирландской кровью, которая, пожалуй, была ближе к краснокожим, чем к грекам. Дивный мираж одного года, проведенного в Элладе, вдруг рассеялся. Звуки византийско-греческой музыки становились все слабее и слабее, и все покрывалось громкими аккордами смерти из Ольды, звучавшими в моих ушах. Три дня спустя, провожаемые восторженной толпой и плачущими родителями десяти греческих мальчиков, мы сели в венский поезд. На вокзале я завернулась в бело-голубой греческий флаг, а десять греческих мальчиков вместе с народом запели чудный греческий гимн. Когда я оглядываюсь на этот проведенный в Греции год, я нахожу действительно прекрасным это усилие перенестись на две тысячи лет назад к той красоте, которой, быть может, мы не поняли, как не понимают ее и другие. Так мы покинули Элладу и утром приехали в Вену с хором греческих мальчиков и их византийским наставником. Глава четырнадцатая Наша попытка возродить греческий хор и античные трагические танцы была, конечно, очень ценна, но совершенно неосуществима. То, что я после материального успеха в Берлине и Будапеште не пожелала поехать в кругосветное турне и истратила заработанные деньги на то, чтобы воздвигнуть греческий храм и воскресить греческий хор, кажется мне теперь странным явлением. Приехав в Вену, я показала изумленной австрийской публике хор «Взывающих» из «Хила», исполненный на сцене нашими греческими мальчиками в то время, как я танцевала. У Даная было пятьдесят дочерей. Моей тонкой фигурой было трудно изобразить чувство пятидесяти дев, но я делала все, что могла, чувствуя множество в единстве. Вена находилась лишь на расстоянии четырех часов езды от Будапешта, но поразительно, что год, проведенный близ Парфенона, меня совершенно отдалил от Будапешта, и я даже не удивлялась, что Ромео ни разу не потрудился проделать четырехчасовой путь и навестить меня, не считая, что он обязан это сделать. Вся моя энергия уходила на греческий хор, и чувству не оставалось никакого места. Говоря правду, я ни разу и не вспомнила о Ромео. Наоборот, все мои интересы в те времена были направлены на вопросы из области разума и удачно объединились в дружбе с человеком, который был прежде всего человеком ума. Это был Герман Барр. Несколько лет тому назад он видел мои танцы в Вене, в Кунцлерхаусе, перед артистами, и теперь, когда я вернулась в этот город с хором греческих мальчиков, он проявил большой интерес к моему делу и писал в Венской Нойе прессе замечательные критические статьи. Герману Барру было тогда приблизительно 30 лет, и он выделялся благородными очертаниями головы и роскошными каштановыми волосами и бородой. Хотя он часто приходил ко мне в гостиницу «Бристоль» после представления и засиживался до зари, хотя я часто вставала с места и танцевала страфу за страфой греческого хора, чтобы иллюстрировать свои слова, наши отношения оставались чуждыми сентиментальности и чувственности, чему скептики, пожалуй, поверят с трудом. Но со времени моих будапештских переживаний в моих чувствах произошла такая революция, что я искренне думала, что навсегда покончила с любовью и что в будущем буду исключительно отдаваться искусству. Все это кажется мне сегодня очень странным, принимая во внимание, что я своим телосложением сильно напоминала Венеру Милосскую. После грубого пробуждения мои чувства вновь заснули, и вся жизнь сосредоточилась в искусстве. Мое выступление в Венском Карловском театре прошло со значительным успехом. Публика, вначале принимавшая хор взывающих из десяти греческих мальчиков довольно холодно, к концу представлений, когда я танцевала «Голубой Дунай», приходила в неистовство. После спектакля я выступила с речью, в которой указала, что моей целью является возрождение духа древнегреческой трагедии. «Мы должны вновь влить жизнь в красоты греческого хора», — сказала я. Но публика продолжала кричать «Нет, нет, танцуй, танцуй, Голубой Дунай, танцуй еще», и аплодировала без конца. Мы покинули Вену, снова нагруженные золотом, и приехали в Мюнхен. Появление моего греческого хора в Мюнхене наделало много шума в кругах профессуры и интеллигенции. Знаменитый профессор Фурт Ванглер прочел лекцию о греческих гимнах, музыках которым была теперь подобрана византийским священникам. Сильно волновались студенты, на которых большое впечатление произвели наши греческие мальчики. Только я, изображая 50 данаит, не была вполне довольна и часто после окончания представления произносила речь, в которой указывала, что в действительности вместо меня должны танцевать 50 дев, что мне очень грустно мое одиночество. Но терпение, гедульт, я скоро организую школу и превращусь в 50 кляйне мэтхен. В Берлине успех греческого хора был значительно меньший, и хотя из Мюнхена для поднятия настроения прибыл известный профессор Корнелиус, берлинцы, как венцы, кричали «Танцуйте лучше Голубой Дунай, и оставьте греческий хор в покое». Тем временем, сами маленькие греческие мальчики испытали на себе влияние непривычной среды. Дирекция гостиницы постоянно жаловалась на их дурные манеры и несдержанность. Они вечно требовали черного хлеба, спелых оливок и сырого луку. Если этих яств не находилось, они приходили в ярость и начинали швырять в кельнеров бифштексами или бросаться на них с ножами. В конце концов, их выкинули из нескольких первоклассных гостиниц, и мне ничего не оставалось сделать, как расставить десять кроватей в гостиной моей собственной берлинской квартиры и поселить мальчиков у нас. Считая их детьми, мы каждое утро торжественно наряжали их в древнегреческие одежды и сандалии и вели гулять в Тиргартен. Однажды Элизабет и я, выступая во главе нашей странной процессии, встретили императрицу верхом. Она была так возмущена и удивлена нашим видом, что на следующем перекрестке упала с лошади, так как добрая прусская лошадь, конечно, никогда не встречала ничего подобного и с испугу шарахнулась в сторону. Эти очаровательные греческие дети оставались у нас только шесть месяцев. К этому времени мы сами стали замечать, что их божественные голоса начали фальшивить, приводя в изумление даже восторженную берлинскую публику. Я храбро продолжала изображать пятьдесят данаит, взывающих перед алтарем Зевса, хотя задача эта была очень трудна, особенно когда мальчики сбивались с тона, а византийский профессор становился все рассеяние и рассеяние, точно оставил в Афинах свою любовь к византийской музыке. Он стал отсутствовать все чаще и продолжительнее. В довершении всего полицейские власти нам сообщили, что наши греческие юноши по ночам украдкой выпрыгивали из окна и как раз тогда, когда мы их считали благополучно спящими в постелях, пробирались в дешевые кафе и там встречались с самыми подозрительными представителями своей национальности, жившими в городе. Со дня приезда в Берлин они утеряли наивное и чистое выражение детских лиц, которым они отличались во время вечерних концертов в театре Диониса и выросли, по крайней мере, на полфута. Каждый вечер в театре хор взывающих все больше и больше смешивал тона и пел настолько плохо, что это уже нельзя было оправдать византийским происхождением. Наконец, после долгих совещаний, мы отвели весь греческий хор в большой магазин Вертгейма, купили каждому по паре хороших готовых брюк, посадили их в экипажи, привезли на вокзал и, вручив билет второго класса, отправили в Афины, сердечно пожелав счастливого пути. После их отъезда мы отложили в долгий ящик возрождение древнегреческой музыки и вернулись к изучению Христофора Глюка, Ифигении и Орфея. С самого начала я понимала танец как выражение хорового начала. Так же, как я пыталась изобразить публике горе дочерей Даная, так и теперь я танцевала в Ифигении девушек, играющих в золотой мяч на бархатистом песке, а пусть печально греческих изгнанников в Тавриде. Я так пылко надеялась создать когда-нибудь целый хор из танцовщиков и танцовщиц, что уже видела его в своем воображении, и мне мерещились в золотом сиянии огней рампы белые гибкие тела моих товарищей. Меня окружали поднятые головы, мускулистые руки, вибрирующие торсы и быстрые ноги. В конце Ифигении девушки-тавриды танцуют вакхический танец радости по случаю спасения ареста. Мне казалось, что их руки хватаются за меня, что я вижу колыхание влекущих меня маленьких тел, в то время как хоровод двигался все быстрее и безумнее. Когда я наконец упала в порыве радостного забвения, я увидела, что они упали, точно вином при звуках флейты опьянившись, стремясь к любви под сенью темных рощ. Еженедельные приемы в нашем доме по улице Виктории стали центром артистических и литературных интересов. Тут велись ученые споры о танце как в высшем виде искусства, ведь немцы относятся серьезно к каждому спору об искусстве и вкладывают в него всю свою душу. Мои танцы стали предметом бурных и пламенных пререканий. В газетах появлялись длиннейшие статьи, иногда приветствовавшие меня как вдохновительницу вновь открытой области искусства, иногда же выставляющие меня губительницей истинного классического танца, то есть балета. По возвращении из театра, где публика принимала меня точно в бреду, я до поздней ночи сидела в белой тунике со стаканом молока на столике подле меня над критикой чистого разума Канта, где неизвестно каким образом черпала вдохновение для тех движений чистой красоты, которую искала. Среди бывших у нас артистов и писателей находился молодой человек, отличавшийся высоким лбом и проницательными глазами под стеклами очков. Он считал своим назначением знакомить меня с гением Ницше. «Только в Ницше, — говорил он, — найдете вы то полное откровение танца, которое ищете». Он приходил ко мне ежедневно и читал мне по-немецки «Заратустру», причем пояснял мне все непонятные слова и выражения. Обаяние философии Ницше захватило меня целиком, и часы, которые мне посвящал Карл Федерн, стали для меня настолько привлекательны, что я с большой неохотой поддалась уговорам своего импресарио и согласилась на ряд коротких гастролей в Гамбурге, Ганновере, Лейпциге и так далее, где меня ждали любопытные толпы народу и много тысяч марок. Триумфальная поездка по всему свету, которую мне предлагали, меня нисколько не манила. Я хотела учиться, продолжать свои розыски, создавать новые формы танца и еще не открытые движения, и мечта о собственной школе, которая меня преследовала с детства, охватывала меня все сильнее и сильнее. Эта страсть сидеть в ателье и учиться довела моего импресарио до полного отчаяния. Он беспрестанно уговаривал меня ехать гастролировать, ныл, показывая мне газеты, где говорилось, что в Лондоне и других местах копии моих занавесей, костюмов и танцев были пущены в ход, пользовались успехом и приветствовались, как оригинальные. Но даже это на меня не действовало. Его отчаяние достигло предела, когда я в начале лета объявила, что хочу провести весь сезон в Байройте, чтобы там познакомиться с творчеством Вагнера у самого его источника. Это решение стало бесповоротным после того, как однажды меня посетила вдова Рихарда Вагнера. Я никогда не встречала женщины, которая произвела бы на меня такое впечатление своим высоким умственным горением, как Казима Вагнер, с ее величественной осанкой и высоким ростом, глазами редкой красоты, немного слишком выдающимся для женщины носом и лбом, излучавшим глубокую мысль. Она разбиралась в самых сложных философских вопросах и знала наизусть каждую фразу и ноту своего великого мужа. О моем искусстве она говорила в изысканно теплых хвалебных выражениях, а затем перешла на Рихарда Вагнера и его отрицательный взгляд на балетную школу и костюмы. Рассказала о том, как, по его мнению, должны были быть поставлены вакханалия и танец цветочных дев, и о невозможности осуществления его мечты берлинской балетной труппой, приглашенной в Байрайт на этот сезон. Затем она меня спросила, не соглашусь ли я выступить в Тангейзере. Но тут возникли затруднения. Мои взгляды не позволяли мне соприкасаться с балетом, так как каждое его движение оскорбляло мое чувство красоты, а создаваемые им воплощения казались механическими и вульгарными. «Ах, почему еще не существует моей школы?» — вскричала я в ответ на ее просьбу. «Тогда я могла бы привезти вам в Байрайт толпу нимф, фаунов, сатиров и граций, о каких мечтал Вагнер. Но что я могу сделать одна? И все-таки я приеду и постараюсь дать хотя бы слабое подобие чудных, нежных, сладострастных движений и трех граций, которых я уже вижу перед собой». Глава пятнадцатая. Я приехала в Байрайт в чудный майский день и остановилась в гостинице «Черный орел». Одна из моих комнат была достаточно велика для работы, и в ней я поставила рояль. Ежедневно я получала приглашение пообедать, позавтракать и провести вечер на вилле Ванфрид, где Казима Вагнер принималась поистине царским радушием. Каждый день за завтраком было по меньшей мере пятнадцать человек-гостей. За столом председательствовала фрау Казима, полное достоинства и такта. Среди гостей были самые выдающиеся люди Германии, художники и музыканты, а порой князья, герцогини и коронованные особы всех стран. Могила Рихарда Вагнера находится в саду виллы Ванфрид и видна из окон библиотеки. После завтрака фрау Казима взяла меня под руку, и мы пошли к могиле. Во время этой прогулки она беседовала со мной тоном нежной меланхолии и мистической надежды. Вечерами часто составлялись квартеты, причем участвовали исключительно виртуозы, в том числе грузный Ганс Рихтер, тонкий Карл Мук, любезный Моттель, Гумпержинг и Гейнрих Тодде. Каждый художник находил здесь радушный прием. Я очень была горда, что меня в моей маленькой белой тунике допустили в блестящую плеяду выдающихся людей. Я стала изучать музыку Тангейзера, музыку, которая выражает все безумные сладострастные желания женщины, живущей разумом, так как в мозгу Тангейзера не прекращается вакханалия. Пещера Венеры с ее сатирами и нимфами является отражением того недоступного посторонним тайника, который представлял собой ум Вагнера, измученного постоянным стремлением дать выход своей чувственности, выход, который он нашел в полете собственной фантазии. С утра до вечера я присутствовала на всех репетициях в красном кирпичном храме на холме в ожидании первого спектакля. Тангейзер, Кольцо, Парсифаль довели меня в конце концов до своего рода музыкального запоя. Для лучшего понимания музыки я выучила наизусть весь текст опер, и мысль моя была точно насыщена этими легендами, а все существо купалось в волнах вагнеровских мелодий. Я дошла до состояния, когда внешний мир кажется холодным, призрачным и мертвым, и театр был для меня единственной живой действительностью. Сегодня я лежала с златокудрой Зиглиндой в объятиях своего брата Зигмунда, пока росла и трепетала чудная весенняя песнь. Завтра была Брунгильдой, оплакивающей свою потерянную божественную силу, а потом Кундри, выкрикивающей дикие проклятия. Но верх блаженства я испытала, когда моя дрожащая душа вознеслась к сияющему кубку Грааля. Какое колдовство! Теперь я действительно забыла мудрую, голубоглазую Афину Палладу и ее дивный храм на афинских холмах. Гостиница «Черный орел» была неудобна и переполнена народом. Однажды, во время прогулки в саду Эрмитажа, построенного сумасшедшим Людовиком Баварским, я набрела на старый каменный дом замечательной архитектуры. Это был древний охотничий павильон Марк Графа со старинными мраморными ступеньками, ведущими в поэтичный сад и с большой, необыкновенно пропорциональной жилой комнатой. Все было страшно запущено. В павильоне уже около 20 лет жила крестьянская семья, которой я предложила выехать за баснословную сумму хотя бы только на лето. Потом позвала маляров и столяров, велела покрасить стены в нежный светло-зеленый цвет и наскоро съездила в Берлин, где заказала диваны, подушки, глубокие соломенные кресла и множество книг. И, наконец, наступил день, когда я поселилась в Филиппс Руэ, как назывался охотничий домик. Позже, вместо того, чтобы звать его Филиппс Руэ, отдых Филиппа, я в мыслях окрестила его Рай Генриха. Я была одна в Байройте, так как мать и Элизабет проводили лето в Швейцарии, а Раймонд вернулся в свои любимые Афины, чтобы продолжать постройку Капаноса, и оттуда постоянно присылал мне телеграммы следующего содержания. Рытье артезианского колодца подвигается. Дойдем до воды на будущей неделе. Вышли денег. Так продолжалось, пока расходы на Капанос не достигли таких размеров, что стали приводить меня в ужас. Последние два года после пребывания в Будапеште я провела в полном целомудрии и нисколько этим не тяготилась. Дух и тело, каждая частица моего существа, были захвачены восторгом сперва перед Грецией, а теперь перед Рихардом Вагнером. Сон мой был легок, и я просыпалась, напевая мотивы, слышанные накануне. Но любовь вновь должна была пробудиться во мне, хотя и в другой форме. А может быть, это был тот же Эрос, только под другой личиной? Мой друг Мэри и я жили вдвоем в Филиппс-Руе, а прислуга, лакея-кухарка, за отсутствием помещении, жили в маленькой гостинице по соседству. Как-то ночью Мэри меня окликнула. «Я не хочу тебя пугать, Асидора, но подойди к окну. Тут, напротив, под деревом, ежедневно после полуночи стоит какой-то человек и не спускает глаз с твоего окна. Не вор ли это?» Действительно, под деревом стоял невысокий худощавый человек и глядел на мое окно. Я задрожала от страха, но внезапно показавшаяся луна осветила его лицо, и Мэри схватила меня за руку. Мы обе увидели восторженное лицо Генриха Тодде с глазами, устремленными вверх. Мы осторожно отошли от окна, и, признаюсь, нас точно школьниц охватил приступ неудержимого смеха, может быть, как реакция после первого испуга. «Вот уже неделю дежурит он здесь по ночам», прошептала Мэри. Я попросила Мэри подождать, а сама накинула на рубашку пальто и побежала туда, где стоял Тодде. «Милый, верный друг», — сказала я. «Неужели ты меня так любишь?» «Да, да», — произнес он, заикаясь. «Ты моя мечта, моя святая Клара». Я еще тогда не знала, но позже он мне рассказал, что он как раз работал над своим вторым капитальным трудом — жизнью святого Франциска. Первое его произведение было посвящено жизни Микеланджело. Тодде, как все великие художники, жил своей работой. В ту минуту он чувствовал себя святым Франциском, а во мне видел святую Клару. Я взяла его за руку и медленно повела вверх по лестнице в дом. Он шел, как во сне, и смотрел на меня глазами, сиявшими молитвенным светом. Взглянув на него в ответ, мне показалось, что я отделяюсь от земли и вместе с ним иду по райским дорожкам, залитым ярким светом. Я еще никогда не испытывала такого острого любовного экстаза. Все мое существо преобразилось и словно наполнилось светом. Я не могу сказать, как долго продолжался этот взгляд, но после него я почувствовала слабость и головокружение. Я перестала что-либо сознавать и, охваченная невыразимым счастьем, упала в его объятия. Когда я пришла в себя, его поразительные глаза все еще глядели в мои, а губы тихо шептали. Любовь меня окунула в блаженство. Меня снова охватил неземной порыв, точно я плыла по облакам. Тодда ко мне склонился, целуя мои глаза и лоб. Но поцелуи эти не были поцелуями земной страсти. Хотя многие скептики откажутся этому верить, но Тодда ни в эту ночь, которую он провел у меня, оставаясь до зари, ни в последующие не подходил ко мне земным вожделением. Он покорял меня одним лучезарным взором, от которого кругом все будто расплывалось, и дух мой на легких крыльях несся к горным высотам. Но я и не желала ничего земного. Мои чувства, дремавшие уже два года, теперь вылились в духовный экстаз. В Байротте начались репетиции. Я сидела с Тодда в темном театре и внимала первым аккордом вступления к Парсифалю. Нервы мои были настолько натянуты, что каждое малейшее прикосновение его руки заставляло меня почти терять сознание и трепетать от острого и томительно-болезненного наслаждения. Миряды огненных вихрей проносились у меня в голове. Горло перехватывало такой радостью, что мне хотелось кричать. Часто его тонкая рука слегка прижималась к моим губам, чтобы заглушить стоны и вздохи, которые я не могла сдержать. Казалось, что каждый нерв моего тела дрожал как струна в безумном напряжении, не то от радости, не то от отчаянного страдания, в напряжении, обычно длящемся в порывах любви лишь одну секунду. Я испытывала и радость, и страдание, и мне хотелось испускать крики, как амфортас, безумствовать как кундри. Каждый вечер Тодда приходил Филипп с Роя, но никогда не пытался держать себя как любовник. Он никогда не пробовал раскрыть мою тунику, дотронуться до груди или вообще тела, хотя и знал, что я каждым биением пульса готова ему отдаться. Под взглядом его глаз во мне просыпались ощущения, о существовании которых я даже не подозревала, ощущения такие страшные и в то же время блаженные, что я часто теряла сознание, чувствуя, что удовольствие меня убивает, и приходило в себя только от блеска его удивительных глаз. Он так безраздельно владел моей душой, что мне иногда казалось верхом счастья смотреть ему в глаза и жаждать смерти. Тут не было, как в земной любви, ни удовлетворения, ни покоя, а постоянное бредовое состояние и жажда полного слияния. Я совершенно потеряла аппетит и даже сон. Одна лишь музыка Парсифаля доводила меня до слез и, казалось, давала облегчение острой и страшной любовной лихорадке, которая меня мучила. Духовная сила Генриха Тодде была так велика, что он мог каждую минуту вернуться от головокружительного счастья и диких порывов экстаза к области чистого разума. Часами, слушая его блестящие речи об искусстве, я могла его сравнить только с одним человеком в мире, с Габриэлем Данунцио, на которого он отчасти походил и внешностью. Он тоже был маленького роста, обладая необыкновенными зелеными глазами и большим ртом. Он ежедневно приносил мне части своей рукописи святого Франциско и, по мере того, как писал, читал вслух каждую главу. Он сначала до конца прочел мне вслух божественную комедию Данте. Чтения затягивались на всю ночь, и часто он уходил из Филиппс-Роя только на заре, покачиваясь, словно пьяный, хотя не пил ничего, кроме чистой воды. Он был просто опьянен божественным огнем своего исключительного ума. Как-то, покидая утром Филиппс-Роя, он испуганно схватил меня за руку и сказал «Фрау Казима идет сюда по дороге». И действительно, в раннем свете утро показалась Фрау Казима. Она была бледна и словно рассержена, что, однако, оказалось неверным. Накануне мы поспорили о моем толковании танца трех граций в акханалии Тангейзера. Страдая в эту ночь бессонницей, Фрау Казима стала разбирать бумаги Рихарда Вагнера и среди них нашла небольшую тетрадь с более подробным изложением его взгляда на вакханалию, чем взгляды, известные до сих пор. Не в силах дождаться наступления дня, милая женщина пришла ко мне на заре, чтобы признать мою правоту. «Дорогое дитя», — сказала она, потрясенные и взволнованные, — «должно быть, сам маэстро вдохновил вас. Взгляните сюда. Вот его собственные записи. Они всецело совпадают с тем, что вы постигли бессознательно. Теперь я не стану больше вмешиваться, и вы будете совершенно свободны в вашем толковании танцев в Байройте». Вероятно, у Фрау Казимы мелькнула тогда мысль о возможности моего брака с Зигфридом для продолжения работы маэстро. Но Зигфрид, относясь ко мне с братской нежностью и дружбой, никогда не давал повода думать, что может меня полюбить. Что же касается меня, все мое существо было настолько поглощено неземной страстью Генриха Тодде, что я не сознавала в то время, какие выгоды мог мне дать такой союз. Моя душа была подобна полю битвы, за обладание которым спорили Аполлон, Дионис, Христос, Ницше и Рихард Вагнер. В Байройте я металась между Граалем и Гротом Венеры, захваченная и влекомая стремительным потоком вагнеровской музыки. Несмотря на это, однажды во время завтрака на Вилле Ванфрид я хладнокровно заявила. Маэстро тоже сделал ошибку, ошибку такую же огромную, как и его гений. Фрау Казима испуганно на меня посмотрела. За столом воцарилось ледяное молчание. «Да», — продолжала я с необыкновенной самоуверенностью, свойственной ранней молодости. «Великий маэстро сделал большую ошибку, ведь музыкальная драма — сущий вздор». Молчание становилось все тягостнее. Я стала объяснять, что драма — это речь, а речь — порождение человеческого мозга. Музыка же — лирический восторг. И соединить то и другое вместе немыслимо. Я высказала ересь, дальше которой идти было некуда. Невинно оглянувшись по сторонам, я увидела беспомощно растерянные лица. Ведь я сказала совершенно недопустимую вещь. «Да», — продолжала я, — человек должен сперва говорить, потом петь, потом танцевать. Но речь — это разум, это мыслящий человек. Пение же — чувство. А танец захватывающий нас восторг Диониса. Эти три элемента смешивать нельзя, и музыкальной драмы быть не может. Я рада, что была молода в то время, когда люди еще не были такими скептиками и ненавистниками жизни и удовольствия. В антрактах Парсифаля публика спокойно пила пиво, и это не оказывало никакого влияния на интеллектуальную и духовную жизнь. Великий Ганс Рихтер спокойно пил пиво и закусывал сосисками, что не мешало ему затем дирижировать как полубогу, а окружающим вести разговоры на возвышенные и глубокие темы. В те дни одухотворенность еще не была непременно связана с худобой. Люди сознавали, что человеческий дух есть непрерывное движение вверх, требующее громадного расхода жизненной энергии. Работа мозга ведь в сущности не что иное, как результат избытка животной энергии. Тело — точно осьминог, вбирает в себя все, что может захватить, передавая мозгу лишь то, что ему не нужно. Многие из байроидских певцов были могучего телосложения, но, открывая рот, издавали звуки, свойственные миру красоты, населенному бессмертными богами. Вот почему я утверждаю, что эти артисты не чувствовали своей земной оболочки. Она являлась для них только вместилищем колоссальной энергии и силы, требовавшейся для выявления их божественного искусства. Глава шестнадцатая. В бытность мою в Лондоне я прочла в Британском музее произведение Эрнста Геккеля в английском переводе. На меня произвели сильное впечатление ясной и понятной объяснения различных явлений вселенной, и я написала автору благодаря его за удовольствие, полученные при чтении книги. В моем письме что-то, очевидно, привлекло его внимание, потому что некоторое время спустя, когда я танцевала в Берлине, я получила от него ответ. Эрнст Геккель, высланный кайзером из Берлина за свободы мыслия, не мог приехать в столицу, но наша переписка все же продолжалась, и, поселившись в Байройте, я пригласила писателя навестить меня и присутствовать на представлении Парсифали. В те времена автомобиля еще не существовало, и поэтому дождливым утром я наняла открытый парный экипаж и поехала на вокзал встречать Эрнста Геккеля. Хотя мы никогда раньше не видели друг друга, я сразу узнала великого человека, едва он вышел из вагона, так же, впрочем, как и он меня. Несмотря на шестидесятилетний возраст, он обладал великолепной атлетической фигурой. Его волосы и борода были совершенно белы. Одет он был в странную, слишком широкую одежду и в руках нес портплед. Он заключил меня в широкие объятия, и мое лицо утонуло в его бороде. От всего его существа шел аромат здоровья, силы и ума, если только ум может иметь аромат. Мы вместе приехали в Филиппсруе, где я приготовила для него комнату, убранную цветами. Затем я побежала на виллу Ванфрид и сообщила фрау Казиме радостную новость о приезде Эрнста Геккеля, о том, что он мой гость и что он будет присутствовать на Парсифале. К моему удивлению, новость была принята более чем холодно. Мне не приходило в голову, что распятие у изголовья и четки на ночном столике фрау Казиме не были одними украшениями. Фрау Казима была действительно верующей католичкой и усердно посещала церковь. Человек, написавший загадку вселенной и бывший величайшим иконоборцем после Чарльза Дарвина, теории которого он защищал, естественно, не мог встретить радушного приема на вилле Ванфрид. Откровенно и наивно я стала выражать свой восторг перед величием Геккеля, и фрау Казиме пришлось с видимой неохотой дать ему место в вагнеровской ложе, так как я была ее близким другом, и она не могла мне отказать. В этот вечер, во время антракта, я прогуливалась перед изумленной публикой в греческом хитоне с голыми ногами и рука об руку с Эрнстом Геккелем, седая голова которого возвышалась над толпой. Во время спектакля Геккель был очень молчалив, и только к третьему действию Парсифаля я поняла, что эта мистическая страсть ему не по душе. Его мышление было слишком строго научно, чтобы поддаваться очарованию легенды. Он не получил приглашения на виллу Ванфрид, и поэтому мне пришла в голову мысль устроить прием в его честь. Я пригласила поразительно разнообразное общество, начиная от короля Фердинанда Болгарского, гостившего Байройте, и очень свободомыслящей женщины принцессы Саксон Мейнинген, сестры Кайзера, и кончая Гумпердингом, Генрихом Тодде и так далее. Я произнесла речь, восхваляя величие Геккеля, а затем стала танцевать в его честь. Геккель дал пояснение к моим танцам, сравнивая их с непреложными законами природы и говоря, что они являются выражением манизма, имея один источник и эволюционируя в одном направлении. Потом начал петь знаменитый тенор фон Барри. Когда он кончил, мы сели ужинать, причем Геккель веселился как мальчик, пировали, пели и пили до утра. Несмотря на это, на другой день Геккель поднялся с зарей, как это делал во все время своего пребывания Филипп с Роэ. Он заходил за мной и приглашал идти гулять на гору, что, сознаюсь, прельщало меня меньше, чем его, но прогулки эти были чудесны, так как по пути он рассказывал о каждом камне, дереве и слое земной коры. Как-то во время вечера на вилле Ванфрид было доложено о приезде короля Фердинанда Болгарского. Все встали и шепотом стали убеждать меня подняться с места, но я в качестве ярой демократки осталась лежать на кушетке в грациозной позе а-ля мадам Ре Камье. Очень скоро Фердинанд спросил, кто я такая, и подошел ко мне, к великому негодованию всех остальных присутствующих светлостей. Он просто уселся на кушетке рядом со мной и начал очень интересный разговор о своей любви к искусству древних греков. Я ему рассказал о своей мечте создать школу, которая привела бы к возрождению древнего мира, и он заявил во всеуслышание, «Прекрасная мысль! Вы должны приехать в мой дворец на Черном море и там устроить вашу школу». Негодование достигло высшего предела, когда за обедом я его пригласила поужинать со мной Филиппс Руе как-то вечером после спектакля, чтобы я могла ему объяснить свои взгляды. Он любезно принял мое приглашение и сдержал слово, проведя очаровательный вечер вместе с нами в Филиппс Руе, где я научилась ценить этого замечательного человека, поэта, художника и мечтателя с истинно королевской широтой ума. У меня был лакей с усами, как у Кайзера, и на него посещение Фердинанда произвело сильное впечатление. Когда он внес поднос с шампанским и сэндвичами, Фердинанд отказался, говоря, что никогда не пьет шампанского. Но, увидев этикетку, прибавил, «Ах, муэд эшандон, французское шампанское, с удовольствием, ведь меня здесь прямо отравили немецким». Визиты Фердинанда в Филиппс Руе тоже вызвали целую бурю в Вайройте, хотя мы самым безобидным образом сидели и говорили об искусстве, но свидания происходили в полночь, и этого было достаточно. Каждый мой поступок казался резко отличающимся от поступков других людей и потому вызывал негодование. В Филиппс Руе было множество кушеток, подушек, ламп с розовыми абажурами, но стульев не было. Многие смотрели на него, как на капище антиморальности. Крестьяне считали мой дом настоящим жилищем ведьм, наши невинные забавы страшными оргиями, в особенности слыша всю ночь напролет пение знаменитого тенора фон Барри и видя мои танцы. На вилле Ванфрид я познакомилась с несколькими офицерами, которые пригласили меня ездить с ними по утрам верхом. Я садилась на лошадь, одетая в греческую тунику, в сандалиях и с непокрытой головой. Ветер играл моими кудрями, и я походила на Брунгильду. Я купила одну из лошадей и ездила на репетиции Брунгильды, так как Филиппс Руе находился в некотором расстоянии от оперного театра. Справляться с лошадью было очень трудно. Она принадлежала раньше офицеру, привыкла к шпорам и подо мной вела себя чрезвычайно самостоятельно. Например, останавливалась в дороге у каждого кабачка, где привыкли пить офицеры, и отказывалась двигаться дальше, пока не выходил какой-нибудь смеющийся приятель ее бывшего хозяина и не провожал меня часть пути. Можете себе представить, какое впечатление производило мое появление, когда я в конце концов приезжала в оперный театр. Во время первого представления Тангейзера моя прозрачная туника, сквозь которую отчетливо было видно мое тело, сильно взволновало весь кордебалет, затянутый в розовый трико. Даже фрау Казима на минуту потеряла свою храбрость. Она прислала ко мне в уборную одну из своих дочерей с длинной белой рубашкой, которую просила надеть под легкий шарф, служивший мне костюмом. Но я настояла на своем. Я хотела танцевать и одеваться по-своему, или же совсем не выступать. Вы увидите, что не пройдет и нескольких лет, как все ваши вакханки и девушки с цветами будут одеты точно так же, как я теперь, заявила я. И пророчество это исполнилось. Но в те времена мои красивые ноги вызывали много споров и жарких пререканий. Спорили о том, не безнравственно ли показать бархатистую кожу ног и не следует ли их закрыть под отвратительным шелковым розовым трико цвета семги. Много раз я доказывала до хрипоты, как отвратительно и неприлично трико цвета семги, и как прекрасно и целомудренно нагоет человеческое тело, вдохновленное красивыми мыслями. Таким образом, в глазах всех я являлась язычницей, хотя, несмотря на это, храбро боролась против филистимлян, но язычницей, побежденной любовью, родившейся в культе святого Франциска при звуке серебряной трубы, возвещающей о том, что поднимается Грааль. Наступили последние лета, прошедшие в сказочном мире легенд. Тодда уехал читать лекции по городам Германии, и я тоже устроила себе турне. Я покинула Байрайт, но в крови у меня была отрава. Я уже слышала пение сирен. Томительные страдания, угрызения совести, печальные жертвы, темы любви, призывающей смерть, должны были навсегда уничтожить ясность понимания дорических колонн и рассудочную мудрость Сократа. Первым местом остановки был Гейдельберг. Там я услышала Генриха, читающего лекцию студентам. Он читал об искусстве то нежным, то увлекательным голосом. Внезапно посреди лекции он назвал мое имя и стал рассказывать юношам о новых эстетических формах, привезенных в Европу американкой. Его похвалы заставили меня задрожать от счастья и гордости. В тот вечер я танцевала студентам, и они устроили в мою честь большое шествие по улицам, после которого я очутилась рядом с Тоде на подъезде гостиницы, разделяя с ним успех. Вся молодежь Гейдельберга обожала его так же, как обожала я. В каждой витрине были выставлены его портреты, а все магазины продавали мою книжечку «Танец будущего». Наши имена постоянно упоминались рядом. Фрау Тоде устроила прием в мою честь. Добродушная женщина, она казалась мне совершенно несоответствующей высокому горению Генриха. Она была слишком практична, чтобы быть ему истинной женой. И действительно, к концу своей жизни он ее покинул, уехав с одной скрипачкой, с которой и поселился на вилле на Гарденском озере. У фрау Тоде были разные глаза, один карий, а другой серый, и это постоянно ей придавало неестественное выражение лица. Во время нашумевшего впоследствии процесса начался семейный спор о том, чья она дочь — Рихарда Вагнера или фон Бюлова. Со мной она была очень любезна и, если даже ревновала, то незаметна. Женщина, которая вздумала бы ревновать Тодда, обрекла бы себя на сплошную китайскую пытку, так как каждый его боготворил — и женщины, и юноши. Он был притягательным центром всякого собрания. Было бы интересно узнать, из каких элементов составляется ревность. Несмотря на то, что я провела много ночей вдвоем с Генрихом, настоящей половой связи между нами не было. Но его обращение со мной так обострило все мои чувства, что одно прикосновение, а иногда один только взгляд давал мне всю остроту и глубину наслаждения, испытываемого во время полового акта. Любовь доставляла мне такое же удовольствие, какое часто мы испытываем во сне. Вероятно, такое положение вещей было слишком ненормальным, чтобы продолжаться дольше. Я ничего не могла есть и от постоянной слабости танцевала все более и более воздушно. В турне поехала со мной одна только горничная, и я постепенно довела себя до такого нервного состояния, что по ночам часто слышала зовущий меня голос Генриха и знала заранее, когда получу от него письмо. Окружающие стали обращать внимание на мою худобу и изможденный вид. Я не могла ни есть, ни спать, и долгими бессонными ночами лежала, проводя рукой по своему и страдавшемуся телу, охваченному казалось тысячью мучивших меня демонов и напрасно стараясь найти выход своей пытки. Мне мерещились глаза Генриха и его голос. После таких ночей я поднималась с кровати разбитая и охваченная диким отчаянием, садилась в первый отходящий поезд, проезжала половину Германии, чтобы провести сто до каких-нибудь полчаса, а затем снова продолжать свое турне и испытывать еще большие муки. Духовный восторг, который он в меня вдохнул в Байройте, мало-помалу сменился состоянием вечного раздражения и безумного, непобедимого желания. Но этому опасному положению вещей все же наступил конец. Импресарио мне принес контракт на поездку в Россию. Санкт-Петербург был только в двух днях езды от Берлина, но казалось, что попадаешь в совершенно иной мир бесконечных снежных равнин и темных лесов. Холод и степи, блестящие от покрывавшего их снега, как будто немного остудили мой разгоряченный мозг. Генрих. Генрих. Он оставался далеко позади, в Гейдельберге, где рассказывал милым юношам о ночи Микеланджело и поразительной Богоматери. А я уходил от него все дальше и дальше, в страну громадных белоснежных пространств, в страну холода, где попадались редкие жалкие деревни, в избах которых светился слабый свет. В ушах моих еще звучал голос Тоде, но слабый, доносившийся издалека. И, наконец, соблазнительные мелодии грота Венеры, причитания кундры и крика Афродиты превратились в холодную глыбу льда. В ту ночь, проведенную в спальном вагоне, мне снилось, что я выбросилась из окна, совершенно обнаженная прямо в снег, который меня принял в свои ледяные объятия и окончательно заморозил. Что бы сказал доктор Фрейд о подобном сне? Глава 17. Не правда ли трудно верить в проведение или руководящее начало, когда, развернув утреннюю газету, читаешь о железнодорожном крушении с двадцатью жертвами, не думавшими о смерти накануне, или видишь сообщение о целом городе, уничтоженном наводнением? Зачем же быть глупоэгоистичным и воображать, что проведение руководит жизнью каждого из нас в отдельности? И, несмотря на это, в моей жизни столько необыкновенного, что я иногда начинаю верить в предопределение. Поезд, шедший в Петербург, был задержан снежными заносами и вместо того, чтобы прийти по расписанию в четыре часа дня, пришел на двенадцать часов позже, в четыре утра. На вокзале никто меня не встретил. Мороз был в десять градусов, и мне не приходилось никогда испытывать такого холода. Русские извозчики в ад на хормяках усиленно били себя кулаками, чтобы согреться. Оставив горничную с вещами, я взяла одноконного извозчика и велела ему ехать в европейскую гостиницу. Таким образом, мрачным русским утром я ехала совершенно одна в гостиницу и вдруг увидела зрелище настолько зловещее, что напоминало творчество Эдгара По. Я увидела издали длинное и печальное черное шествие. Вереницей шли люди, сгорбленные под тяжкой ношей гробов. Извозчик перевел лошадь на шаг, наклонил голову и перекрестился. В неясном свете утра я в ужасе смотрела на шествие и спросила извозчика, что это такое. Хотя я не знала русского языка, но все-таки поняла, что это были рабочие, убитые перед Зимним дворцом накануне, в роковой день 9 января 1905 года, за то, что пришли безоружные просить царя помочь им в беде, накормить их жен и детей. Я приказала извозчику остановиться. Слезы катились у меня по лицу, замерзая на щеках, пока бесконечное печальное шествие проходило мимо. Но почему хоронят их на заре? Потому что похороны днем могли бы вызвать новую революцию. Зрелище это было не для проснувшегося города. Рыдания остановились у меня в горле. С беспредельным возмущением следила я за этими несчастными, убитыми горем рабочими, провожавшими своих замученных покойников. Не опоздай поезд на 12 часов, я бы никогда этого не увидела. Если бы я этого не видела, вся моя жизнь пошла бы по другому пути. Тут, перед этой нескончаемой процессией, перед этой трагедией я поклялась отдать себя и свои силы на служение народу и униженным вообще. Ах, как мелкие и бесцельны казались мне теперь мои личные желания и страдания любви. Даже искусство казалось бессмысленным, если не будет в состоянии помочь этому. Наконец прошли последние удрученные люди. Извозчик обернулся и смотрел на мои слезы. Он покорно вздохнул, перекрестился и погнал лошадь к гостинице. Я поднялась в свои роскошные комнаты, легла в мягкую постель и плакала, пока не заснула. Но жалость и страшная злоба, охватившая меня в то раннее утро, должны были принести плоды в моей дальнейшей жизни. Комнаты в европейской гостинице были велики и высоки, с наглухо закрытыми окнами, которые никогда не открывались. Воздух проникал через вентиляторы, проделанные под самым потолком. Я проснулась поздно. Зашел мой импресарио и принес цветы. И вскоре вся моя комната наполнилась ими. Два дня спустя я выступила в зале дворянского собрания перед светом петербургского общества. Как странно должно было казаться этим поклонником пышного балета с богатыми постановками и декорациями, смотреть на молодую девушку, одетую в прозрачную тунику и танцующую под музыку Шопена на фоне простой голубой занавеси. Но уже первый танец вызвал бурю аплодисментов. Я танцевала так, как понимала душу Шопена, страдала и томилась при трагических звуках прелюдий, протестовала и рвалась ввысь под бравурные полонезы. Душа моя, плакавшая от справедливого негодования при мысли о мучениках, погребенных на заре, нашла отклик в волнующих рукоплесканиях богатой, избалованной и аристократической публики. Как странно! На следующий день меня посетила очаровательная маленькая женщина в соболях, с жемчугом на шее и с бриллиантами в ушах. К моему удивлению, она оказалась знаменитой балериной Кшесинской. Она явилась, чтобы приветствовать меня от имени русского балета и пригласить на вечерний парадный спектакль в опере. В Байройте я привыкла к холодному и враждебному отношению балета, который дошел до того, что усыпал ковер мелкими гвоздями, изранившими мне ноги. Такая разница отношения приятно поразила меня. В тот же вечер в роскошной карете, теплой от устилавших ее дорогих мехов, меня отвезли в оперу и усадили с тремя блестящими представителями петербургской золотой молодежи в ложу первого яруса, полную цветов и конфет. Я по-прежнему была в своем белом хитоне и сандалиях и, вероятно, сильно выделялась среди этого собрания петербургской богатой аристократии. Я враг балета, который нахожу лживым и возмутительным искусством, пожалуй, даже считаю его лежащим за пределами искусства вообще. Но трудно было не аплодировать сказочной легкости Кшесинской, порхавшей по сцене и более похожей на дивную птицу или бабочку, чем на человека. Во время антракта я была поражена видом красивейших в мире женщин в поразительных открытых платьях, усыпанных драгоценностями, женщин, которых сопровождали не менее элегантные мужчины в блестящих мундирах. Как согласовать эту выставку роскоши и богатства со вчерашней похоронной процессией? Какая связь была между улыбающимися, счастливыми людьми и вчерашними грустными и подавленными? После спектакля я была приглашена ужинать во дворец Кшесинской, где познакомилась с великим князем Михаилом, который с некоторым удивлением слушал мои речи об устройстве школ танцев для детей народа. Вероятно, я оказалась довольно загадочной личностью, хотя все принимали меня с любезным радушием и широким гостеприимством. Несколько дней спустя у меня была прелестная Павлова, и я снова была приглашена в ложу, чтобы посмотреть эту балерину в очаровательном балете «Жизель». Несмотря на то, что эти танцы противоречили всякому артистическому и человеческому чувству, я снова не могла удержаться от аплодисментов при виде восхитительной Павловой, воздушно скользившей по сцене. За ужином в доме Павловой, который был менее роскошен, но не менее красив, чем дворец Кшесинской, я сидела между художниками Бакстом и Бенуа. Тут я впервые познакомилась с Сергеем Дягилевым и вступила с ним в горячий спор об искусстве танца, как я его понимала, противопоставляя его балету. За столом Бакст сделал с меня набросок, который теперь появился в его книге. На нем я изображена с очень серьезным выражением лица и с кудрями, сентиментально спускающимся с одной стороны. Удивительно, что Бакст, обладавший некоторым даром ясновидения, гадал мне в этот день по линиям руки и, указав на два креста, сказал, вы достигнете славы, но потеряете два существа, которых любите больше всего на свете. Это пророчество было для меня тогда загадкой. После ужина неутомимая Павлова опять танцевала к большой радости своих друзей. Мы разошлись только к пяти часам утра, и, несмотря на это, хозяйка меня пригласила вернуться в половине девятого, если меня интересует ее работа. Через три часа я приехала обратно, сознаюсь, что была очень утомлена, и застала ее в пачках, проделывающей сложную гимнастику, в то время как старый господин со скрипкой отбивал ритм. Это был знаменитый балетмейстер Петипа. Три часа подряд я провела в состоянии полнейшего изумления, следя за поразительными упражнениями Павловой, которая, казалось, была сделана из стали и гуттаперчи. Ее прекрасное лицо стало походить на строгое лицо мученицы, но она не останавливалась ни на минуту. Весь смысл этой тренировки заключался, по-видимому, в том, чтобы отделить гимнастические движения тела от мысли, которая страдает, не принимая участия в этой строгой мускульной дисциплине. Это как раз обратное всем теориям, на которых я поставила свою школу, по учению которой тело становится бесплотным и излучает мысль и дух. В 12 часов сели завтракать, но Павлова была бледна и почти не дотрагивалась до еды и напитков. Признаюсь, что я зато была голодна и уничтожила множество пожарских котлет. После завтрака хозяйка отвезла меня в европейскую гостиницу, а сама поехала на одну из бесконечных репетиций в императорском театре. Страшно усталая, я повалилась на кровать и крепко заснула, благословляя небо за то, что каприз судьбы не сделал меня балериной. На следующий день я снова встала в 8 часов утра. Неслыханное для Петербурга время, чтобы посетить императорское балетное училище. Там я увидела ряды маленьких девочек, повторяющих все те же мучительные упражнения. Они часами стояли на пуантах, словно жертвы жестокой и никому не нужной инквизиции. Громадные, пустые танцевальные залы, чуждые красоты и вдохновения с единственным украшением на стенах в виде царского портрета были похожи на комнаты пыток. Я пришла к глубокому убеждению, что императорское балетное училище враждебно природе и искусству. После недели, проведенной в Петербурге, я отправилась в Москву. Вначале публика там была сдержаннее, чем в Петербурге, но лучше я процитирую Великого Станиславского. В 1908 или 1909 году, точно не помню когда, я познакомился с двумя великими талантами того времени, которые произвели на меня сильное впечатление — с Айседорой Дункан и Гордоном Крэгом. Я попал на выступление Айседора Дункан случайно, так как до того ничего о ней не слышал и не читал афиш, сообщавших о предстоящих гастролях в Москве. Поэтому я был очень удивлен, увидев в немногочисленной публике, собравшейся на спектакль, огромный процент художников и скульпторов с мамонтовым во главе, много артистов балета, завсегдатая в премьер и любителей театральных новшеств. Первое появление Дункан на сцене не произвело большого впечатления. От непривычки видеть на сцене почти голое тело мне было трудно заметить и понять искусство танцовщицы. По окончании первого номера программы раздались жидкие аплодисменты и робкий свист. Но через несколько номеров, один из которых был особенно убедителен, я не мог дольше оставаться безразличным к протестам широкой публики и начал демонстративно аплодировать. Когда наступил антракт, я, вновь обращенный последователь великой артистки, поспешил к Рампи, чтобы аплодировать. К моей радости, я оказался рядом с Мамонтовым, тоже шумно выражавшим одобрение, а за Мамонтовым стояли знаменитый художник, скульптор и писатель. Когда публика увидела, что аплодируют известные московские художники и артисты, произошло большое смятение. Свист прекратился, и увидев, что аплодировать разрешено, публика разразилась рукоплесканиями. Потом начались вызовы, и спектакль закончился овацией. С того дня я не пропустил ни одной из гастролей Дункан. Внутреннее артистическое чувство, близко связанное с ее искусством, заставляло меня искать встреч с ней. Позже, когда я познакомился с ее методами и со взглядами ее большого друга Крэга, я понял, что в самых различных уголках земного шара, в силу неизвестных нам условий, разные люди ищут в разных сферах искусства одни и те же естественные принципы творчества, и при встречах поражаются общности своих взглядов. Это и случилось при описываемой встрече. Мы поняли друг друга, еще не начав говорить. Мне не посчастливилось познакомиться с Дункан во время первого ее посещения Москвы, но во время второго приезда она зашла к нам в театр, и я принял ее как почетную гостью. Во встрече приняла участие вся труппа, знавшая и любившая ее как артистку. Дункан не умеет говорить логично и систематично о своем искусстве. Мысли приходят к ней случайно, как неожиданный результат самых обыденных явлений. Например, на вопрос «Кто ее научил танцевать?» она ответила «Терпсихора». Я стала танцевать с той минуты, когда научилась стоять на ногах и танцую всю жизнь. Человек, все человечество, весь мир должны танцевать. Так было, так всегда и будет. Люди напрасно стремятся этому помешать и напрасно отказываются понимать, что это естественное побуждение, заложенное в нас природой. Вот и все. Закончила она на своем несравненном франко-американском диалекте. В другой раз, говоря о только что закончившемся представлении, во время которого в ее уборную заходили посетители, мешая ее приготовлением, она начала объяснять. «Я не могу танцевать таким образом. Раньше, чем выйти на сцену, я должна завести свою душу как мотор. Когда мотор начинает работать, мои руки, ноги и все тело двигаются непроизвольно. Но если у меня нет времени, чтобы привести душу в движение, я не в состоянии танцевать». Как раз тогда я был занят исканием той творческой энергии, которой артист должен заряжать свою душу перед выходом на сцену, и, вероятно, надоел Дункан своими расспросами. Я наблюдал за Дункан во время спектаклей и репетиций и видел, как развивающееся чувство меняет выражение ее лица и как она с блестящими глазами начинает изображать то, что рождается в душе. Вспоминая наши случайные разговоры и сравнивая нашу работу, мне стало ясно, что мы ищем одного и того же в разных областях искусства. Разговаривая со мной об искусстве, Дункан постоянно упоминала Гордона Крэга, которого она считала гением и одним из крупнейших деятелей современного театра. «Он создан не только для своей родины, но и для всего мира», заявила она однажды, «и должен жить там, где его талант может шире развернуться, где условия работы и общее положение вещей больше подходят его требованиям. Его место у вас, в художественном театре». Я знал, что она много ему писала обо мне и нашем театре, убеждая Крэга приехать в Россию. Что же до меня, то я стал убеждать дирекцию нашего театра пригласить знаменитого режиссера, чтобы подвинуть вперед наше искусство, как раз тогда, когда, казалось, нашему театру удалось пробить брешь в глухой степи и следовало подлить масло в огонь. Отдаю должное своим товарищам. Они взглянули на дело с точки зрения истых художников и решили ради искусства пожертвовать большой суммой денег. Театр Станиславского восхитил меня в такой же мере, какой ужаснул меня балет. Каждый свободный вечер я проводила у художественников, где была тепло принята всей труппой. Станиславский часто меня навещал, думая, что посредством расспросов ему удастся изучить сущность моих танцев и перевоплотить их в своем театре. Но я ему объяснила, что результатов можно добиться только если танцевать по моей методе с раннего детства. Тем не менее, при своем втором посещении Москвы я увидела, как пытались танцевать несколько молодых красивых девушек из его труппы, но выходило это очень неудачно. Станиславский был целыми днями занят репетициями в своем театре и поэтому часто заходил ко мне уже после спектакля. В своей книге он говорит, что, наверное, утомлял Дункан расспросами, но это не так. Я сама мечтала делиться своими взглядами с окружающими. Морозный воздух, снег, русская пища и в особенности икра вылечили меня от истощения, причиненного духовной любовью Тодда, и все мое существо жаждало общения с сильной личностью, которая стояла передо мной в лице Станиславского. Как-то вечером, глядя на его благородную красивую фигуру, широкие плечи, черные, чуть серебрящиеся на висках волосы, я возмутилась своей всегдашней роли Эгерии. Когда он собрался уходить, я обвела его сильную шею руками, притянула его голову к себе и поцеловала в губы. Он нежно вернул мне поцелуй, но на лице его было написано крайнее изумление, как будто поцелуй был последний, чего он мог от меня ожидать. Затем, когда я пыталась привлечь его к себе еще ближе, он отшатнулся с недоумением и вскричал. «Но что мы будем делать с ребенком?» «Каким ребенком?» — спросила я. «Ну, нашим, конечно. Что мы с ним сделаем?» «Видите ли», — продолжал он с расстановкой, «я никогда не соглашусь, чтобы мой ребенок воспитывался на стороне, а иначе при моем теперешнем семейном положении быть не может». Необыкновенная серьезность, с которой он говорил о ребенке, насмешила меня, и я расхохоталась. Он растерянно взглянул на меня, отвернулся и поспешно удалился по коридору гостиницы. Всю ночь, просыпаясь, я не могла удержаться от смеха, но, смеясь, была вне себя от злости. Мне кажется, что только тут я вполне ясно поняла, как некоторые культурные люди могут отправляться в места сомнительной репутации после общения с людьми высокого интеллекта. Я, будучи женщиной, этого сделать не могла, и потому всю ночь напролет металась в кровати из стороны в сторону. Утром я пошла в русскую баню, где пар, чередуясь с холодной водой, привел мою нервную систему в моральное состояние. И, несмотря на это, светские молодые люди, с которыми я встречалась у Кшесинской и которые отдали бы все, чтобы иметь у меня успех, с самых первых слов показались мне настолько неинтересными, что совершенно заморозили мои чувства. Конечно, после бесед с культурными Чарльзом Галле и Генрихом Тодде общество золотой молодежи меня не удовлетворяло. Много лет спустя я рассказала этот случай жене Станиславского, который охватил приступ бешеного смеха и который воскликнуло «Ах, это так на него похоже! Он очень серьезно относится к жизни!» Как я ни старалась, я получила в ответ только несколько нежных поцелуев, но в дальнейшем встречала упорное холодное сопротивление, с которым нельзя было бороться. Станиславский больше не решался заходить ко мне после театра, но однажды доставило мне большое удовольствие, поехав со мной на санях в загородный ресторан, где мы позавтракали в отдельном кабинете. Мы пили водку и шампанское и говорили об искусстве, и я в конце концов убедилась, что надо быть самой Церцеей, чтобы соблазнить Станиславского. После Москвы я заехала на короткое время в Киев, где толпа студентов остановила меня на площади перед театром и не отпустила до тех пор, пока я не пообещала, что дам спектакль для них, так как цены в театре были чересчур высоки. Когда я уехала из театра, студенты все еще стояли на площади, выражая свое возмущение антрепренерам. Я встала в санях и произнесла речь, в которой выразила свою радость по поводу того, что мое искусство вдохновляет интеллигентную молодежь в России, так как во всем мире нет места, где бы искусство и идеалы играли столь значительную роль в жизни студентов, как в России. Поездка по России была прервана ранее заключенными контрактами, требовавшими моего возвращения в Берлин. Несмотря на краткость моего пребывания в этой стране, я произвела значительное впечатление и возбудила много споров. Между одним фанатичным балетоманом и дункановским поклонником даже состоялась дуэль. С этого времени русский балет стал пользоваться музыкой Шопена и Шумана и надевать греческие костюмы, а некоторые балерины доходили даже до того, что снимали чулки и туфли, танцуя босоножками. Глава 18 Я вернулась в Берлин с твердым решением немедленно предпринять шаги для основания моей школы, предварительно поделившись своими планами с матерью и Элизабет, которые отнеслись к ним восторженно. После недельных поисков была найдена на улице Трауден в Грюн-Эвальде только что законченная постройкой вилла, которую мы и купили. Все наши действия напоминали поступки героев сказок братьев Гримм. Первым делом мы отправились к Вертгейму, приобрели 40 кроваток с белыми кисейными занавесками, подхваченными голубыми лентами и начали превращать виллу в детский рай. В вестибюле мы повесили копию картины, изображавшей героическую фигуру Амазонки размером вдвое больше человеческого роста. В большом танцевальном зале барельефы Лука Дель Робиа и пляшущих детей Донателло, а в детской спальне Мадонну с младенцем, написанную в голубых и белых тонах и окруженную гирляндой из плодов. Я разместила на вилле все эти идеальные изображения ребенка, барельефы, скульптуры, книги и картины, изображающие танцующих маленьких детей, потому что дети являлись в них в том виде, в каком представлялись воображению художников и скульпторов всех веков, и выбрала именно греческие вазы с танцующими детьми, крошечные фигурки из Тонары и Биотии, группы пляшущих детей Донателло и Гейнсбора, потому что они олицетворяют ликующий гимн детства. Все эти фигуры имеют общую наивную грацию форм и движений, словно дети разных веков встретились и через столетия протянули друг другу руки. Дети моей школы, двигаясь и танцуя среди этих произведений искусства, должны были вырасти похожими на них, непроизвольно отражая на лицах и в движениях ту же детскую грацию, частицу того же счастья. Это первый шаг к красоте, первый шаг к новому танцу. Я поместила в своей школе также фигуры танцующих, бегущих и прыгающих девушек, тех юных спартанских дев, которые путем суровых упражнений готовились к своему назначению, быть матерями храбрых воинов, быстроногих дев, ежегодно получавших призы на состязаниях, в свободных одеждах и с развивающимися вуалями, молодых девушек, танцующих рука об руку в панафинах. В них скрывался будущий идеал. И ученицы должны были приучаться чувствовать нежную любовь к этим формам, с каждым днем все больше и больше походить на них и насыщаться тайной этой гармонии. Я фанатично верила, что достичь красоты можно, только пробудив стремление к ней. Кроме того, для достижения гармонии, о которой я мечтала, ученицы должны были ежедневно проделывать ряд специально подобранных упражнений. Эти упражнения исполнялись охотно и весело, так как были созданы с намерением согласовать их с личными побуждениями ребенка. Каждое упражнение являлось не только средством к достижению цели, но и самой целью. И цель это была наполнить день и сделать его счастливым. Гимнастика должна лечь в основу всякого воспитания. Необходимо давать телу много света и воздуха и методично руководить его развитием. Необходимо вызвать полнейшее развитие всех жизненных сил тела. В этом и состоит обязанность учителя гимнастики. После гимнастики идет танец. Дух танца входит в тело, гармонично развитое и доведенное до высшей степени напряженности энергии. Для гимнаста целью является движение и культура тела, для танцовщика они только средства. Тело в танце должно быть забыто, оно только инструмент хорошо настроенный и гармоничный. В гимнастике движениями выражается только тело, в танце же чувства и мысли души сквозь тело. Упражнения начинались простой гимнастической подготовкой мускулов для развития их гибкости и силы, и только после этих упражнений приступали к созданию будущего танца. Первые шаги состояли в том, что учились простой ритмической ходьбе или маршировке, сперва медленно двигаясь под простые ритмические звуки, а затем ускоряя темп под более сложные. Потом бежали сначала медленно и прыгали тоже медленно в определенные ритмические моменты. Такими упражнениями учатся грации звуков. И ими же мои ученицы достигли понимания градации движений. Эти упражнения составляли только часть того, чему они обучались. Дети всегда были одеты в свободно драпирующие их одежды, как во время спортивных занятий, так и во время игр и прогулок в лесу. Прыгая и бегая совершенно естественно, они научились выражать себя движением так же легко, как другие выражают себя словами или песней. Воспитание и учение детей не были строго ограничены областью искусства, а прежде всего проистекали из движений природы. Движения облаков, гонимых ветром, качающихся деревьев, полета птицы и шелестящих листьев должно было иметь для них особенное значение. Они учились подмечать характерные свойства каждого движения в отдельности. Они чувствовали в душе скрытую связь, невидимую для других. Связь, которая должна была их посвятить в тайны природы. Каждая частица их гибких тел должна была отзываться на песнь природы и вторить ей. Чтобы собрать детей для нашей школы, мы поместили объявление в наиболее распространенных газетах о том, что школа Осидоры Дункан открыла прием талантливых детей, чтобы сделать их последователями того искусства, которое, я надеялась, дать тысячам детей народа. Конечно, внезапное открытие школы без предварительного обсуждения, без капитала и без всякой организации было страшно неосторожным предприятием и привело моего импресарио в отчаяние. Он постоянно проектировал турне по всему миру, а я постоянно уклонялась от него, то проводя целый год в Греции, что он считал потерянным временем, то совершенно прерывая свою артистическую карьеру, чтобы усыновить и воспитать детей, по его мнению, абсолютно ни к чему непригодных. Но эта последняя затея была подстать остальным затеям нашей семьи и отличалась такой же непрактичностью, несвоевременностью и порывистостью. Раймонд присылал из Капаноса все более и более волнующее известие. Колодец продолжал поглощать деньги. С каждой неделей исчезала надежда когда-нибудь добраться до воды. Расходы по постройке дворца Агамемнона дошли до таких чудовищных размеров, что я принуждена была сдаться. Капанос так и остался красивой разваленной на холме, служа крепостью для очередных греческих революционеров. Он и сейчас еще высится там, быть может в качестве надежды на будущее. Я решила, что все мои средства должны пойти на основании школы для молодежи всего мира и выбрала с этой целью Германию, казавшуюся мне тогда центром философии и культуры. Громадное множество детей откликнулось на объявление. Помню, как однажды, возвращаясь с дневного спектакля, я нашла всю улицу, запруженной родителями и их детьми. Извозчик-немец обернулся ко мне с козел и сказал, здесь живет сумасшедшая дама, которая поместила в газетах объявление, что хочет иметь детей. Сумасшедшей дамой была я. Я до сих пор не отдаю себе отчета в том, каким образом мы выбирали детей. Я так торопилась поскорее заселить Грюневальд и сорок кроваток, что брала детей без разбора, руководствуясь только милой улыбкой и красивыми глазами. И не задаваясь вопросом, способны ли они сделаться в будущем танцорами. Как-то в Гамбурге ко мне в гостиницу пришел мужчина во фраке и цилиндре с пакетом в руках, завернутым в шаль. Развернув пакет, я обнаружила ребенка лет четырех, с огромными наблюдательными глазами, самого молчаливого ребенка, которого я когда-либо видела. Девочка эта не издала ни звука. Сам же господин, казалось, очень торопился. Он спросил меня, возьму ли я ребенка. Сравнивая его лицо с лицом ребенка, я нашла между ними красноречивое сходство, которое, может быть, могло объяснить поспешность и таинственность действий господина. С обычной непредусмотрительностью я согласилась оставить ребенка у себя, и господин быстро исчез. С тех пор я его больше не видела. Это был странный способ оставить на моих руках девочку, точно она была куклой. По дороге из Гамбурга в Берлин, я заметила, что у девочки сильный жар. Как оказалось, острый случай воспаления мендолевидных желез, и в Грюневальде три недели подряд мы боролись за ее жизнь. Я, две сестры милосердия и превосходный доктор Гофф, знаменитый хирург, который так воодушевился идеей моей школы, что предложил свои услуги бесплатно. Доктор Гофф постоянно мне говорил, здесь не школа, а больница. У всех этих детей наследственные болезни, и вы увидите, что потребуется громадный уход, чтобы сохранить им жизнь. Где уж тут учить танцам? Доктор Гофф был одним из величайших благодетелей человечества, знаменитым хирургом, которому платили бешеные деньги за визит. Он же тратил все свои средства на содержание детской больницы, которую устроил предместье Берлина. С момента открытия школы он стал нашим врачом и хирургом и ведал всем относящимся к здоровью детей и к санитарному состоянию школы. Говоря правду, без его неустанной помощи мне никогда не удалось бы довести детей до того цветущего состояния, которого они достигли впоследствии. Подбор детей, организация школы, начало уроков и ежедневные занятия отнимали все наше время. Несмотря на предупреждение моего импресарио, что удачные подражательницы моих танцев собирали целые состояния в Лондоне и других местах, ничто не могло меня заставить покинуть Берлин. Каждый день с пяти до семи я учила детей танцевать. Дети делали необыкновенные успехи, и я считаю, что своим здоровьем они значительно обязаны вегетарианскому режиму, введенному доктором Гоффом. Он считал, что детей следует держать на диете из свежих овощей и фруктов, но без мяса. В то время я пользовалась в Берлине прямо невероятной популярностью. Меня называли божественной Айседорой и даже уверяли, что больные, приведенные ко мне в театр, выздоравливали. Было странно видеть на утренних спектаклях, принесенных на носилках больных. Я всегда ходила с голыми ногами в сандалиях и белом хитоне, и публика посещала мои спектакли с почти религиозным экстазом. Однажды вечером, когда я возвращалась со спектакля, студенты выпрягли лошадей из экипажа и повезли меня по знаменитой Зигес-аллее. По дороге они потребовали, чтобы я произнесла речь. Я поднялась с места в своей Виктории, автомобилей тогда еще не было, и обратилась к студентам со следующими словами. Нет более великого искусства, чем искусство скульптора. Но как это вы, любители искусства, позволяете так его профанировать в самом центре города? Взгляните на эти статуи. Вы поклонники искусства, но если бы вы действительно изучали его, вы бы взяли ночью камни и уничтожили бы их. Искусство? Это искусство? Нет, это изображение Кайзера. Студенты согласились со мной и выразили одобрение шумными криками. Не появись в эту минуту полиция, мы бы, может быть, исполнили мое желание и уничтожили эти берлинские статуи. Глава 19. Во время одного из моих вечерних выступлений в Берлине в 1905 году я обратила внимание на сидевшего в первом ряду человека. Я не рассматривала этого зрителя и даже не взглянула на него, но инстинктивно почувствовала его присутствие. После спектакля ко мне в уборную вошел красивый, но очень растерженный человек. «Вы поразительны», воскликнул он, «вы необыкновенны, но отчего вы украли мои идеи и где вы раздобыли мои декорации? Что с вами? О чем вы говорите? Это мои собственные голубые занавеси. Я их придумала в возрасте пяти лет и с тех пор танцую на их фоне. Нет, это мои декорации и мои идеи. Но вы то существо, которое я представлял себе среди них. Вы живое воплощение моих мечтаний. Но кто же вы? Тогда с его уст слетели эти необыкновенные слова. Я сын Элен-Терри. Сын Элен-Терри? Совершеннейшего в моих глазах идеала женщины. Элен-Терри. Поужинайте с нами, пригласила его ничего не предчувствовавшая мать. Раз вас так интересует искусство Асидоры, вы должны поужинать у нас дома. И Крэг пошел к нам ужинать. Он был лихорадочно взволнован и стремился рассказать возможно больше о своих взглядах на искусство и своих честолюбивых замыслах. Я слушала с большим интересом. Но понемногу матери и другим членам семьи захотелось спать, и под разными предлогами все постепенно разошлись по своим комнатам. Мы остались вдвоем. Крэг продолжал говорить о театральном искусстве и жестами пояснял свои мысли. Вдруг он неожиданно сказал, «Но что вы тут делаете? Вы великая артистка, живете в такой семейной обстановке, как нелепо. Я первый вас увидел и создал. Вы принадлежите моему вдохновению». Высокий гибкий крэг лицом очень походил на свою удивительную мать, только черты его были еще нежнее. Несмотря на большой рост, в крэге было что-то женственное, особенно в чувственных линиях рта с тонкими губами. Золотые кудри детских портретов златоволосого мальчика Эллен Терри, хорошо знакомого лондонской публики, теперь немного потемнели. Близорукие глаза метали из-за очков стальные искорки. Он производил впечатление хрупкости, почти женской слабости, и только руки с широкими концами пальцев изобличали силу. Он всегда говорил о своих квадратных больших пальцах, как о пальцах убийцы. «Дорогая, им хорошо было бы вас задушить». Точно загипнотизированное, я позволила ему накинуть пальто на мой белый хитон. Потом он взял меня за руку, и мы сбежали вниз по лестнице на улицу. Там он кликнул извозчика и сказал, как только мог, лучше по-немецки «Meine Frau und ich wir wollen nach Potsdam gehen». Несколько извозчиков отказались нас вести, но один наконец согласился, и мы отправились в Potsdam. Приехав на заре, мы остановились в маленькой гостинице, двери, которые только что открылись, и там выпили кофе, а с восходом солнца поехали обратно в Берлин. В Берлин мы приехали около десяти утра и стали обдумывать, что нам делать. Мы не могли возвратиться к матери, и поэтому отправились к моей подруге Эльзе де Брюгер. Она всецело принадлежала Богеме, приняла нас большим радушием, накормила завтраком, кофе яичницей, и уложила меня в тогда Крэг повез меня в свое ателье на самом верху высокого берлинского дома. Пол там был черный, навощенный, усыпанный искусственными лепестками роз. Передо мной стояло воплощение молодости, красоты и гения, и, вспыхнув внезапной любовью, я бросилась в его объятия, побуждаемая темпераментом, спавшим два года, но всегда готовым проснуться. На мой зов их меня достойный, я нашла плоть своей плоти и кровь своей крови. Часто он кричал мне, вы моя сестра, и я чувствовала в нашей любви какое-то преступное кровосмешение. Я не знаю, как другие женщины вспоминают своих любовников, приличие вероятно требует описать голову, плечи, руки человека, а затем перейти к его одежде, но я всегда его вижу, как в ту первую ночь в ателье, когда его белое, гладкое, блистающее тело освободилось от одежды, точно от кокона, и засверкало во всем своем великолепии перед моими ослепленными глазами. Так должны были выглядеть эндемион с его стройным высоким молочным телом перед широко раскрытыми глазами Дианы, гиацинт, нарцисс и бодрый мужественный персей. Он казался скорее ангелом Блэка, чем Мои глаза еще не насладились как следует его красотой, как я почувствовала безумное влечение, почувствовала себя слабой, словно тающей. Мы горели одним общим огнем, как два слившихся языка пламени. Наконец я нашла своего друга, свою любовь, себя самое. Нас было не двое, мы слились в одно целое, в то поразительное существо, о котором Платон говорит в Федре, в две половины одной соединений мужчины с женщиной, о встрече двух душ-близнецов. Тонкая плотская оболочка горела таким экстазом, что притворила земную страсть в райские пламенные объятия. Есть радости такие полные, такие совершенные, что их не следует переживать. Ах, почему моя пылающая душа не отделилась в ту ночь от тела и не полетела, как ангел Блэка, сквозь земные облака в иные миры? Его любовь была юна, свежа и сильна. Но у него не было ни нервов, ни свойств сладострастника, и он предпочитал покончить с любовью до наступления присыщения и отдать нерастраченный пыл молодости чарам своего искусства. В ателье не было ни ложа, ни кресел, не было также возможности обедать. Ночь мы провели на полу. У Крэга не было ни гроша, а я не решалась сходить домой за деньгами. Две недели провела я у него. Когда нам хотелось есть, он внизу заказывал обед в долг, а я пряталась на балконе, а когда обед приносили, я входила в комнату и получала свою порцию. Бедная моя мать ходила по всем полицейским участкам и посольствам, жалуясь, что подлый соблазнитель сбежал с ее дочерью, а импресарио страшно волновался, узнав о моем внезапном исчезновении. Пришлось отменить ряд спектаклей, и никто не мог сказать, что произошло. Но все же в газетах предусмотрительно поместили объявление, что Айседора Дункан серьезно заболела воспалением мендалевидных желез. Через две недели мы вернулись к матери, так как, говоря правду, несмотря на безумную страсть, мне немного надоело спать на твердом полу и не есть ничего, кроме того, что Крэг мог достать в гастрономической лавке или когда мы выходили после наступления темноты. Когда мать увидела Гордона Крэга, она воскликнула «Уйди, подлый соблазнитель!» Она бешено ревновала меня к нему. Гордон Крэг один из самых необыкновенных сделанных как и Шелли из пламени и молний. Он вдохновлял современные театральные направления, хотя, правда, не принимал активного участия в повседневной жизни сцены. Он оставался в стороне и мечтал, но мечты эти вдохновляли все, что есть прекрасного в современном театре. Без него у нас не было бы Рейнгарта, Жака Капо, Станиславского. Без него у нас все еще был бы в театре прежний реализм с шевелящимися на деревьях листьями и с дверями, открывающимися и закрывающимися в домах. Крэг был блестящим товарищем. Он был одним из редких встреченных мною людей, которые с раннего утра до позднего вечера находились в приподнятом настроении. С первой же чашки утреннего кофе его воображение загоралось и сверкало яркими красками. Пройти по улице вместе с ним было равносильно прогулке с верховным жрецом в древних фивах. Вероятно, вследствие своей чрезвычайной близорукости он часто внезапно останавливался перед каким-нибудь уродливым образцом дома современной практической немецкой архитектуры и, вынув карандаш и блокнот, начинал пояснять, насколько дом красив. Затем он принимался лихорадочно делать набросок, который в законченном виде походил на египетский храм. Он приходил в дикое возбуждение над каждым встреченным по пути деревом, птицей или ребенком. Ни одной секунды с ним не бывало скучно. Или он радовался, как безумный, или впадал в другую крайность, в настроение, когда все небо, казалось, становилось черным и воздух сгущался, как перед бурей. Дух медленно оставлял тело, и в нем не оставалось ничего, кроме черной тоски. К несчастью, с течением времени эти мрачные настроения посещали его все чаще и чаще. Почему? Главным образом потому, что в ответ на его возгласы «Моя работа, моя работа», что он повторял очень часто, я спокойно говорила «Да, конечно, ваша работа удивительна, вы талант, но, знаете ли, существует также и моя школа». Он ударял кулаком по столу и возражал «Да, но моя работа так важна». А я замечала «Безусловно, очень важна, ваша работа это фон, но на первом плане живое существо, так как душа излучает все остальное». Прежде всего «Моя школа» лучезарное человеческое существо, движущееся в совершенной красоте, а затем ваша работа совершенный фон для этого существа. Эти споры часто кончались грозным зловещим молчанием. Тогда во мне пробуждалась женщина, пугалась и восклицала «Милый, неужели я вас обидела?» «Обидели?» «О, нет! Проклятые женщины всегда надоедливы, и вы также надоедливы, вмешиваясь в мою работу. Работа! Моя работа!» Он выходил, хлопая дверью, и только стук ее давал мне понять, как велика происшедшая катастрофа. Я ждала его возвращения и, не дождавшись, бурно рыдала всю ночь. В этом таилась трагедия. Часто повторявшиеся столкновения сделали в конце концов жизнь невозможной, лишив ее гармонии. Мне было предназначено пробудить в этом таланте огромную любовь и пытаться сочетать продолжение моей работы с его любовью. Неосуществимая попытка. После первых недель упоения страстью началась ожесточенная война между гениальностью Гордона Крэга и вдохновением моего искусства. «Почему вы не прекратите это?» говорил он. «Зачем вам нужно размахивать на сцене руками? Почему вы не сидите дома и не точите мои карандаши?» И тем не менее, Гордон Крэг ценил мое искусство так, как никто его не сумел оценить. Но его самолюбие, его артистическая зависть не позволяют ему признать, что женщина может действительно быть художницей. Сестра Элизабет организовала для попечения о Грюневальдской школе комитет из самых выдающихся и артистических женщин Берлина. Узнав о Крэге, они прислали мне длинное письмо, в котором в величавых выражениях заявили, что как представительницы хорошего буржуазного общества не считают себя в праве покровительствовать школе, руководительница которой имеет такие беспринципные моральные воззрения. Жена известного банкира Мендельсона была выбрана этими дамами для вручения мне письма. Войдя с огромным посланием в руках, она неуверенно смотрела на меня и, внезапно разрыдавшись, бросила письмо на пол и заключила меня в свои объятия. «Не думайте, что я подписала это отвратительное письмо», вскричала она. «Что же до других дам, то с ними ничего не поделаешь. Они отказываются быть патронессами школы, хотя все еще верят в вашу сестру Элизабет». У Элизабет были свои взгляды на вещи, но она о них не рассказывала, и потому я увидела, что у этих дам все позволено, лишь бы не вызывало разговоров. Эти женщины меня так возмутили, что я наняла зал филармонии и прочла специальную лекцию о танце как об искусстве раскрепощения, закончив беседы о праве женщины любить и производить детей по своему желанию. У меня, конечно, спросят, что станется с детьми? Я могу назвать многих выдающихся людей, рожденных вне брака, что не мешало им достигнуть славы и богатства. Но, независимо от того, я задала себе вопрос, как может женщина выходить замуж за человека, которого она считает настолько низким, чтобы в случае разрыва не поддерживать собственных детей? Зачем же тогда женщине выходить замуж за человека, которого она считает таким подлым? Я думаю, что правда и вера друг в друга являются первыми принципами любви. Как женщина с самостоятельным заработком, я нахожу, что можно приносить в жертву силы, здоровье и даже рисковать жизнью, чтобы иметь ребенка. Но не подверглась бы этой муки, если бы не могла предположить, что в один прекрасный день у меня отнимут его под предлогом, что ребенок принадлежит отцу по закону и разрешат его видеть три раза в год. Остроумный американский писатель раз ответил своей подруге, спросившей у него, что подумает о них их ребенок, если они не поженятся. Если бы ваш или мой ребенок принадлежал к такому разряду детей, нам было бы все равно, что он о нас думает. Всякая развитая женщина, читающая брачный контракт и затем его подписывающая, заслуживает последствий брака. Эта лекция произвела большой переполох. Половина публики мне сочувствовала, а половина возмущалась, свистела и швыряла на сцену все, попадалось под руку. В конце концов, недовольные покинули зал. А с оставшимися я завела интересную беседу о правах женщины, которая во многом определила женское движение наших дней. Я продолжала жить в нашей квартире на улице Виктории, а Элизабет переехала в школу. Мать не знала, на чем остановиться. К тому времени моя мать, которая в дни нужды и несчастья переносила невзгоды с необыкновенным мужеством, начала находить жизнь очень скучной. Может, это зависело от ее ирландского характера, который не мог переносить благосостояние так же легко, как лишение. Настроение ее сделалось неровным, и часто случалось, что все ей переставало нравиться. Впервые со времени нашего отъезда за границу она стала выражать тоску по Америке, говоря, что там все значительно лучше. Когда мы ее выводили в лучший берлинский ресторан, думая ей доставить удовольствие и спрашивали, что заказать, она отвечала, дайте мне креветок. Если по времени года креветок не было, она возмущалась бедностью страны и отказывалась что-либо есть. Если же креветки подавали, то она все-таки жаловалась, рассказывая, насколько они лучше в Сан-Франциско. По-моему, эта перемена характера вызывалась многими годами добродетельной жизни, посвященной только воспитанию детей. Теперь, когда мы нашли интересы, которые нас поглощали целиком и под влиянием которых мы часто ее покидали, она поняла, что напрасно потратила на нас лучшие годы своей жизни, ничего себе не оставив, как мне кажется, это делают многие матери, особенно в Америке. Эта неустойчивость настроения проявлялась все больше и больше, и она все чаще и чаще выражала желание вернуться в свой родной город, что вскоре и исполнила. Мысли мои по-прежнему были поглощены вилой в Грюн-Эй-Вальте, где стояло сорок кроваток. Какая странная игра судьбы. Если бы я встретила Крэга на несколько месяцев раньше, безусловно, не было бы ни виллы, ни школы. В нем я нашла такое богатое содержание, что не нуждалась бы в основании школы. Но теперь, начавшая осуществляться мечта моего детства, завладела мной целиком. Немного спустя я узнала, и в этом не могло быть никакого сомнения, что я беременна. Мне снилась Эллен Терри в блестящем наряде, вроде того, в котором она играла в Эмогене. Она вела за руку белокурую девочку, похожую на нее, как две капли воды, и своим поразительным голосом звала меня. Асидора, люби, 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 с этого момента я знала, что ко мне идет из призрачного мира небытия до рождения. Придет этот ребенок, неся мне радость и печаль. Радость и печаль, рождение и смерть, ритм танца жизни, божественная весть ликовала во всем моем существе. Я продолжала танцевать перед публикой, учить в школе, любить моего эндемиона. Бедный Крэк не находил себе места, был нетерпелив, несчастен, покусывал ногти и часто восклицал «работа, работа, моя работа!» Снова дикое вторжение природы в искусство. Но меня утешало чудесное появление Эллен во сне, которое повторилось два раза. Наступила весна. У меня были подписаны контракты на гастроли в Дании, в Греции и Германии. В Копенгагене меня сильнее всего поразили молодые девушки, которые со счастливыми лицами самостоятельно и свободно гуляли по улицам в студенческих шапочках на темных кудрях. Я была поражена, так как никогда раньше не видела таких милых девушек. Мне объяснили, что это первая страна, в которой женщины добились избирательного права. Расходы, связанные с содержанием школы, заставили меня поехать в это турне, так как я истратила весь свой запасный капитал и оставалась совершенно без денег. Танцуя в Стокгольме, я послала приглашение Стринбергу, которым очень восхищалась, прийти посмотреть на мои танцы, но он ответил, что он нигде не бывает и ненавидит людей. Я ему предложила место на сцене, но и это его не убедило. После удачного сезона в Стокгольме мы морем вернулись в Германию. На пароходе мне стало очень плохо, и я поняла, что мне следует на время прекратить гастроли. Сильная жажда одиночества томила меня, и я мечтала уйти подальше от любопытных человеческих взоров. В июне месяце, после непродолжительного пребывания в школе, меня вдруг сильно потянуло к морю. Сперва я отправилась в Гаагу, а оттуда в деревушку Нордвик на побережье Северного моря. Здесь я наняла маленькую белую виллу на дюнах, называвшуюся Мария. Я была настолько наивна, что считала роды очень несложным явлением природы. Поселившись на этой вилле на расстоянии сотен миль от города, я стала пользоваться услугами деревенского врача и в своем поведении вполне им удовлетворялась, хотя он, кажется, привык иметь дело только с крестьянками. От Нордвика до Кадвика ближайшей деревни было около трех километров. Жила я в полном одиночестве, ежедневно совершая прогулки в Кадвик и обратно. Меня всегда влекло к морю, а теперь прельщало одиночество в маленькой белой вилле Нордвика, уединенно стоявшей возле дюн, возвышавшихся среди очаровательной местности. На вилле Мария я провела июнь, июль и август. Все это время я вела усердную переписку с сестрой Элизабет, на попечении которой оставила Грюневальскую школу. В июле я записывала в свой дневник составленные мною правила преподавания в школе и выработала серию из 500 упражнений, в которых ученики переходили от простейших движений к самым сложным и которые являлись настоящей сущностью танца. Крэг нервничал, приезжал и снова уезжал, но теперь уже я не оставалась совершенно одинока. Дитя все больше и больше давало о себе знать. Странно было видеть, как мое чудное мраморное тело теряло упругость, расширялось и деформировалось. Чем утонченнее нервы, чем чувствительный мозг, тем сильнее страдания, такова жуткая месть природы. Бессонные ночи, долгие часы, полные страданий и в то же время радости проводила я, когда, например, ежедневно ходила по пустынному песчаному берегу между Нордвигом и Кадвиком, глядя на море, вздымающееся огромными волнами с одной стороны и на высокие дюны с другой. На этом побережье почти всегда дуют ветры, иногда нежный, приятный ветерок, а иногда ветер настолько сильный, что трудно было идти. Порой бушевала свирепая буря, и тогда виллу-морея раскачивала всю ночь точно корабль в открытом море. Я избегала общества. Люди говорили такие пошлости и так мало считались со священным состоянием беременности. Однажды я увидела женщину, носящую в черепе ребенка, которая одиноко шла по улице. Прохожие не глядели на нее с благоговением, а насмешливо улыбались друг другу, словно это была не женщина, несущая в себе зарождающуюся жизнь, а что-то возбуждающее шутки и смех. Мои двери закрылись перед всеми посетителями, кроме одного доброго, верного друга, приезжавшего из Гааги на велосипеде, привозившего книги и журналы и развлекавшего меня беседами о современном искусстве, музыке и литературе. В те времена он был женат на знаменитой поэтессе и часто говорил о ней с нежностью и обожанием. Человек аккуратный, он приезжал в определенные дни, и даже буря не могла его задержать. Если не считать его, я проводила дни в обществе моря, дюн и ребенка, которому, казалось, уже не терпелось появиться на свет Божий. Во время прогулок у моря я иногда чувствовала прилив сил и смелости и думала, что существо это будет моим и только моим, но в другие дни, когда небо хмурилось, а волны холодного северного моря сердито шумели, настроение мое падало, и мне казалось, что я несчастное животное, попавшее в глубокую западню. И я металась в неодолимом желании бежать, бежать как можно скорее, бежать куда? Может быть, в мрачные волны? Я боролась с таким настроением, пересиливала себя, но оно обыкновенно на меня находило неожиданно, и его трудно было избежать. Мне чудилось также, что большинство людей от меня отдаляется. Мать была на расстоянии тысяч миль, и даже Крэг стал каким-то чужим, всецело погруженным в искусство, тогда как я все меньше и меньше о нем думала и была целиком захвачена тем страшным, чудовищным творчеством, той с ума сводящей радостной и болезненной тайной, которая выпала на мою долю. Часы тянулись долго и мучительно, еще медленнее проходили дни, недели, месяцы. Переходя от надежды к отчаянию и от отчаяния к надежде, я часто вспоминала свое детство, юность, странствия по чужим краям, открытия, сделанные в области искусства, и все прошлое представлялось мне далеким туманным прологом, прологом к таинству рождения ребенка, то есть к тому, что может быть у любой крестьянки. Таково было завершение всех моих честолюбивых замыслов. Почему не было со мной моей дорогой матери? Только потому, что она была жертвой нелепого предрассудка о необходимости брака. Сама она побывала замужем, нашла эту жизнь невозможной и развелась. Что же заставляло ее желать для меня той же петли, в которой она так же столько пострадала? Все мои мыслительные способности протестовали против брака. Я считала тогда и считаю до сих пор, что брак является бессмысленным и рабским установлением, неизбежно ведущим к разводам и возмутительно грубым судебным разбирательствам, в особенности у артистов. Если кто-либо сомневается в справедливости моих слов, пусть займется статистикой разводов в артистической среде и скандальных процессов за последние десять лет в Америке. Но в то же время милая публика обожает своих артистов и по всей вероятности не могла бы без них существовать. В августе ко мне приехала в качестве сестры милосердия женщина, впоследствии ставшая моим большим другом Мария Кист. Я не встречала более терпеливой, милой и доброй женщины, и она была мне большой поддержкой. Сознаюсь, что как раз тогда меня стали мучить всевозможные страхи. Напрасно твердила я себе, что дети бывают у каждой женщины, у бабушки их было восемь, у матери четверо, все это жизнь и так далее, и все же я продолжала бояться. Чего? Не смерти, конечно, и даже не страдания, а просто чего-то неопределенного. Так прошел август и наступил сентябрь. Мне стало очень тяжело переносить свое состояние. Часто я думала о своих танцах, и тогда меня охватывала отчаянная тоска по искусству. Но тут я чувствовала три сильных толчка и движения внутри себя. Я начинала улыбаться и думать, что искусство в сущности лишь слабое отражение радости и чудес жизни. Я с удивлением наблюдала за своим распухавшим телом. Маленькие твердые груди увеличились, обвисли и сделались мягкими. Быстрые ноги двигались медленнее, щиколотки опухли, в бедрах чувствовалась боль. Куда девались мои чудесные юные формы наяды? Где были мои мечты, слава? Часто помимо воли я чувствовала себя глубоко несчастной и побежденной в борьбе с гигантом, жизнью. Но стоило вспомнить будущего ребенка, и печальные мысли исчезали. О, жестокие часы ночного ожидания и беспомощности, когда лежать на левом боку нельзя, потому что замирает сердце, на правом лежать неудобно, и кое-как лежишь на спине, страдая от движений ребенка и пытаясь его успокоить руками, прижатыми к животу. Жестокие часы сладостного ожидания, бесчисленные ночи, все проходили таким образом. Какой ценой платим мы за славу материнства? Однажды днем за чаем я почувствовала сильный удар в середину спины, а затем страшную боль, точно в хребет мне всадили бурав и пытались переломить кости. С этой минуты началась пытка, словно я, несчастная жертва, попала в руки могучих и бессердечных палачей. Едва я приходила в себя, как начинались новые схватки. Испанской Инквизиции далеко до этих мучений, и женщина, родившая ребенка, может ее не бояться. По сравнению с родовыми болями, Инквизиция была, вероятно, лишь невинной забавой. Страшная, невидимая, жестокая, бессердечная и не знающая ни минуты отдыха сила, крепко захватила меня в свои руки, разрывая мне тело и разламывая кости в непрерывных спазмах. Говорят, что это страдание скоро забывается, я могу на это только ответить, что стоит мне закрыть глаза, и я снова слышу мои тогдашние стонные крики. Неслыханное, чудовищное варварство все еще заставлять женщину переносить такие страшные пытки. Этому надо помочь, это надо прекратить. Просто глупо, что современная наука не знает безболезненных родов как непреложной истины. Это также непростительно, как операция аппендицита без наркоза. Глупость это или святое терпение, что женщины до сих пор безропотно переносят такое возмутительное терзание. Два дня и две ночи продолжался этот невыразимый ужас, а на третье утро идиотский доктор вытащил огромные щипцы и закончил живодерство, даже не прибегая к наркозу. Я думаю, что ничто не может сравниться с тем, что я претерпела, кроме разве ощущений человека, попавшего под поезд. Я не хочу слышать никаких женских движениях и суфражистках, пока женщина не положит конца тому, что я считаю бесполезным мучением и утверждаю, что операция деторождения должна совершаться так же безболезненно и переноситься так же легко, как и всякая другая операция. Какое безрассудное суеверие препятствует такой мере? Какое попустительство или преступная цель? Конечно, можно возразить, что не все женщины страдают так сильно. Правда, не страдают так крестьянки, негритянки в Африке и краснокожие женщины. Но чем цивилизованнее женщина, тем страшнее муки, бесполезные муки. Ради цивилизованной женщины должно быть придумано культурное средство против этого ужаса. Я от этого не умерла, но не умирает и несчастная жертва, вовремя снятая со стан копыток. Но вы можете заметить, что я была вознаграждена, увидев ребенка. Да, вы правы, я была вне себя от радости, но тем не менее до сегодняшнего дня дрожу, возмущаясь при мысли о том, что я перенесла и что переносят многие женщины. Жертвы вследствие невыразимого эгоизма и слепоты людей науки, которые допускают такие зверства, когда им можно помочь. Ах, но ребенок! Ребенок был поразительный, похожий по строению своему на купидона, с голубыми глазами и каштановыми волосами, которые потом выпали и уступили место золотым кудрям. И чудо из чудес, ротик ищет мою грудь и хватает беззубыми деснами, и кусает, и тянет, и сосет молоко. Какая мать когда-либо описывала, как рот ребенка кусал ее сосок и из груди ее брызгало молоко? Жестокий, кусающий рот так живо нам напоминает рот любовника, который, в свою очередь, похож на рот ребенка. О, женщины, зачем нам учиться быть юристами, художниками и скульпторами, когда существует такое чудо? Наконец-то я узнала эту огромную любовь, превышающую любовь мужчины. Я лежала окровавленная, истерзанная и беспомощная, пока маленькое существо сосало и кричало «Жизнь, жизнь, жизнь, дайте мне жизнь!» Где мое искусство? Мое ли искусство вообще? Не все ли мне равно? Я чувствовала себя Богом, высшим, чем любой художник. В течение первых недель я часами лежала с ребенком на руках, глядя, как он спит. Иногда ловила взгляд его глаз и чувствовала себя очень близко к грани, к тайне, может быть, к познанию жизни. Душа в только что созданном теле отзывалась, на мой взгляд, мудрыми глазами, глазами вечности, отзывалась с любовью. Любовь, вероятно, объясняла все. Какими словами описать это счастье? Что удивительного, что я, не писательница, не могу найти подходящих слов. Мы вернулись в Грюневальд с ребенком и моим милым другом Марией Кист. Дети были в восторге от ребенка. Элизабет, я сказала, она будет нашей младшей ученицей. Все интересовались, как мы назовем девочку. Крэг придумал замечательное ирландское имя Дердре. Дердре, любовь Ирландии. И мы ее назвали Дердре. Дердре.